у людей звук сейчас так там партия уже началась сейчас я выведу все необходимое две секунды осталось можно сказать плодом 나가 здесь Продолжение следует... Так, последний штрих это... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, значит, чуть позже тогда мы разберем предыдущую партию. Сейчас уже началась новая партия. Сейчас я отвечу на все вопросы полученные. Просто расставим позицию, которая возникла на доске. Есть звук или нет, не могу понять. Кто-нибудь, напишите. Итак, значит, была разыграна так называемая испанская партия. Новый архангельский вариант. Вариант Маунюка-Нищука. То есть, имеет много названий. Значит, Е4. Было сыграно первым ходом Е4. Корякин не стал играть, как в прошлой партии. Д2 на Д4. Напомню, что в прошлой партии он ходил так. А сегодня он сыграл именно Е4. Карлсон ответил своим коронным ходом Е5. И дальше была разыграна испанская партия. Когда играют КНФ3, КНЦ6 и СЛОН на Б5 выходит. Это называется испанская партия. Здесь у черных большое количество возможностей. Любимый ход здесь всегда был у Магнуса. Это КНФ6, так называемый Берлинскеншпель. После чего возникает такая позиция рокировка. КНЕ4, Д4. Д4, КНД6, СЛОН БЦ6, ДС, ДЕ, КНФ5. Ферзь Д8, Король Д8. Это называется Берлинскеншпель. Играет на высоком уровне достаточно часто. В практику ввел... Играли до него, но впервые на очень высоком уровне. Против Каспарова так играл Крамников в матче. И стал как раз чемпионом мира, можно сказать, отчасти. Благодаря этому звук дикий. Плюс микрофон нестабильный стоит на месте. Блядь, пошли из этого звука. Блядь. Сейчас попробую поставить все-таки другой микрофон. После него у меня в прошлый раз все слетело. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Так, вроде бы удалось захватить звук сейчас. Напишите, все нормально? Отлично. Отлично. Так, сейчас отключу. Итак, значит, так называемый Берлинскеншпель. Излюбленная расстановка Магнуса Карлсона. Он так черными постоянно играл. Вот, но проблема в том, что Корякин в этом варианте за белых также выиграл огромное количество партий. В том числе обыграл и Крамника его. Человека, который впервые его разыграл против Каспарова в матче на первенство мира. Вот. И поэтому Магнус в этом, по крайней мере, матче пока на этот вариант черными не идет. Вот. Даже Круана, кажется, обыгрывал того же Карлсона в этом дебюте. Значит, поэтому они играют классическую испанскую партию. Значит, после Е4 и Е5. Да, сыграли А6. Так играли еще там 100 лет назад. 150. На микрофоне. Я не знаю, что такое буст. Вот. Громкость. Захват входного аудиопотока. Вот сейчас поставил где-то... Как сейчас. Вот там что-то написано. Минус 6 и 1 dB. С этим звуком уже мучение. Я купил новый микрофон и гарнитуру. Вот. Хочется, чтобы сказали, что все хорошо. И вперед. Дальше. Так, ладно. Значит, пока... Ну, усиление на нуле стоит. Если имеется в виду... Там, где звуки, запись, микрофон и уровни. Усиление микрофона 0 dB стоит. А сам микрофон стоит на 95. Поставить на 100 могу. Вот. Поставил на 100. А захват входного аудиопотока в USB. Минус 6 и 1 dB. Как-то так. Ладно. Если надо будет что-то изменить, то пишите. Только пишите так. Потому что я не особо разбираюсь, о чем идет речь. Вот. Значит, итак, последовал классический ход А6. Так играли еще в древности. Там, 100 лет назад, 150. То есть, это самый распространенный ход в этой позиции. Идея заключается в том, что белые не могут сразу же выиграть пешку. Если они попробуют ее съесть. Вот, пешку на Е5. То у черных есть как минимум два способа ее отыграть. Вот. Можно пойти в Ферзь Ж5, нападая сразу же на 2. На коня Е5. И на пешку Ж2. Вот. То есть, двойной удар. И белые не могут защитить все одновременно. Так я запустил в 21.30 трансляцию. Вот. И потом у меня сбился звук и так далее. А мой напарник пока что не пришел. Он будет чуть позже. Да, есть, командир. Пип-пиги. Начинаю. Приступаю к комментарию. Значит, Ферзь Ж5. Есть способ отбить пешку таким путем. Также есть второй способ. Ферзь Д4. Отбить пешку, также нападая на 2. Вот. Поэтому ничего страшного в этом нету. Для черных. И чаще всего белые играют именно слоном на А4. Так и сыграл сегодня Корякин. Вот. Черные сыграли Конь Ф6. Белые сыграли 2-0. Предлагают забрать пешку на Е4. Но это все теория. Встречалось не одну тысячу раз. Вот. А то и десятки тысяч раз. Так. Да. Сейчас по порядку мы дойдем. Ладно. Значит, давайте доходим до позиции. 2-0. Б5. Слон Б3. Вот. И здесь он сыграл. Как я понимаю. Он разыграл. Решил разыграть Архангельский вариант. Точнее, Новый Архангельский. Вот. То есть у них сейчас до сих пор уже сделано 18 ходов. Пока ни одного своего они не сделали. Вот. Он сыграл в этой позиции слоном на С5. Вот. Новый Архангельский вариант. Я, например, часто играл слон Б7. Это Архангельский вариант. Значит, слон С5. Это все теория. Слон С5. А4. Ладья на Б8. Ну, ладья ушла, потому что белые угрожали ходом АБ. Вот. Выиграть пешку. Потому что нельзя брать там на А8 ладья провисает. Поэтому ладья Б8. Вот. Белые сыграли. С3. Д6. Д4. Слон Б6. Пока все теория. То есть, ничего нового. Взяли-взяли. Конь А3. В этом варианте часто черные теряют пешку на Б5. Она как бы слабая получается. Вот. Но у черных есть своя контр-игра, связанная с тем, что вот они давят на центр изо всех сил. Вот. Плюс часто слон выходит на Ж4. Начинается такое давление. Черные играют рокировка, отдают пешку. То есть, Карлсон настроен серьезно. Он уже к 12-му ходу остался без пешки. Но это не зевок, ничего. То есть, это именно жертва, гамбитный вариант. Слон G4. Вот. Черные надавливают на пешку D4. Слон C2 защищает пешку Е4. Сразу же скажу, что нельзя было брать вот эту пешку на Е4. Потому что два коня, они как бы без защиты остаются. Вот. И двойным ударом проигрывается сразу же партия. Такая хитрость. Напал на двух коней и немедленно выиграл партию. Вот. Поэтому Карлсон, естественно, в это не попадается. Играет слоном на Ж4. Белые играют слон C2, укрепляют пешку Е4 лишний раз. И следует ЕD. Конь B бьет на D4. Конь бьет D4. CD. Слон бьет F3. Теперь проблема белых, что они вынуждены брать GF. Потому что если забрать ферзем, то черные с выгодой... Черные с выгодой отыгрывают пешку на D4. И получают такое интересное давление на слабость на B2. Вот. Поэтому Карякин сыграл именно GF. Конь H5. Вот. После того, как белые сыграли GF, в их лагере образовались определенные слабые поля. Вот. И Карлсон сразу же эти поля начинает окучивать. То есть конь поглядывает на поле F4. Открывается дорога для ферзя. Тот хочет на H4 выпрыгнуть. Вот. Либо выпрыгнуть на F6 и надавить на пешку D4. То есть такие сейчас идеи. Последовал ход слон Е3. И как раз Карлсон играет ферзь F6. И здесь какая-то ошибка в трансляции, потому что ход слон Е3 написан два раза. Сейчас мы с этим справимся. Должны справиться. То есть написано слон Е3. И снова слон Е3 в этой позиции пошли. Белые. Это невозможно по правилам шахмат. Несколько. Чуть-чуть надо подождать. Сбил из трансляции. Но похоже пошел он король H1. Значит, все это теория встречалась неоднократно. Вот. На самом высоком уровне. То есть оба соперника знают. У них эта позиция стояла дома. Их команды явно работали над этим вариантом. Вот. Очень часто партия заканчивается в итоге в ничью. То есть у белых лишняя пешка два слона. Это их преимущество. Вот. А у черных давление на слабого короля. Ослабленного несколько. Вот. И... Так. Ну и компенсации определенные. Вот из-за этого. То есть основной это попытка поставить коня на поле F4. Значит, сейчас я быстренько пробегусь по вопросам. Отвечу. Так. Good game. Да. Привет. Good game. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я отвечу. Сейчас пока на твиче большое количество вопросов. Я пропустил. К сожалению, из-за технических неполадок. Партия уже закончена. Так. Давайте сначала. Так. Звук тихий. Хорошо слышно. Угу. Так. Так. Ну, со звуком вроде бы мы разобрались. Более-менее. Так. Совет на будущее я понял. Поэтому я начал сегодня на полчаса раньше трансляцию. Но техника дала сбой. Так. Значит, настраивать надо не во время партии. Все верно. Не терять интерес к партии, когда читаете. Так. Понял. Не буду терять интерес к партиям. Но когда ничего не работает, то как-то тяжело становится. Так. Ты рассказываешь, как играть. Нет и скилл написал. Нет и скилл. Ну, я как бы рассказываю, как они играют. И какие-то небольшие дополнения даю от себя. Ну, вот. Партия уже закончилась. Нет. Партия играется. Там король на h1. Да. Значит, на самом деле, наконец-то исправили трансляцию. Вот в этой позиции он сперва сыграл король h1. Вот. И уже на ферзь f6 он пошел слоном на e3. То есть, вот мы как бы настроили. Это все, опять же, теория, я повторяюсь. И Карлсон играет c5. То есть, показания часов обоих соперников. Час 40 примерно у Карлсона. Чуть больше. Час 40, там, 2. У Карякина. То есть, вообще, ребята не думают, потому что это плоды дебютных наработок. Вот. Очень часто в таких соревнованиях, как происходит процесс, значит, допустим, сыграл спортсмен партию, на следующий день ему играть. Вот. Они изучают какие-то направления, обсуждают. Он дает своей команде задания. Дальше команда всю ночь работает. Вот. И к началу партии они должны наработать линии там во всех вариантах, подлатать и так далее. Ну, тут, на самом деле, огромное количество тонкостей. И замечательная книга. Написали Бореев и Левитов. Да, Бореев и Левитов. Написали. Называется «Записка секунданта». Вот. От имени она там и Бореева, и Левитов больше журналист был. Вот. Там про матчи Крамника с Каспаровым, Крамника с Леку. Вот. И про секундантов. То есть, замечательная книга. Если кому-то интересно узнать, как это быть чернорабочим, когда там целыми днями и ночами ты изучаешь варианты с компьютером, занимаешься, нарабатываешь линии, то почитайте. Будет очень даже интересно. Так. Какие-то вопросы, если есть, значит, задавайте пока. Пока я вижу на Твиче ничего, на Гудгейме. Так. Так. Опять пропал. Ага. Есть ли у Карякина будет возможность форсировать ничью сегодня? Он это сделает или постарается перехватить? Задается вопрос. Ну, это зависит от того, какую он тактику сейчас выберет. То есть, сейчас у него, я вижу, две есть тактики. Первая. Он спокойно играет в свои шахматы. Значит, и ждет, пока Карлсон перегнет. Вот. А второе, да, он может пытаться сушить белыми и черными держаться. Вот. Это, ну, как бы и у того, и у того плана есть, как бы, большие плюсы и минусы и прочее. Какую он тактику выберет, я не знаю. Вот. Главное, чтобы он не ошибся. Значит, какие плюсы есть у каждой из тактик? Если он будет играть на отсушку белыми, то ему нужно будет просто устоять в двух черных партиях. То есть, ничью белыми при желании он сможет сделать, ну, практически всегда. Вот. А черными придется терпеть. С другой стороны, если он в какой-то момент, значит, перехватит инициативу и выиграет, то матч на этом просто закончится. Вот такая вот ситуация. И, кстати, вот он делает ход Е5. Вот. Меня больше всего сегодня пугает то, что партия может быстро закончиться в ничью. Вот. И мы с вами можем не увидеть полнокровной борьбы. То есть, сейчас, как бы, все это теория, они оба знают. И боюсь, что конечная оценка будет равенства. Так, сейчас, одну секунду. Сделан ход. Е5 пошел. Е5 пошел Корякин. И я боюсь, что все это может привести к массовым истреблениям и к полной ничьей. Так, появился вопрос. Какие тут планы сторон? Ну, план черных был, особенно до хода Е5. Постараться оккупировать слабое поле Ф4. Получить какую-то компенсацию за счет давления по диагонали А7-Ж1. Вот. Ладзи из Б8 на Б2, которая на пешку Б2 смотрит. Вот. Планы белых отбиться и ее попытаться реализовать. То есть, здесь каких-то таких сложных маневров я особо не вижу. Здесь будет именно какая-то форсированная борьба. Вот. Пока соперники играют вообще не думая. Так, у меня происходит переподключение ОБС. Прошло успешно. Трансляция идет. Все нормально, пожалуйста, напишите. А то у меня переподключался ОБС сам. Итак, последовал ход Е5. Карлсон почти что не думая пошел в Ферзь Е6. И Сережа сейчас раздумывает. Так, кстати, появился Владимир Добров. Вот. Мой сокомментатор. Вот. Сказал, что скоро подключится. Так что... Возможно, чем-то сможет дополнить мой рассказ про партию. Так. Умерла трансляция. Да, норм. Ну, переподключался ОБС. Как бы он живет своей жизнью иногда. Вот. Соперники практически не тратят время. По час 37 у них. Напомню, что во вчерашней партии, по-моему, к этому моменту у Карлсона уже... В позавчерашней партии, извиняюсь, значит, у Карлсона оставалось, по-моему, где-то час времени. То есть он потратил уже там к тому времени минут 40. Вот. А сейчас оба играют, ну, вообще не думая. Без раздумий. То есть, возможно, если Сергей сегодня как бы белыми не получит ничего, то партия быстро закончится в ничью. И завтра Магнус будет пытаться отыграться. Кстати, кто не знает, Магнус оштрафован вот на достаточно приличную сумму денег. Но, видимо, не для него. Значит, его оштрафовали на 10% от приза. Будет зависеть от того, как выиграет он матч или проиграет. Вот. Или на тайбрейке, если он проиграет. Там, по-моему, если на тайбрейке проигрываешь дополнительное время, то получаешь 45% от призового фонда. Миллион сто тысяч евро. Значит, если выиграешь в основное время, то, кажется, получаешь 40%, а победитель получает 60%. Так вот, значит, кто не в курсе, он позавчера после партии, он ушел просто с партии. Не с партии, то есть, он по контракту обязан присутствовать на пресс-конференции. Это, конечно, страшное правило. Вот. Те, кто играли в шахматы, особенно на высоком уровне, они знают, как это... Значит, как это страшно. То есть, когда ты проигрываешь там важнейшую партию, весь на нервах. Сидел там 5-6 часов, играл, и в итоге получаешь ноль. У тебя желание обсуждать эту партию с кем-то, ну, очень часто может просто не быть. Вот. Но по контракту ты обязан присутствовать на пресс-конференции, и Карлсон просто с нее ушел. Но там пункт прописан, что если нарушаешь правило, значит, 5% уходит в ХИД, то есть, организации, которые матч проводят. И 5%. А микрофон другой просто. Я купил новый микрофон, как и обещал. И микрофон, и гарнитуру. Вот. Сейчас я просто говорю в микрофон, который стоит на... На столе. Поэтому у меня голова там чуть ниже получается. Так, сейчас нам звонит Владимир. В общем, вот так вот. Оштрафован на 10% от приза. Да, приветствую, Владимир. Алло. Ты меня слышишь, нет? Алло, Миша, приветствую. Не слышно тебя, к сожалению. Ну... Так. Так, а в трансляции-то меня слышно? Балыч. Посмотри, в звуковых настройках, может быть. Скайпом. Алло, сейчас меня слышно, нет, Вов? Куда звук мог пропасть? Не слышно, да, меня? Так, короче... Так, значит, не получается у меня почему-то... Алло, нету, да? Ну, только через Steam Viewer подключаться мне, что ли? У меня есть трансляция, так, чё? Я не понимаю. Так, в Скайпе глянул, в настройках звуковые... Ещё уже одни проблемы с этим микрофоном. Значит, звонки, звуковые настройки. Я нажал микрофон. Выбрал. Он не работает, видно. Сейчас это народ... Да, он просто не работает. Да, а как поставить новый микрофон в настройках Скайпа? Типа, выдернуть и заново вставить, попробовать? Сейчас потеряю с вами связь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Раз, раз, так, значит... Сейчас трансляция-то идёт, нет? В общем, в Скайпах, в настройках не получается. Там только выбор одного микрофона, я не могу его подключить. Другой. А этот как бы показывает, что он пустой, мёртвый. Теперь есть, да. В общем, не получается по Скайпу созвониться. Что-то не то в настройках, значит. Так, в общем, в партии... Ну, сейчас пока, значит, остановимся на этом, посмотрим, что дальше. Значит, в партии... После ферзь Е6 Сергей наконец-то задумался впервые в этой партии. Думает уже минут 6-7. Вот. Ну, видимо, вспоминает. Или выбирает. Возможно, у него здесь есть продолжение на борьбу. А где-то есть, возможно, способы сразу же свернуть борьбу. Вот. Поэтому, возможно, сейчас он выберет, как ему дальше действовать. Ну, наверняка. Вот. Ну, какие могут быть варианты, непонятно. То есть, центр трещит. Вот. Возможно, он возьмёт ЕД. ЕД возьмёт. На что, скорее всего, Карлсон сыграет С4. Такой ход хитрый. Получается, что у белых как бы так называемых... В шахматах это называется островки. То есть, H2, F3, F2, D4... Смотрите, пешки, они как бы разрознены. Они не рядышком, не прикрывают друг друга. Так. Камера вернулась. Ну, просто он переподключается сам, видимо. Ещё такой вариант. Я могу включить на камере... Как его? Микрофон. Ну, тогда, может быть, начаться фонить или ещё что-то. Могу попробовать, если нормально будет. И созвониться по скайпу с Владимиром. Так, ЕД пошёл тем временем. Так, да, и С4 ответил Карлсон. То есть, да, это всё наверняка уже встречалось неоднократно. Я, честно говоря, сейчас не помню вот эту позицию. Но предыдущие несколько ходов я точно в своё время сам изучал. Вот. То есть, задача чёрных отбить постепенно эти дрова. В шахматах профессионалы их называют дрова. То есть, пешки разбросаны не как лес густой, а как просто там обгрызки дерева. Вот. И они во все стороны, значит, валяются. И стоит их собрать, съесть, и ты как бы выиграешь партию. Но, конечно, Сергей тут явно что-то готовил. Вот. Ну, напрашивается какой ход? Напрашивается ход вообще ладья на А4 пойти. Чтобы сразу же прицепиться к единственной слабости в лагере чёрных. Все остальные они просто отдали. Это к пешке С4. Так, комментатор. Так. Я не против. Так, Михаил готов помочь в решении проблем со звуком на завтра. Ну, если не удастся, да, то значит, тогда обязательно будем что-то решать. Сейчас просто я не могу сказать точно. Сейчас я попробую включить звук на камеру. Вот. И, может быть, через неё удастся созвониться. Надеюсь, что звук от этого не испортится. Но, в крайнем случае, отключим. Пока Корякин думает, есть как раз немножко времени. Так. Так, вот я сейчас подключил камеру и в ней звук. Скажите, как думаете, испортилось что-то или нет? Сейчас попробую набрать. Так. Так. Да, значит, сделал ход B3, тем временем... Сейчас, одну секунду. Меня слышно, Вов? Да, да, слышу. Всё, значит, я подключил камеру. Не знаю, как это отразится. Теперь у меня как бы два звука. И от микрофонов, которые я говорю, и от камеры. Ну, надеюсь, что это не сильно испортит всё. Ты позицию видел уже? Так, сейчас, секундочку. Трансляции... Я тебя слышу, да. Да, я включал трансляцию, немного смотрел, буквально минут пять назад. Ну, всем добрый вечер. Я понимаю, что идёт трансляция, да? Ну, да, да, да. Ты там открой тоже у себя, чтобы... Да. Чтобы видеть, кто что пишет и так далее. Хорошо. Ну, сегодня я так скажу по поводу вообще матчевой ситуации, да? Ты, наверное, уже много чего рассказал нашим слушателям. Да, я, в принципе, рассказал. Поэтому, наверное, чтобы второй раз одно и то же не говорить. Да, я скажу немножко по-другому. То есть, я сегодня, да и вчера, в принципе, общался со многими профессионалами США и мира. Вообще, вот, мысли о партии, значит, которую Карлсон проиграл позавчера. И как вообще... Какие мысли по поводу дальнейшего развития событий. Ну, и, в принципе, большинство, большинство сошлось на том, что Карлсон... Вот, очень хорошая мысль от Дани, думаю, последовала. То есть, я с ним пообщался достаточно плотно. Вот, от него, значит, последовала мысль, что Карлсон немножко не умеет играть позиции чуть похуже. Которая чуть похуже. Сейчас, секундочку, я доведу, как бы, до мысли его слова. То есть, он не любит такие позиции, где нужно аккуратно уравнять. То есть, он продолжает, как он сказал, понтоваться. То есть, образно говоря, выбирают, если мы помним момент, когда белые сели на А6, наверное, помним, да? Я не показывал сегодня, Вов, я не смог показывать партию. У меня были технические проблемы, значит. Давай пока остановимся на том, что на доске происходит. Тем более, что скоро... У меня есть такое ощущение плохое, что скоро партия закончится просто в ничью. Значит, во-первых, нам пишут, что хороший звук. То есть, мы вроде бы, значит, с этим справились. Значит, удалось. То есть, второе, второе. Значит, в партии последовал сейчас ход Б3. Значит, я ладья А4 предлагал, как вариант. Ну, значит, Карякину решил сыграть Б3. Карлсон взял ЦБ, слон бьет Б3. И забрал на Д6. То есть, по факту, без пешки черные, но они создали страшную угрозу. Обратите внимание, грозит ход слон Ц7. После чего будет практически неизбежный мат на Х2. Ну, то есть, единственный ход придется ходить Ф4. И мы ее забираем. То есть, вот как-то так. И эту позицию черные, естественно, легко выиграют. То есть, сейчас очень важно не зевнуть ход слон Ц7. Но он не должен, наш русский боец, русскоязычный боец, не должен такой зевать. То есть, у него есть какие идеи. Он может пойти ладьей на Ж1 сейчас. Вот такой ход с идеей ладью на Ж2 поставить и укрепить к своего короля по максимуму. Вот, другая идея, попробовать сделать связку. В надежде, что Карлсон возьмется за слона и тогда мы съедим ферзя. Вот, но там как-то ладья под боем стоит. Может быть, это немножко рискованным быть. Хотя, кстати, я уже вижу какие-то тактические удары. Сейчас я попробую показать, что я имею в виду. Если черные сыграют ладья А8, смотрите, какой забавный вариант есть, то последует такой удар слон бьет Ф7, кажется. Да, вот такой удар слон бьет Ф7. Значит, идея в том, что ладью брать нельзя там ладья бьет А8 без качества, а на король бьет Ф7 следует ферзь Б3 шаг, двойной удар, напал на короля и напал на Б6. И как бы белые, скорее всего, выиграли. Кстати, ладья А6 именно пошел Корякин, то есть заготовил такую хитрую ловушку. Значит, сейчас я быстренько отвечу на вопросы и передам второе слово Владимиру. Значит, насчет... Так, так, так... Что движок показывает, значит, не пользуемся движками своей головой исключительно. Так, оставьте так, как сегодня. Ну, да, значит, будем стараться. Хотел дослушать аналитику по восьмой партии. Значит, сейчас, значит, мы ее дослушаем. Перед этим скажу, что, в принципе, во вчерашней трансляции, в позавчерашней трансляции мы достаточно глубоко на ней останавливались. Вот, если пока больше никаких вопросов особо нет, сейчас гляну, что на Гудгейме. Нет качества тоже. А вот кто-то пишет, что такое же качество. Ну, не знаю, в общем, пока не было гневных речей, что это не то, то не так. Так, уже радует. Значит, Вов, в двух словах расскажи про вчерашнюю партию тогда. Про позавчерашнюю. Ну, да. Ну, что можно сказать? Позавчерашняя партия всегда доставила неимоверное удовольствие многим. Особенно Карлсон. Во-первых, да, то есть, наконец-то счет в матче, как говорится, размочили, да. Ну, точнее, не размочили, а просто результативная партия была. Сыгранная интрига на данный момент действительно закрутилась. И вот сейчас, как вот все, говорю, эксперты, то есть, склоняются к тому, то есть, насколько, как, что Карякину будет достаточно тяжело в этой ситуации. Вот. И если он окажется к ней не готов, то могут быть проблемы. То есть, Карлсон может спокойно отыграться и еще и дальше накатить. Но, как мы знаем, что все-таки Сергей провел достаточно длительную подготовку. И, в принципе, наверняка все психологические моменты, ну, как бы все, все, наверное, вряд ли, возможно, учесть. Но большинство, то есть, вот именно состояние спортсмена, я думаю, что все это проводились и тренинги, безусловно, и специальные, наверняка, упражнения. Значит, и вот партия, которая вот игралась, значит, я потерял немножечко мысль. Значит, естественно, были определенные качели, особенно, если говорить, ничего не предвещало совершенно того, что белые осуществят, значит, подобные мероприятия, которые они осуществили. Напомню, что под среднод белые начали, просто пошли вперед, то есть, начали рисковать. Ну, и вот, в общем-то, обсуждался момент хода БЦ, который, помнишь, Миша, мы достаточно осудили. Вот, значит, на разных, кстати, сайтах по-разному тоже его, значит, комментировали. Но я могу сказать, что тоже вот я с разными людьми общался, то есть, и у всех тоже разные мнения. Кто-то говорит совершенно бестолковый ход, другие же говорят, ход игры, победу, то есть, достаточно интересный и правильный. Я это тоже очень сильно удивился, но, видимо, что-то еще не соображаем за 20 с лишним лет в шахматах. Вот. Ну и прикол в том, что... Оба получается, да? Оба не соображаем? Ну, не только мы, да. Не только мы, но и шахматисты 2650 и 2700. Ну, я тогда отмечу специально для всех. Если бы Карлсон не пошел в БЦ, он бы точно партию не проиграл бы. Вот подумайте об этом. Да, ну, значит, смысл был в том, что максимально обострив ситуацию под Цветноцей, район 33-34 хода, Карлсон не пошел на форсированную ничью. Так нам казалось, что, скорее всего, ничья. Но черная вне зоны опасности, да? То есть, риска там мало, когда мы помним, белые могли на Д7 там забрать, то есть, и получить позицию, ну, потерять пешку на Е3, да? Миш, помнишь, наверное, момент. Я сейчас даже открыл партию, и дело в том, что я ее начал, значит, комментировать, и потом у меня звук исчез, и пришлось перезагружаться, и в итоге я начал где-то в 21.35, трансляция только нормально заработала в начале 11-го. В принципе, я партию сейчас открыл, могу быстро показать там в двух словах, рассказать детали. Да, ну, вот, в общем-то, значит, все совершенно профессионалы отметили ход H3 и король H2, великолепные действия. И причем абсолютно были уверены, что белые выигрывают. То есть, надо было, конечно, главная ошибка был 33-й ход, когда, значит, пошли ладья D8. Миш, кстати, включи, пожалуйста, значит, трансляцию, не трансляцию, в смысле демонстрацию экрана, потому как немножко с опозданием идет трансляция сама. Миш, ты здесь? Да, да. Да, и вот 33-м ходом, то есть, белые могли пойти E3, E4 и максимально обострить ситуацию. То есть, вот этот момент был достаточно показательный. Да, вот мы можем чуть дальше прокрутить. То есть, это все, казалось бы, правильно делали и одна, и другая сторона. То есть, черные, и допозиционные, значит, делали ставки, рельсы. У меня партия не до конца. Сейчас я попробую вспомнить, что там было. Ну, там был ферз D2, ладья B8. Вот, можем, как-то так, по-моему. Это я в муках вспомнил, да, значит. G3, по-моему, как-то так. Конь E5, слот G2. Вот это я предуме на... Да, H6 он пошел. H6, H3. H3, ты уверен, что он ходил? F4 он сразу пошел. Да, F4 он пошел. Метной F4, да. Да, конь A7, ферзь A3. Да, конь C6, ладья F8. Да, и вот тут про эту позицию я говорю, что белые могли ударить на D7, вот в этой ситуации. И после конь D7, ферзь D7, ферзь C3, король F1. Они теряли бы пешку на C4, но... Но партию бы не проиграли при этом. Партию бы, да. То есть партию бы они не проигрывали. Так вот, ферзь C1, король F2, ферзь C4. Вот можно продолжить вариант. Слон F3, скажем. Ну, или H4. Слон F3, да. Стоит-таки белым надо как-то укрепить короля немножко. Ну, альтернатива H4, может быть, поджать. Я думал, что короля на H3, там, если что, где-то нырять королем, там, может быть, и в 5 какие-то идеи присутствуют. Ну, в общем, это все сложнее. Объективно, наверное, здесь черный тоже слишком ушел от король белых. Да, и, значит, здесь было очень сильно сыграно H3. И последующий ход король H2. Да, и, значит, конь А4. Здесь вот надо было играть, конечно, Е4. Здесь совершенно очевидно, что Карлсон зевнул ход G6 на ладья D8. И для него это явилось главной проблемой. И вот, значит, заканчивая мысль о том, что говорили профессионалы, значит, очень опасная позиция могла бы возникнуть. Зевок хода G6 произошел. Просто зевок. То есть Карлсон зевнул, да. Ну, дальше что можно сказать? Коряхин в этом матче здорово отбивается. В принципе, у него, как и в предыдущих вообще партиях, его стиль, мы, как мы помним, играть до конца и спасать невероятные совершенно позиции. Мы можем вспомнить ее, скажем, неоднократные партии, значит, на Кубке мира, да, в преддверии матча претендентов, вот, где он по заказу просто вытворял невероятные кульбиты, можно сказать, да. Ну, да, и то есть я как бы объективно в этом плане фантастический цепок и просто здорово отбивался. И в какой-то момент Карлсон, видимо, вот это вот отбивание, то есть настолько уже начало раздражать, то, что вот Корякин и здесь спасает, и здесь спасает, что, возможно, Карлсон в этот момент даже начал сомневаться, вполне возможно. Вот, но удивляет, фантастически удивляет, что после контроля белые не сделали ход Е5. Это, конечно, фантастический просмотр, я даже не знаю, как это еще назвать. Миша, помнишь, да, белые могли просто активизировать слона? Нет, честно говоря, я не помню, я помню, что вот в этой позиции... Ферзь Б5 давал, по-моему, шансы на победу. Ферзь А3, Эппе, Король Ж7, значит, и здесь вместо Ферзь Б5 белые пошли Е7, Ферзь Б6, Ферзь Б6. Я отмечал, да, что Е5 ставило белых вне зону риска, потому что открывается слой великолепный. Ферзь Б5, то есть это фантастика, то есть он для такого гиганта, как Карлсон, то есть как бы даже нечего обсуждать, то есть такой ход делается автоматом. Он делается автоматом нами с тобой, кто сидит, значит, в комментаторской будке, а когда сам играешь, конечно, ошибки, они часто случаются. Объективно, имея 40 минут и звание чемпиона мира, я думаю, что всякий ход Е5-то несложный, человек все-таки тоже не, извини меня, не сушил там вафли, да, то есть готовился к матчу, тоже занимался, попытался войти в форму. Ну как, Е5 здесь автоматически ходит. Смотри, Вов, нам вопрос задавали, как сейчас стоит открытый вариант испанки, отлично стоит, играет народ, все в порядке. Почему? Да, есть мнение, что в открытый вариант испанки вот там есть определенная линия с продвижением пешки на Д3, что, по-моему, чуть ли не Мамедьяров не так давно играл, по-моему, все это приводит к какому-то району. Это уже сложности, значит. Вариант стоит отлично, играть можно. Значит, почему Карлсон Ферс С6 сыграл, мог бы хотя бы повторение проверить? Дело в том, что, во-первых, он, наверное, не понимал, что он хочет, то есть он не понимал, то ли он хочет выиграть, то ли ничья, то есть позиция такая скользкая. Во-вторых, после... Хорошую мысль я вот как бы озвучил. Все-таки я тоже думал, что сегодня можно рассказать, читать слушателям нашим, значит, то, что вот говорят профессионал, что действительно Карлсон очень плохо играет позиции, которые близки к ничьей, где надо именно соскакивать с позиции слабости, именно с позиции слабости. То есть, по сути дела, он привык играть худшие позиции, как не со стороны защищающей стороны, а как альфа-самец, как говорят в таких случаях. Поэтому E5, возможно, не пошел, что типа у меня лишняя пешка, пусть вот этот вот человек, сидящий напротив, сам делает вечный шаг. Ну, это условно, естественно. Вот. Ну, это неоднократно прослеживалось в его и других партиях, кто тщательно вообще изучал творчество Карлсона, где вот бывали позиции у него очевидно хуже, но и очевидно не совсем критично, да? Но надо уже потихонечку все подменивать, ну, и как-то переходить в какой-то безразноцвет. Но он такого не идет по этой линии, то есть он пытается показать или, может быть, даже доказать, что он гораздо круче и ищет какие-то другие возможности. Вот. Так что вот так вот. А вот в варианте, который мы смотрели, да, чуть ранее, когда Карлсон играл черными с Сергеем в седьмой партии, вот там тоже был момент, где элементарная ничья делала с разменом ладей, когда белые съели слоном на А6, вот он мог пойти ладья А8, съесть на А2 и поменять эти ладья сразу перейти в этот разноцвет с пешкой Б, ну, это совершенно битые ничья. А он решил не идти в этот эршпиль, а ставил просто пешку на Б4, показывая таким образом, что эта пешка никак не хуже пешек А2 и Б3. То есть, ну, это вообще, конечно, интересная мысль, но об этом говорят немало. Вот, ну, и вообще, в принципе, на длинной дистанции вот такие подобные понты должны губить по-хорошему. Вот, вот что, в принципе, я как бы хотел сказать. Ну, а вот Сергей, конечно, это противоположность, то есть он никогда не будет в такой ситуации фальшивить и понтить, то есть он 10 раз из 10 будет считать форсированную ничью. То есть он найдет форсированную ничью и пойдет на этот вариант посчитать, естественно. Значит, у нас проблемы с трансляцией, значит, народ пишет, проверьте потери пакетов в ОБС. Я не знаю, как это сделать, скажите. Проверю, скажу, что как. Советую прочитать пару статей по техническим вопросам. Прочитал статей 10, толку никакого. Это нужна практика, я так понимаю. А сегодня третий раз что-либо транслирую. Прошлые дни не лагало. То есть идет ретрансляция с Гудгейма. Может быть, там что-то. Потери пакетов. Что имеется в виду? Где посмотреть, что сказать? Да, к сожалению, я в этих делах не разбираюсь. Так, значит, у Корякина пока та же самая позиция. Думает Магнус после хода ладьи А6. Вот, задумался, минут на 13 уже думает. Либо вспоминает, либо ищет, как побороться, хотя позиция выглядит, как абсолютно равная. Вот, уж очень мало осталось материала, то есть буквально меньше, чем за час они истребили почти большую часть комплекта фигур, к сожалению. Так, ну сейчас-то вообще звук-то есть или нет? Или нет смысла ничего говорить? Пока никто ничего никто ничего не пишет. Да, что-то... Может быть, Антон, Good Game, скажи, пропадает трансляция? Ты сам где смотришь? На Ютубе или здесь? Так, Антон что-то ответил. На Good Game есть звук. Супер. А лагает вообще запись? Бывает, пропадает. То есть... С чем может быть связано? А, ну я смотрю на Ютубе. Так. Ну, в общем, пока никто не ходит. Ну, продолжай пока что-то говорить, значит. Ну, что можно сказать еще, значит. Я думаю, что... Про сегодняшнюю партию скажи, что происходит. Безусловно. Ну, сейчас мы к этой партии потихонечку подойдем. Я пока понимаю, что все это еще идет анализ. Как бы тут комментировать смысла особого нет. Мы можем посмотреть, какие партии игрались ранее. Этим вариантом. Ну, колоссальное, по-моему, количество партий игралось. В свое время этот вариант был очень популярен. Я помню, партии Широва тут. И белыми, и черными. Да и Накамуры, по-моему, партии. Ну, в общем, очень популярный вариант. Да, то есть... Сейчас пока комментировать. Попозже можем это все обсудить. Но я считаю, что решится... Возможно, все решится вообще в последней партии. В последней партии Карлсон будет играть белыми. Если я не ошибаюсь. Видишь? Правильно я говорю? Наверное. Ну, вроде белыми, да? Ну, да, да. Девятая. Белыми будет играть. Будет играть белыми. Ну, вот вопрос. То есть... Я думаю, что Горякин продолжает вот играть в той присущей как бы вот стратегии продерживаться. То есть... Игра даже, можно сказать, вторым где-то номером. Как все-таки преимущество за четыре тура хоть и небольшое, но все-таки оно есть, да? Все-таки надо выиграть партию. Пока партия почему-то не выигрывается Карлсон. Ну, и вопрос как будто как состояние его вот будет именно в последних вот партиях. То есть вот сейчас пару партий даже... Ну, да. Вот именно само состояние насколько оно будет стабильным или наоборот пошатнется. Вот в этом главный вопрос. И тогда мы уже можем говорить о... родился новый чемпион или нет. Пока, конечно, все равно еще говорит. но две-третьи дистанции пройден. Пока можно сказать, что незабитых мячей достаточно много. Вот. Ну, и вот нервы нервы Карлсона пошатнулись. Вопрос смог ли Карлсон восстановиться. Ну, вот мне кажется, что сегодня он и не против значит уравнять. так как остается тогда два белого. С другой стороны, как мы помним, все партии, где играл Карякин белыми, у Карлсона проблем нигде абсолютно не было вообще. Значит, смотри, нам пишут грамотные вещи, да, надо будет разбираться. Значит, во-первых, что часть народа ушла, с такими лагами смотреть невозможно. печально, значит, потом советуют поймить, Михаил, поймите, с тех проблемами далеко не уехать. Есть начинающие стримеры на Твиче, которых глохнут от того, что не понимают, как решить тому подобное. Хотя, хотелось бы вас видеть чаще и со зрителями. Приятно слышать, будем стараться, значит. Ну, разбираться будем, значит, кого-то просить там из знакомых, кто скажет, какие могут быть проблемы. В принципе, я все настраивал по науке, как написано там в видео, в статьях и так далее. Значит, пишут, вроде бы лучше стало, минуты три не лагало. Может быть, даже не в нас дело, а там, может быть, в Good Game лагает или еще что-то. Я вчера общался с одним из моих учеников, который смотрел. Он тоже сказал, что были задержки очень приличные. Ну, это интернет просто, видимо. Возможно, что-то с интернетом, он тоже самое сказал. Нет, у меня интернет нормальный, в принципе, то есть, проблем не было. Да, давай вернем, действительно, позицию, это нам правильно, правильно, зачем. господин Месоглот. У нас попросили рассказать про прошлую партию, значит, рассказали, в двух словах, Карлсон перегнул палку и проиграл. Гнул ее хорошо, конечно. То есть, ему могут дать медаль взорвения к баранке, это вот так вот называется. Ну. Значит, возвращают ту позицию, ладья 8, конечно, никакого не последует, это я вам показывал, какая может быть красивая ловушка. Вот. Для тех, кто только что подошел, значит, напомню, на ладья 8, кабани, удар, слон бьет f7 я нашел. Вот. Хотя, вдруг, движок может и опровергнуть, кстати, мало ли, но вроде бы я все посчитал, король, король бьет f7 и ферзь b3 и закончили. вот я уже приводил этот вариант. То есть, потеряли еще часть материала, и позиция плохая. Такого зевка, конечно, не последует, но вот начинающие, вот неопытные бойцы могут такое зевнуть. Вот. Но не Карлсон. Карлсон сейчас думает, как же ему вот этого слона с b6 поставить на диагонали и объявить сопернику мат. Но проблема в том, что белые сделали связку, вот, и слон пока не ходит. То есть, если слон случайно пойдет, то потеряется ферзь. Так, вопросы, нормально. Так, блин, я уже подумал, что все так, как было, только что на доске. И мне напомнило это зеркало с восьмой партии. Нет, такого зеркала, наверное, мы уже не увидим на практике. Это был разбор предыдущей партии, просто Карлсон почему-то уснул. То есть, он не ходит, думает, выбирает. У него большое количество возможностей, но я честно говоря, Вов, я что-то не понимаю, как вообще такую позицию можно выиграть или проиграть. Тут же по идее только один результат, нет? Нет, ну проиграть, в принципе, наверное, мне кажется, даже без пешки на Д4 тоже, честно говоря, вполне возможно. ты спрашиваешь, но я даже сказать тут нечего, то есть, проиграть, мне кажется, можно любую позицию. В принципе, я думаю, что практически ничего не осталось на доске, позиция, ну, по три пешки на одном фланге и слабости, которая компенсируется, то есть, лишней пешкой. То есть, позиция, в принципе, динамического равновесия, вот, но вряд ли Карлсон будет пытаться сыграть в ящик и в этой партии. Все-таки ему уже проиграть нельзя, потому что совершенно что Карлсон будет делать ставки на две белых партии, да. Ну, то есть, скорее всего, партия должна, по идее, в будущем закончиться все-таки в ничью, но на самом деле они многие должны были закончиться в ничью, и мы помним, к чему это часто приводило. Так, может быть, какие-то вопросы? Народ, пока не лагает, задавайте вопросы. На Гудгейме, значит, все молчаливые, никто ничего не говорит. На Твиче была движуха, но видишь, лаги, они немножко подпортили нам. и Карлсон не ходят, даже как бы обсудить особо по их партии нечего. Я одно могу сказать уверенно, что все это теория, а одну, можно ради интереса я сейчас проверю, как часто эта позиция встречалась на практике. Это надо сделать поиск просто, не полениться. я расставляю позицию сейчас в этом, в чесбейзе. Мне кажется, я запомнил, как в ней, что было. Так, так, так. Слон Е3, С5, Е5, Ферс Е6, ЕД, С4, Б3, забрал, забрал, забрал. АДА6, сейчас я вам скажу, встречалась ли эта позиция на практике хоть раз. Так, ну, по крайней мере, до 2016 года вроде бы не встречалась. А где произошло отклонение? Б3. Б3 игралась в партии Накамура Косымжанов. Ну, да, я почему искал, что где-то Накамура партию вспомнил. Значит, если верить Меге, ну, по крайней мере, не переписочникам, а именно тем, кто играет в классику, значит, вот в этой позиции, сейчас я ее покажу. Так, где у нас позиция с доски? Да, вот в этой позиции Косымжанов, гроссмейстер, знаменитый, чемпион мира Фиде, по версии Фиде, значит, выигрывал нокаут в свое время, там, на выбывание, вот, по-моему, не выиграв ни одной партии в классику, ну, по крайней мере, немного он их выигрывал, в основном, там, быстро и всех бомбил, да? Да, был такой. Вот, значит, это раньше приравнилось к званию чемпиона мира, там, отчасти, значит, вот он черными в этой позиции, известный теоретик, Рустам Косымжанов, значит, он играл на высоком уровне и был секундантом Ананды и так далее, вот он ходил с накамурой С3 в этой позиции, вот, и партию проиграл в итоге в борьбе, получается, что, как бы, Карлсон, возможно, совершил сегодня новинку, вот, наверное, если включить движок, новинка будет на этом самом, на виду, да? И вот, как бы, вот эта позиция, вроде бы, как не встречалась после хода ладья А6. Так, нам вопрос идет на Твиче. Читал, что кто-то из экспертов говорил, что Корякин очень слабо играет дебюты, согласны ли вы с этим утверждением, и если да, то в чем, по-вашему, причина этого? Нет, вряд ли кто-то из экспертов именно мог такое сказать, Корякин, по-моему, и именно у него очень шикарно поставлен дебют, то есть... Нет, про Карлсона и про Корякина спрашивают. Ну, вопрос написан Корякин, может быть, опечатка? Может быть, Карлсон играет слабо дебют? Ну, он не может его играть слабо, значит, он может его играть хуже, чем несколько, там, великих его предшественников, типа, там, Каспарова, Крамника, то есть, они глубже копали. Ананда того же, вот. Ну, и сейчас он этот компонент подтянул, раньше, может быть, действительно, лет 5 назад, на мой взгляд, он именно уступал в качестве дебютной подготовки. Но, опять же, не то, ее мнение, а там Владимир добавит. А Корякин, безусловно, блестящий. Добавить, в принципе, нечего, можно ли сказать, что тренерский штаб у Корякина с приходом Матылева, естественно, вот именно теоретическая подготовка стала более глубокой. То есть, ну, и вот Володя Поткин, наверное, один из лучших теоретиков в мире. Вот. и как теоретик, так и умение работать именно с информацией, обрабатывать ее. Поэтому, я думаю, что с этим проблем как раз-таки никаких нету, то есть, и не было по большому счету. Может быть, когда-то в юности, может быть, он не играл. Да, по этому вопросу, да, мы коротко, лаконично, я думаю, рассказали. Значит, Карлсон думает уже около 30 минут. Ну, да, да, может быть, даже чуть больше. Можете объяснить новичкам, как влияют такие затяжные ходы на настрой, и, в общем, может ли бить по морали краткая потеря во времени? Ну, он сейчас думает целенаправленно, он понимает, что его позиция относительно безопасная, он ищет какие-то возможности. Настрой у него, я уверен, обычный, то есть, он успел околиматься, несмотря на потерю 40-60 тысяч евро и проигрышу важной партии, что может быть более важно. Значит, затяжные ходы это умение сильного шахматиста в нужный момент задуматься. Вот, значит, то есть, поймать, так сказать, критический момент в партии. Дело в том, что я не удивлюсь, если эта позиция все еще стояла у него дома на доске, но он, скорее всего, возможно, не был уверен, что она именно сегодня случится, то есть, возможно, он сидит, вспоминает. Возможно, значит, он сейчас раздумывает, как почетче сделать ничью. Может быть, он сейчас думает, как бы поиграть на перехват. Вот. Ну, то есть, никаких особо дискомфортов у него нету. Владимир, коротко, лаконично, что-нибудь добавь, если есть. Да, добавить пока нечего, то есть, я думаю, что все под контролем у черных. 100% в позиции разбирался. Значит, следующий вопрос, что-то народу мало смотрят все у немцева, у немцева. честно говоря, шахматиста такого немцева я не знаю, к сожалению. Вот. Не видел. Значит, ну, более раскрученный, значит, может быть, в чем-то интерес, может быть, у него не лагает, не знаю, какие-то такие, может быть, Может быть, более качественные даже материалы, я даже не знаю, как еще, что можно сказать. Вполне возможно. Так, мясо, все, подожди, а сколько времени максимум тратили комментаторы на ход? Ну, 50 минут я тратил на ход, бывало такое. В основном, конечно, обычно, особенно с современным контролем, надо же понимать, они играют сейчас удлиненный контроль. Значит, мы сейчас в основном играем такой контроль, 90 минут на всю партию до конца, плюс 30 секунд на каждый ход. То есть, если раньше люди могли позволить себе там подумать часик-другой, даже бывали такие случаи в истории шахмат, то сейчас это просто физически невозможно, контроль убыстряется, шахматы молодеют, они становятся более такой телевизионной игрой, то есть, ну вот, стал бы там кто-то смотреть там, 10-часовые партии, но это совсем уж тяжело все-таки. Вот, поэтому сейчас, наверное, максимум я могу себе позволить потратить на ход минут 15, то есть, больше это уже расточительство, вот, а с большим контролем тратить 30-40 минут, это как раз грамотно, когда у тебя есть много времени, тебе нужно определиться с четким дальнейшим продолжением игры. да, Владимир. Ну, кстати, да, я тут вспомнил одну историю, давай, давай. Были похожие истории по поводу траты времени, значит, на ход. Была у меня такая ситуация, значит, играл я в Черногории, чемпионат Европы, и, по-моему, во втором или в третьем туре я встречался с каким-то турком, порядка, рейтинг, две, может быть, две четыреста приблизительно. Ну, то есть, мастер. и у меня вот, да, у меня была очень хорошая позиция, большой, огромный совершенно перес во времени, это точнее, где-то час против шести минут, вот, ну, и у меня, значит, позиция, где я могу нанести очень красивую комбинацию, так, в принципе, это не раз описывалось в книжках различных, что, когда там красивое что-то есть, ну, не обязательно туда влезать, да, когда позиция так выиграна. Ну, еще надо было решиться на жертву ладьи. Вот, значит, я решил подумать, значит, все по науке сделать, значит, посмотрел, посчитал, ну, до конца что-то не могу засчитать, сосредоточился. Ну, сказать так, что форма была хорошая, это сказать ничего, форма была отвратительная, это первый признак, кстати, цветнов. Вот, ну, и, значит, ситуация случилась такая, то есть, я начал думать, смотрю на часы, у меня осталось 40 минут, потом, значит, я опять пересчитываю, значит, этот вариант, не могу опять до конца досчитать, метаюсь на другой, мне становится 20 минут, потом становится почему-то 10 минут, 5 минут, ну, и в какой-то момент я ловлю просто взгляд противника, он подумал, что я просто спятил, то есть, он, наверное, просто сошел с ума, человек, потому что, как в такой позиции продумать час, и когда у меня осталось меньше 30 секунд, вот в этой ситуации, ну, я, в общем-то, сделал интуитивный ход, который я даже не считал, он оказался сильным, и я партию выиграл, но, и жертва ладей, кстати, тоже проходила, ну, вот самый, наверное, длинный расчет, маразматичный, произошел именно в 2009 году, с тех пор, я столько, по-моему, не думал, когда, это просто, да, добавлю, что на самом деле, иногда бывает, погрузился в позицию, задумался, потом смотришь на время, бабах, а его уже почти не осталось, то есть, в этом процессе, иногда просто мозг отключается от всего вокруг, вот, и думаешь только о позиции, а время тает, вот, значит, там был такой еще вопрос от Антона, 23 минуты думает Карлсон, какие ходы считает, но он, кстати, уже сделал ход, сейчас скажу, ну, какие он здесь считал ходы, ладья 8, скорее всего, он посчитал секунды 2, обнаружив удар на F7, вот, возможно, рассматривал ход G6, например, вот, какую-то ладью поставить на D8, но это опасно, пункт F7 ослабляется, он, кстати, так и сыграл в партии, вот, может быть, коня на F4 сразу же прокинуть, но позиция такая, она скользкая, вот, все подвисает, все под связками, все под слоу, как говорят у варкрафтеров, значит, так что, ну, как бы выбирает, да, большое количество возможностей, вот, если бы, например, в этом турнире можно было предлагать ничью, вроде же, да, нельзя, да, Вов? Мне кажется, что можно, да, ну, может быть, Корякин ему ничью предложил, то есть, мы не знаем, но, мау ли, в принципе, позиция такая, что нечем особо играть, на самом деле, пока что, скоро может появиться, что-что? Да, извини, извини, продолжу, продолжу, да, да, в общем, в партии он сыграл ладья Ф на Д8, он решил выбрать вот этот ход, ход рискованный, ослабляется пункт Ф7, то есть, теперь какие-то удары нужно постоянно считать, связанные с шахом и выбросом ферзя на Б3, пока не проходит, но пункт порослабился, вот, может быть, перевод ферзя на А2, то есть, постепенно как-то, ну, вот, может быть, ну, ладья Ж1, мне кажется, сейчас будет рассматривать какой-то ход, ну, в общем, позиция такая, пока непонятно, что здесь комментировать, вот, поэтому больше пока настроен отвечать на ваши вопросы, так, у меня одного залагало, наверное, может быть, так, сейчас, а, вот, подожди, пошли вопросы, сейчас будет много интересного, сколько так, все любят клоунов, к сожалению, так, но это не про нас, я понял, значит, да, есть такое, самый нормальный бесплатный стрим, ЧС-24, но там мозг напрягать надо, переводить на русский, ну, английский язык, да, те, кто знают, могут смотреть, так сказать, в оригинале, тут вопрос созрел, знаете ли вы, кто такой Игорь Немцов, человек рекламирует свою школу шахмат, ну, я его никогда в жизни не видел, то есть, не элитный шахматист, то есть, не мастер, ну, есть там звание, гроссмейстер, мастер, потом мастер Фиде, потом кандидат мастера спорта, вот, где-то вот, в том направлении, мне кажется, так, ты, я так понял, тоже не слышал, да, про такого шахматиста? Да, конечно, не слышал. Вот, Грещук, вот Грещук слышал, лично знаю, то есть, и так далее, Грещук на прошлом Кубке Мира в Цейтнот залез в партию с Федосеевым, причем на одном своего, а, ни одного своего хода не сделал, когда его спросили, о чем он думал, он ответил, что вспоминал, но я уже говорил, это у Грещука, у него такая особенность, он думает даже тогда, когда все знает, вот, из-за этого, кстати, часто бывают Цейтноты, в которых он иногда бывает, теряет все, что накопил, который мешает ему бороться за звание чемпиона мира. Вот. Владимир? Да, да. Ну, на самом деле, не ответствует, значит, на следующий, ну, Грещук не так давно был вторым в мире по рейтингу, то есть, в принципе, он, он в элите, да, он один из лучших, но есть у него такая проблема с Цейтнотами, он думает даже тогда, когда все знает. Да, он иногда вспоминает, иногда просто привычка вот такая, не очень хорошая, но это не мешает ему быть там в топ-10 уж точно мира. Всегда стабильно. Я могу рассказать тоже историю про Грещука, как раз-таки очень известная, ну, малоизвестная история, но тем не менее, значит, от близких людей в его окружении, то есть, точнее, от одного из его секундантов, значит, помнишь, был турнир чемпионат мира. Это не тот секундан, с которым мы сейчас с тобой в блицок играли перед Сауниками и в Москве. Понял. Значит, нет, на самом деле, речь идет об Андрее Щекачеве. А, ну, понял. Миросмейстер, который во Франции живет. Значит, там была ситуация такая, что перед партией с Анандом, значит, во-первых, Грещук очень слабо выступал в турнире, это был чемпионат как раз мира, помните, который Топалов выиграл двухкруговой, который приходил в Мексике и в Испанию, по-моему, если не ошибаюсь, да? Да, да, да. Да. Ну, там, первый круг, Топалов, кажется, с огромным запасом вынес первый круг, второй круг тоже прошелся по всем. Вот. Значит, в одной из партий как раз Грещук игрался Анандом, и, значит, Яковенко и Щекачев, значит, они, значит, придумали, точнее, Щекачев придумал обалденную новинку совершенно, и, а Дима Яковенко, значит, соответственно, я тут все раскрутил, потому как он очень здорово обращался, значит, с компьютером, и очень донализировали, они, да, краха полного. Ну, и, значит, происходит эта ситуация, значит, партия с Анандом, то есть, Игорь Щекачев, значит, начинает думать, начинает думать, а смысл такой, что секунданты обычно имеют некий процент, который оговаривается, ну, как сказать, не то, что даже бонус, бонусные имеются за победу в турнире или за какое-то место, но обычно какой-то процент от успеха игрока они имеют. Естественно, там, разница между последним местом и предпоследним может составлять 20 или 30 тысяч евро у победителя, соответственно, это тоже некоторые деньги для тренеров или для секундантов. Ну, и вот в этот момент, значит, это одна из последних партий, по-моему, я сейчас точно не помню, идет строго по анализу, и Грещук, значит, попадает в цейтнот, но потом, значит, играет, значит, по анализу, выносит Ананда, Ананда, там, глаза по 5 копеек, ничего не может понять, что происходит, ну, просто вынесли его, значит, по первой линии, ну, и Грещук, значит, выходит, ну, этих, естественно, плюс 2 тысячи евро или минус 2 тысячи евро, да, то есть разница, тем более, все на блюдечке, вот, она говорит, ну, и Грещук говорит, ну что, как я катал, говорит, как вообще, как вам понравилось, ну, конечно же, шеф, вы играли великолепно, вот, в общем, такая вот история была, да, то есть, достаточно забавная, поэтому, цветнот еще не признак того, что ничего не разубрано. Так, идем дальше. Да. уже отвечали, что не знают такого шахматиста, нет, не знаем, значит, у меня одного залагало могло, нельзя ничью до 30-го хода, опять лагает, ребята, решайте вопросы, как и кончится, как вам придет народ, только не лагайте, плиз. Игорь Немцов, мастер сведе, с рейтингом 2.137. Ну, понятно, в общем, скажите, что надо сделать, чтобы научиться играть в пулю. В пулю ты имеешь ввиду, это самое, по одной минуте? Ну, вот, на эту тему Грещук очень хорошо в свое время ответил, когда он, кажется, стал чемпионом мира по Блицу, не так давно он давал интервью, а может быть, до этого, когда тоже, ну, что-то про Блиц было. В общем, идея такая была, как научиться играть хорошо в Блиц, он ответил просто и лаконично, чтобы хорошо играть в Блиц, нужно просто хорошо играть в шахматы. Вот. Да, абсолютно верно. Вот, то есть, ну, надо еще любить это дело, я, например, очень люблю играть в Блиц, играл со многими, играл с Грещуком, в том числе Блиц-матчи. Вот, и не только. Значит, надо работать хорошо, заниматься, стараться, и практика нужна, безусловно. Вот я, например, не играл там какое-то время, вот, иногда бывает просто сидишь и уже ничего не видишь. То есть, практиковаться безостановочно. Ну, по поводу Буллета, я могу сказать, что это меня, через это тоже, наверное, каждый из нас проходил, Миш, то есть, эти беспросветные ночные минутки, вот, могу лишь сказать, что тренироваться, в принципе, можно. Тренироваться, это надо научиться быть с мышью на тыль, должна быть скоростная мышь, именно, которая там, значит, еле-еле ползает. Ну, и, в принципе, надо стремиться к тому, чтобы за секунду успевать делать 10 ходов. То есть, это можно без, значит, без, значит, подключения, то есть, вам нужно научиться просто на доске передвигать фигуры, то есть, в таком ключе. Если найти это прямов, на планете, это, соответственно, клик, не клик-клик, а называется, по-моему, драг-драг, да, то есть, драг, по-моему, это, значит, тянуть фигурку. Вот, но это уже свои, свои специфики есть, конечно, тут монстры этого дела, но уже, я, скажем, уже отошел от минуток, потому что, это очень энергозатратное дело. Значит, как, какую мышь посоветуете? Такой вопрос задают. Ну, у меня обычная, то есть, ничего тут особенного, геймерские мышки абсолютно не нужны, все, что нужно, это быстро работать рукой, и вперед, то есть, все накидывать вперед, желательно, и желательно заранее. Вот, прямов, когда говорилось, это имеется в виду, прямов, то есть, ход заранее делается, там, есть такая опция, не везде, но есть. Так, когда все это начиналось, кстати, вот, на ICC, был самый такой раскрученный сайт, то есть, сейчас, уже, скорее всего, ческом, да, то есть, или чес-24, но, именно платформа, игровая ICC, ну, большой популярностью, то есть, среди игроков пользовался, то есть, так всегда играли, ведущие шахматисты мира, вот, и, значит, один из сильнейших плитсоров того времени, был немецкий гроссмейстер Роланд Шмальц, по кличке Хоуки, и он даже написал книги, по тому, как играть минутки, вот, если, в принципе, вы найдете эту, то есть, эту книжку, то есть, именно Роланд Хоуки, я не помню, как она называлась, но, там даже ловушки, на типа, к примеру, каких-то форсированных вариантов, где, образно говоря, белые играют Д4, черные Ж6, а белые играют слон А6, и на слон Ж7, у них уже, прямов слон Г7, слон Г8 стоит, ну, то есть, у него там разбиралось, вплоть до, вот, когда вы играете с дураками, когда вы играете, значит, со слабыми, сильными, то есть, какие-то тонкости он там рассказывал, так что, наверное, лучше обратиться к профессионалу этого дела, там, наверняка, и про мышки есть информация, значит, как-то так. Очень сложный вопрос нам задает, вот, сейчас, пока я его пропущу, потому что он очень объемный, в двух словах, у Ладья Ж1 сыграл, во-первых, Корякин, как я и предполагал, теперь слон С7 всегда будет не опасно, у Ладья встанет на Ж2, но я не имею ввиду потери Ферзя, я говорю, в принципе, что какая-то защита есть, вот, даже в крайнем случае, есть какой-то удивительный белый ход у Ладьёй на Ж3, подбой, после Коньбет Ж3, АЖ, они тоже, ну, должны быть в относительной безопасности, но это на самый крайний случай, Ладья рвется по линии Ж, она смотрит на Короля, вот, где-то готовится ход у Ладьёй на Ж5, вот, либо Ладья Ж2, подкрепляя, ну, позиции пока все, такая же оценка, примерное равенство, да, но ребята начали палить время, это уже хорошо, то есть, чем больше шансов, что будет Сейтнот, тем лучше, значит, Ферз Д7 ответил, Карлсон и соперники пока думают, сейчас, в принципе, была идея перевода Ладьи, через Ж4, наверное, да, я так понимаю, район поле Е4, то есть, сейчас, значит, одну секунду, идем дальше, на каких площадках вы играете, значит, я сейчас для стрима играл несколько раз на, на Чес планете, значит, я не особо люблю этот, это место, значит, но оно как бы самое простое, вот, больше всего я любил играть на ICC, в том числе, там, набивал рейтинг выше 3000, то есть, чтобы играть самыми сильными, но это было очень давно, это был 2008 год, 2007, то есть, когда я там был, в относительном топе, значит, сейчас, вроде бы, Чес 24, там еще что-то, но я там не играю, то есть, иногда играю за команду друзей, шахматистов известных, играю за, на Чес Вегасе, за команду Белоруссии, там, Белая Вежа, Минск, там, все дела, вот, есть одно видео, я на YouTube выкладывал, где я там играю, вроде выиграл все партии, минут, там 20-30 обычно идет турнир, вот, но Владимир играет, естественно, на Чес 24, с самыми топами, вот, ну и на ACC, я так понимаю, то есть, вообще, я, наверное, играю на Ческом, Ческом, да, Ческом, извиняюсь, и на самом деле, очень редко играю, то есть, это чисто по желанию, потому что сейчас, честно говоря, времени мало, вот, играть под собственной фамилией, именем, конечно, это не самая лучшая идея, потому как сейчас все готовятся, все даже могут при подготовке использовать партии, которые вы играете на платформах, поэтому лучше создавать сники инкогнито, то есть, и играть под ними. Да, значит, следующий вопрос, к сожалению, в Твиттере знаменитый стример, который я периодически смотрю, призвал смотреть Немцева, но, ребята, после этого Чемпионата мира с вашими знаниями вы сможете захватить аудиторию, желающую понимать шахматах. Клоуны убегут от вас и от Немцева. Ну, я читал, да, что Мэтт, Мэтт написал у себя в Твиттере, что, типа, угарный мужик, там, что-то на балконе, мат ставит постоянно коросну. Ну, народу это нравится, да, Мэтт достаточно известный, авторитетный человек в мире стримерства, блогов там и прочего. Так, значит, Е4, Б6, Слона 6, подбой. Да, там вариантов много, но все это работает только один раз, и как бы это не совсем шахматы, на мой взгляд, это полный бред. Как определяете читеров? Ну, легко, то есть, можете мне сейчас задать любой практически вопрос по шахматам, и если я начну там куда-нибудь лезть, значит, я пользуюсь подсказками. Ну, на самом деле, кроме шуток, проблема очень тяжелая, и тоже она заслуживает, не знаю, там, отдельных, отдельной докторской, мне кажется, да? Вот, сейчас, там, ловят, уже дошло до того, что известных гроссмейстеров ловят за руку, бывает и такое, то есть, печально. Вот, значит, вопрос был, Владимир, ну, очень сложный вопрос, три самых сильных шахматиста, топ-3 выдающих шахматистов, на наш взгляд, ну, блин, тут очень тяжело ответить, чтобы никого не обидеть, поэтому, давай, ты первый. Ну, я назову, естественно, Фишера Каспарова, то есть, эти первых двух, которые, как бы, для меня являлись, как бы, да, то есть, ну, Каспаров, ввиду того, что я родился в это время, то есть, увидел, как он играл, и какой пик, то есть, это что-то новое было, фантастическое, ну, Фишера, это, как бы, те партии, которых я учился, вот, ну, наверное, третий шахматист, что можно сказать, прям, что я партии его, прям, изучал, и, ну, много очень партий просмотрено, ну, наверное, классики, то есть, как бы, третий, наверное, я даже и не выделил, но мне, в принципе, нравится, как Горячук играет, на самом деле, мало того, что, как бы, хорошо я с ним знаком, просто, ну, и просто нравится, как он играет, пожалуй, так, ну, у меня будут другие, самые выдающиеся шахматисты, значит, я назову Алехина, вот, на мой взгляд, первым вывел шахматы на новый уровень подготовки, назову Ботвинника, его последователя, благодаря которому и появились такие выдающиеся игроки, как Каспаров, и же с ними, вот, ну, очень тяжелый вопрос, потому что, на самом деле, хочется назвать человек 20 сходу, вот, чтобы никого не обидеть, но, наверное, да, Фишер, Каспаров, вот, кто-то из них, опять же, как понять выдающееся, то есть, свое время, кто внес больше всего, больший вклад именно в развитие шахмат, популяризации и так далее, то есть, в принципе, все чемпионы мира, безусловно, вот, и те, кто были возле них, вторые, там, Керис, вечно второй его называли, то есть, там, столько раз он занимал вторые места, был близок, тоже выдающийся шахматист, по-своему, не, ну, если говорим, про тройку, как бы, ну, выделить, как бы, я выделил двух, но остальные, как бы, у меня стоят, естественно, как бы, в одном ряду, то есть, очень сложный вопрос, очень сложный вопрос, если вы опросите 100 гроссмейстеров, они вам дадут 100 разных вариантов ответов, запросто просто, так, реально ли как-то понять в онлайне, что человек пользуется программами, можете, какой-либо характерной черты, ну, конечно, когда он сидит, тайминги, так называемые, то есть, сидит там и играет, постоянно задумываясь, вот, а когда окончается время, уже начинает играть свою силу, это самый явный признак того, что человек читер, вот, ну и плюс, таких, в принципе, ловят, есть специальные программы, они отслеживают все это дело, у них там есть специальные алгоритмы, вот, этих людей отлавливают, которые пользуются компьютерами, есть какие-то, по-моему, где вообще компьютер за тебя аж ходят просто, скрипты какие-то, я не особо в этом силен, но знаю, что с этим борются, вот, но, в принципе, никто, никто не мешает, никто не мешает взять смартфон, положить его там перед собой, и пальцем двигать, и, ну, и как бы, если большой контроль времени, то, игра в Блиц, в интернете, она превращается в какой-то фарс, так, давайте поддержу тему, кто, на ваш взгляд, лучший шахматист, не ставший чемпионом мира, ну, Керес, 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 для меня это Керес, безусловно. Для меня, наверное, полуморфи, пожалуй. Ну, это другое время, имеется в виду, давайте, назовем Чегорин, а? Более всего, да. Значит, давайте так, если из тех, кто был там 100-150 лет назад, то, наверное, Морфи, Чегорин, вот эти, выдающие шахматисты, там, Цукер Торт мог, наверное, тоже стать чемпионом мира, там, все могли, а из современных шахматистов, более-менее классиков, это Керес, на мой взгляд. У тебя есть какие-то мысли про шахматистов, уже когда появились чемпионы мира, кто второй? Не ставший. Не ставший, или который не станет. Ну, тут вопрос именно не ставший, но мы не будем современников называть, там, они еще, может быть, станут. Ну, Керес, в принципе, я смотрел вот книгу, 100 партий, Керес достаточно неплохо, да, играл, мягко говоря, да, ну, я, наверное, отнес бы каких-то советских, наверное, гроссминистеров, очень много было, целая прям россыпь, поэтому, я, наверное, не буду даже на этот вопрос, как бы, отвечать. Если хотите, вбейте в гугле, вечно второй Керес, почитайте, вот, был очень близок, сказочно близок, к тому, чтобы стать чемпионом мира. Так, почему Корякин сыграл ладья G4, а не G5 с продвижением на D5. Давай вернемся к позиции. Да, Корякин сыграл, действительно, ладью на G4, просто пока особо ничего не происходит. Ну, вероятнее всего, на ладья G5 его смущал ответ, может быть, ферзь H3, как-то вот вброс такой ферзя. Может быть, слон бьет D4 смущал его. По-канабски. Не проходило там, просто взять. Подожди. опасно, наверное, да, то есть, восьмой ряд же будет. Слон бьет Вот. Нет, слон бьет D4, наверное, не проходит. Скорее всего, ферзь H3 вбрасывание такое по-канадски. Ему не понравилось, защитили коня, ферзь тут голову морочит, на F3 прицепился. Вот, уже слон C7 пограживает, там ладья бьет B3, какие-то тактики. Ну, например, как проиграть партию при большом желании. Сейчас какой-нибудь посторонний ход сделаем. Не знаю, F4 убрал из-под боя пешку. Нет, F4 плохая идея. Так, нужен ход. Ход плохой нужен. Не знаю, там ладья G4, например, пошел, неожиданно тебе... Давайте слон D5 какой-нибудь ход сделаем. Ну, например, там, не знаю, вот уже напали на мат, уже слон, смотрите, на H2 смотрит и фербет H2 угрожает. Вот, и где-то в вариантах, там даже если как-то защитился, следуют всякие удары на B3. Ну, вот, как же исполнить-то все это по красоте. Хочу ударить на B3, ферзь F1 и фербет H6 в F1 использовать. Не получится, да, так просто? Ну, ты мог, наверное, сразу какой-нибудь удар на D4 там залепить. Может быть, да, вот как-то так, то есть, это... То есть, взял, взял, и вот оно в F1 на A6, то есть, висячие фигуры опадают, как я люблю говорить, и отъели. Вот, и, кстати, все поровну, и позиции черных только стратегически лучше, не более того. То есть, какие-то витают в облаках тактические удары, потому что ладья на A6 подвисает, слоны там, ферзи, тут какие-то рентгены, то есть, все вот это где-то может сказаться. И вот поэтому, в принципе, Корякин сделал ход у ладья G4. С одной стороны, он защитил свою пешку важную, с другой стороны, ладья теперь играет и не дает ферзю выскакивать в бой. Вот, возможностей у черных много, они могут конем вернуться с края доски, например, на F6. Может быть, слонцы 7 могут пока походить, то есть, так может быть, кони F6 может быть, какой-то G6 может быть, есть ход. Вот, ну, а вот кони F6 уже исполнено, Карлсон, угадали. Думаю, сейчас Корякин, значит, давайте быстро пойдем дальше по вопросам, пока из-за лагов от нас все не сбежали. Так, тайминг и анализ после партии, больше способов я не знаю. Да, да, все верно. Так, паттерны на доске, видите ли, их сразу надо заучивать. Паттерны на доске, видите ли, их сразу надо заучивать. Не совсем понял вопрос, можно еще раз? А Корчной? А, ну, безусловно, да, Виктор Львович Корчной, конечно, мы его незаслуженно не упомянули, он тоже был человеком сказочно близком к Короне, то есть, и верно. Да, Владимир? Да, да. Да, Виктор Львович гениальный шахматист и, наверное, один из самых долгожителей в шахматах с точки зрения игры, в возрасте он обыгрывал там, в том числе, элитных шахматистов, там, типа Коруаны, вот, уже будучи достаточно в возрасте. Какой на данный момент процент побед компьютера над профи? Играл ли нынешний чемпион с компьютером официально? Ну, на данный момент процент компьютера с профи будет примерно 100%, вот, если чемпион сделает пару ничьих, это будет успех. Сейчас компьютер дает форы и все равно обыгрывает там, типа, несколько ходов вперед, там, какие-то пешки может давать и все равно выигрывает. Более подробно сейчас Владимир, я думаю, расскажет, вот, на эту тему. был матч не так давно, на Камору, по-моему, играл со Стокфишем и в каждой партии была разная, значит, фора, значит, по-моему, в одной из партий было лишнее качество, то есть у черных не хватало ладьи, у белых, значит, да, у белых ладьи, значит, нет коня, то есть у черных, да, то есть чистого качества и, по-моему, пару лишних темпов. В другой партии, по-моему, чуть ли не три пешки лишние, там, четыре хода впереди-вперед или там, я уже точно не помню, но это можно найти, посмотреть, на Камору, по-моему, Стокфиш матч. Там смысл в том, что на Камору не выиграл ни одной партии, даже, по-моему, проиграл с каким-то счетом минус три или минус четыре, что ли, партии шесть, они играли или восемь, сейчас точно не могу сказать, но концовка, в общем, печальна, то есть сильнейший шахматиста мира, то есть, к сожалению, сейчас беспомощный перед бездушным существом. Как-то так. К сожалению, сейчас я не вижу вопроса, немножечко сейчас я поточнее посмотрю. Сейчас, значит, да, про Накамору ты рассказал, естественно, да? Да, да. Значит, пока ладья аж четыре отреагировал Корякин, не особо долго думая, кстати, позиция уже становится более боевой, фигуры начинают быть разбросаны, одна ладья не защищена, вторая не защищена, какие-то вот ферзь Б5 появляются идеи, напал раз, напал два, то есть, где-то, ну, пока ничего страшного не происходит, но, возможно, позиция обострится. Значит, идем дальше по вопросам. Так, так, я бы конь f6 сыграл, да, ну, значит, молодец, ты сыграл, как Карлсон. Накаморо с Камодой играл и проиграл с четырьмя темпами. Ну, вообще, последний, по-моему, кто боролся. Что-что? Да, я сказал, что со сток фишем, с Камодой. Ну, не суть, он играл против движка, и, в принципе, сейчас это практически бесполезно. Дело в том, что он не боится, не ошибается, не устает, считает миллионы вариантов в секунду, имеет дебютные знания там и так далее. То есть, за счет чего его можно обыграть, непонятно. Так, и проиграл два с половиной на полтора. Ну, последний, кто боролся более-менее на равных с компьютером, был Крамник, там, с каким-то Фритцом, по-моему, играл там, десятым, одиннадцатым, двенадцатым. Это было, по-моему, в 2003 году, то есть, очень давно. По-моему, даже чуть ли не с тринадцатым Фритцом, но, по-моему, просто мат взял в один ход, если не ошибаюсь, на Аш-7. Там тогда думали, что это прикол какой-то, опечатка, но оказалось справа. Я сейчас, я сейчас отключусь ненадолго, пока веди. Значит, сейчас вопрос какой был. Тут немножко расплывается вопрос, сейчас я попытаюсь зайти тогда на саму трансляцию, сейчас один момент. Допинг. Допинг для шахматиста, ну, говорят, что сейчас на Олимпиадах берутся, значит, допинг-пробы, это кофе, значит, запрещают курить даже людям, это достаточно неприятно, особенно для тех, кто привык получать порции никотина. Шоколад, то есть, вот такие вот допинги присутствуют, то есть, шоколад с высоким содержанием какао, то есть, он способствует концентрации восстановлению энергетических запасов, ну, а про кофе, как бы, говорить нечего, то есть, бодрящий эффект. Ну, один из лучших допингов, как я помню, вот, играл в Таллине в 2000, по-моему, в 2004 году, был очень хороший стол, туда, значит, люди выходили и выпивали коньяка, каждый там, там были быстрые шахматы, коньяк, он, в принципе, на короткой дистанции в небольших количествах способствует улучшению состояния организма. А еще лучше в больших. С водочкой вблизь, ну, я надеюсь, тут, пока, наверное, воздержимся, да, таких комментариев. Вот уже пошли серьезные разговоры, если залить перед каткой, это разве не допинг? Да, ну, ладно, давайте не будем сейчас разгогольные темы поднимать, потому как... Тема интересная, хорошая тема. Тема, тема, интересная, да, она требует отдельных, вообще, отдельного эфира, я думаю, обсуждения. Просто, если сейчас эту тему поднимать, то народ весь к нам сбежит, то есть, и так далее. Так, слушай, этот самый тоже Гудгейм оказывается жив, вот, нас спрашивают, а как же Геллер, Шлехтер, ну, все перечисленные шахматисты, и Геллер, то есть, почти все советские шахматисты, они практически были вторыми. Тот же Бронштейн чуть не стал чемпионом мира, если бы не зевнул там в совершенно ничейной позиции ход, который Ботвинник исполнил, там знаменитая партия была, вот, где лишний коник, который не успевает пешку спасти, то есть, Бронштейн там имел все шансы выиграть матч и стать чемпионом мира. И Геллер, и кого там только не было, то есть, все советские, Шлехтер, безусловно, играл матч на первенство мира, вот, тяжелые вопросы, невозможно ответить, никого не задев. Значит, тему про водку, коньяк и прочее, шахматисты могут пить водку и во время партии, и Блиц имеется ввиду, и так далее, бывает всякое. Ну, можно сказать, что, вообще, по алкоголю, то есть, в двух словах, все-таки, чтобы эту тему пока прикрыть, то, что коньяк, именно, во время партии, то есть, сначала он дает положительный эффект, а потом, все-таки, человека накрывает. Водка сразу тупишь. Подожди, Вов, значит, на всякий случай имеется ввиду, безалкогольный коньяк там и прочее, то есть, потому что, потому что, все алкогольное, об этом даже говорить нельзя. Не пьют сейчас ни Карякин, ни Карлсон в этой партии ничего не принимали, я уверен, на 110%. А вот по поводу дополнительных, вот написали, что бета-блокаторы, это, значит, и всевозможные препараты, то есть, дополнительные таблетки, это вполне реально, то есть, фармацевтика сейчас на очень высоком уровне, и вот, кстати, я вообще слышал, ну, дальнюю, историю от Тимона во время матча с Карпом, то, что он употреблял даже покроще, чем бета-блокаторы, вот, но это надо искать эту информацию, читать ее, но вообще, я уверен абсолютно на все, там стоили 200 даже процентов, вот китайские шахматисты, употребляются какие-то допинги специальные, которых мы пока не знаем, а вот та часть, которая попадает на российские рынки, это уже, как сказать, так сказать, уже мы отстаем от них, конечно, гораздо, это лично по ее мнению. Значит, сделано несколько ходов, Карлсон снова угадали, сыграл ферзь Б5, и Карякин благоразумно убрал свою ладью пониже, вот, все, в принципе, защищено, сейчас черный имеет возможность может быть куда-то отскочить слоном, там на С7, нападая ферзем на слона Б3, ну, в общем, есть какие-то возможности, позиция пока особо не меняется, ее рисунок, она примерно динамического равновесия, но боевая играть можно. Значит, продолжим по вопросам, так, во-первых, Гудгейм жив, нет, только Шрехтер и Геллер, все, больше ни про кого ничего. Так, идем дальше, слышал, что последнего чемпиона, которого поймали на допинге, проиграл и признался в том, что употреблял бета-блокаторы, они бы дико помешали, это какой-то другой вид спорта имеется в виду? Так, неправильно, написал не чемпиона, а участника, в общем, да, это возможно, наоборот, народ придется, если эту тему поднимать, мы поняли, шахматисты не пьют, да, по-моему, в условиях прописано, что нельзя рекламировать алкогольные и табачные продукты. Так рекламы никакой нет, мы только лишь общаемся. Поэтому я и говорю, что исключительно безалкогольные употребляют. Да, да. Профессия творческая. Стресс колоссальный, представьте себе, вот вы утром встали, подготовились к партии, там час-другой, кто сколько, третий, потом часов 5-6 откатали партию, проиграли ее радостно, вместо того, чтобы выиграть. Вот, вечер, настроение паршивое, ваши действия. Вот. И так вы можете про любых спортсменов, в принципе, я думаю, посчитать возможные дальнейшие варианты. Как сейчас с читинг-контролем в опенах? Там, где есть деньги, ставят всякие заглушки, вот, и прочее, а там, где их нету, ну, никак, никак. Подожди, Миша, а где ставят заглушки, хотя бы, вот, ты говоришь, я, честно говоря, не помню, что вообще где-то ставили какие-либо заглушки, ну, в опенах, небольших денег, но все равно никто ничего не делает, по-моему. Нет, в опенах, наверное, особо нету, таких опенов нету, просто большие деньги нужны, но там, в матчах на первенство мира, по-моему, есть какие-то способы защиты, да? Несмотря на то, что вероятность 0,0 процентов, что кто-то, Карлсон там, или Карякин будет какими-то нечестными способами играть, такого быть не может, они профессионалы, они любят вид спорта, они уважают, они годами занимались, то есть, такого быть не может, да, но просто обеспечить опен-турниры какими-то там специальными приспособлениями, это очень дорого, и кто будет тратить на это деньги, непонятно, отсюда и безнаказанности, и прочее, методы изучают, вот, и процесс борьбы идет, очень сложный, в общем, вопрос на докторскую. Ну, а по поводу бета-блокаторов, не ошибаюсь, это вообще связано с, значит, когда вы хотите замедлить рекомендует сердце, это вот именно, наверное, я так понимаю, про стрелков идет речь, или как, потому что только стрелкам, по-моему, это полезно. я вообще не разбираюсь, даже не знаю, что бета-блокаторы, знаю, что что-то там народ пил, но его пьют, по-моему, еще люди сердечные, недостаточно, сейчас я ошибаюсь, что бета-блокаторы, что там успокаивает или возбуждает, я имею ввиду, что то, что народ иногда принимал. Сам я из фармацевтики перед партией никогда и после никогда ничего не принимал, слава богу. Вот, может быть, поэтому и не играю сейчас в Нью-Йорке, да? Расскажите про самую длинную партию, честно говоря, я в этом вопросе не силен, но думаю, ходов 200 точно должно что-то было быть. Порядка 250 ходов, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, это уже проще, это уже проще загуглить, потому что такой вопрос для профессиональных шахматистов не самый важный, какая разница, за сколько ходов ты выиграл. Вот, главный результат. Я вот думаю, могу ли я со своим недокмсом в опоне по 4, а, недокмсом, я понял, в опоне по 4, чтобы мастера Фиде выполнить, это шутка, если что. Можно, но только один раз. Если поймают, это позор на всю жизнь и если в турнире Я думаю, когда вас поймают, надо сдать всех своих врагов и сказать, что они вообще виноваты. Если дисквалификация может когда-то пройти, то, по крайней мере, народ может смотреть достаточно косо. Так, залагало дико. Ну, извиняюсь, вот у нас, допустим, смотрите, на позапрошенной трансляции звук был отвратительный, мы этот вопрос решили простым путем. Вот, покупкой микрофона и гарнитуры. Ну, я не знаю, из-за чего лагает, раньше не лагало. Если кто-то подскажет, куда что посмотреть, может быть, статьи какие-то профессиональные именно скинуты, именно не искать там из ста статей, потому что, когда не разбираешься в вопросе, это очень тяжело. Если кто-то сбросит конкретно, что почитать, настроить, я этим займусь уже буквально завтра. вот, как проснусь там после сегодняшней ночной трансляции. Как, на ваш взгляд, будет меняться популярность шахмат? Ну, на мой взгляд, если компы не убьют шахматы окончательно, там, начнут что-нибудь себе выживлять, там, в ногу, в руку, не дай бог, еще в голову, там, какие-то микрочипы, то, ну, популярность должна расти, по идее, потому что вид спорта такой, он становится быстрее, молодеет, если использовать идею знаменитого гроссмейстера Владислава Ткачева, что там шахматы убыстрить, там, вообще, там, до двух минут, до трех минут, да, там, то народ будет смотреть, это будет очень интересно, там, нервно, мне так кажется. Владимир? Да, ну, что по поводу популярности, ну, что можно сказать? Ну, тут можно просто подключать разные дисциплины, действительно, с целью увеличения притока, как бы, желающих посмотреть все эти действия, потому как действительно одну партию, вот люди, которые находятся сейчас в Нью-Йорке, то есть они, я не думаю, что прям такие в восторге, просматривая одну партию, но, честно говоря, это, по-моему, достаточно скучное, злеющее, вот, то есть нужно, нужен какой-то экшен, то есть, нужны какие-то, естественно, действия, то есть, возможно, это буллит, да, то есть, действительно, может быть, это вообще соревнования между читерами, например, вот, то есть, как они вот сейчас, киберспорт, лидирует же, Advanced Chess, в принципе, есть такое, то есть, вот можно что-то такого формата организовывать, тогда популярность будет расти, вот, в целом, вообще, шахматы сейчас, особенно в России, то есть, мне кажется, опять набирают популярность, сейчас, очень много, желающих, именно, идти на шахматы, то есть, то, что популярность сейчас растет, это, по-моему, очевидно. Да, ну, добавлю, значит, что насчет популярности, но один из самых дешевых видов спорта, дешевых по сравнению с другими, то есть, не надо там обмундирование покупать за 100 тысяч, то есть, рублей, все, что тебе надо, это доска, фигурки, это для начала, вот, также, школы пока бесплатные, если на любительском уровне, то есть, никаких проблем нету, да и, индивидуальная какая-то работа, она тоже стоит, это не таких там колоссальных денег, в принципе, как, не знаю, каким-нибудь большим теннисом заниматься там, вот, и народ считает, что шахматы помогают, и ведут детей, вот, для примера, например, когда я занимался шахматами, я, правда, поздно пришел, я лет в 12 только начал, ну, хорошо, я знаю мои сверстники, которые до меня играли, значит, это было там лет 15-16, да больше уже, какой, мы с тобой играли только до 18, там, в 2002, в общем, 20 лет назад, такого понятия, как чемпионат России, до 8 лет, его не существовало, вот, я ездил на чемпионат России до 8 лет, там, с воспитанницей, в 2013 году, первая наша поездка была, там играло, по-моему, человек 300 мальчиков, и человек 150 девочек, так вот, сейчас там, по-моему, больше полутысячи уже играет, вот, я не видел там таблицы, насколько я знаю, мне кто-то говорил, что, то есть, с каждым годом, детей все больше и больше, идут шахматы, они играют, вот, родители отдают, вот, это, в принципе, полезно, не обязательно становиться профессиональным шахматистом, так, Владимир, есть, ну, у тебя точно есть, что по этому тему добавить, то есть, да, особенно, на самом деле, как раз добавить, я сейчас тебе скажу, хорошо, сколько сейчас, примерно, играло народу до 8 лет, ты не помнишь, ну, много больше, до 8 лет, ну, очень много, вот, то есть, там, в Костроме, имеете в виду, в Костроме, в Костроме, да, ну, я даже могу, прикинуть, я думаю, что человек, наверное, 300, 400, нет, в смысле, гораздо больше, нет, именно среди мальчиков, я думаю, где-то так, очень-то, но нет, я понял, я имею в виду, что человек 300 играл в 13-м году, сейчас, наверное, должно быть еще больше, ну, можно посмотреть таблицы, открыть, в общем, интересное занятие, популярность будет расти, я думаю, если не убьют вот этими всякими компами и прочим, так, согласитесь, сейчас есть куча шахматистов, которые явно не играют на свой рейтинг, это нормально, и что с этим делать, ну, когда шахматист играет шахматы, он показывает, на какой уровень он играет, то есть, если ты мастер, у тебя рейтинг 2-100, это как минимум вызывает определенные вопросы, если тебе там не 60 лет, конечно, вот, действительно много, не тех рейтингов, которые реально являются, не тех званий, и так далее, это выбор каждого, такой вопрос, очень такой, не хочу на него отвечать, если честно, в подробностях, Вов, если хочешь, что-то добавить, политкорректно, да нет, пожалуй, плохой вопрос, да, нет, вопрос сам по себе хороший, но ответ на него будет таковым, что действительно многие шахматисты стали, или получили свои рейтинги, или получили свои звания некондиционным путем, значит, даже если компы решат, то все равно никто это не запомнит, не надо запоминать, если там, допустим, вживят кому-нибудь в голову какой-нибудь микрочип, и ему будут передаваться ходы, и это не отследить, то, вот, собственно говоря, и на этом все, конец. смотрели вы последние соревнования в Америке, когда Анант, Нака, Карлана и Топалов играли, и как вам такой контроль времени? Я смотрел весело, по-моему, Топалов умудрился попасться в знаменитую ловушку, он провел пешку, кажется, и не поставил ферзя, за что получил ноль. Нет? Подожди, какая-то вот там была история сейчас, Вов. Ну, я, честно говоря, видел только, по-моему, первые два тура, естественно, я смотрел, да, я был потрясен партией Топалов-Карлана, по-моему, это был какой-то просто шедевральный бред, ведь там Топалов остался без фигуры с дебюта, но Карлана почему-то действовал достаточно странно, я почему-то подумал, что этот формат такой, что играет Топалов-Карлана, и рядом еще сидят два любителя, которые могут периодически делать ходы за них, и поэтому такая чушь произошла, но оказывается, что нет, то есть это реальный турнир, то есть был и Карлана сыграл совершенно непонятно во что, честно говоря. Вот, но партия достаточно интересная, вы можете посмотреть, 25 ходов, где-то плюс, 26, но фигуры не было чистой, достаточно. Да, в общем, подытоживая, следим и так далее, значит, вот нас поправляют, в турнире мальчиков играло 351 человек, в турнире девочек выступало 175 участниц, всего приехало 526 участников, это рекордное количество юных первенств, спортсменов за 16-летнюю историю проведения чемпионата. Спасибо большое, Мазбет, откуда такие познания, был там сам? Значит, вот видите, то есть с каждым годом шахматистов все больше и больше, особенно молодых, а начинать именно надо в юном возрасте, если кто не видел, посмотрите, сейчас видео было про маленького мальчика трехлетнего, которого там на первый канал позвали, он там с Карповым играл, вот в ютубе легко ищется, значит, Кандела 77, не знаю, русский или иностранец, я нажал на видео, посмотрел, я не понял, что это такое, видимо, какой-то подкол, троллинг, не знаю, или еще что-то, ну, интересно, да, там кто-то скачет, прыгает, вот, вопросы, если есть, а все знаю, написал нам Мазбет, молодец, значит, мы однажды с Вовой летели в салоники, и у нас там сосед был в самолете, значит, который о шахматах знал, ну, такое количество всего, что нам было даже с ним о чем поговорить и много интересного и так далее, хотя казалось бы, мы профессиональные игроки там, вот, варимся в этой кухне, все знаем, там постоянно турниры, вот, и так далее, вот так вот весело, значит, в самолете встретить человека, который в шахматы не играет, насколько я понял, но знает о них очень многое, вот, а такое, значит, еще тупые вопросы нужны, ну, во-первых, почему тупые, а во-вторых, ну, просто, все равно заняться особо нечем, несколько ходов сделано в партии, но оценка, по-моему, пока особо не меняется, давайте, сейчас я их вобью, значит, пошел в этой позиции G6, Магнус, Карякин хитро передвинул ладью на одну клетку, создав колоссальную угрозу, сломбит F7 и ладебит B5, забрать ферзя, то есть, Карлсон это дело раскусил, и ушел ферз D7, вот, и в этой позиции Карякин сыграл ферз D3, значит, в чем может заключаться идея, он хочет поднадавить где-то на пункт G6, вот обратите внимание, вот эта диагональка, она слабая, пешка F7, она связана, она не может уйти, то есть, допустим, если сейчас Карлсон возьмется за пешку А, что это будет одна из последних партий в матче, последует такой удар ферби G6, вот, многие, может быть, сейчас удивятся, скажут, что вы делаете, ферзя под бой, ставите, нет, брать нельзя там, связка, это не по правилам, то есть, возможно, у Корякина ближайшими ходами он сделает ход ладья G1, вот, и уже всерьез задумается об ударе ладья BG6, пожертвовать ладью за несколько пешек и создать какую-то страшную атаку, вполне может так, ну, об этом он вполне может думать, и, честно говоря, чем больше я смотрю на позицию Карлсона, тем больше мне кажется, что он что-то не то делает, у него остается 40 минут времени, значит, у него не хватает пешки, белые консолидировались, все вывели, G6, прослабился Король, то есть, даже, вот, допустим, какой-нибудь Король G7 не сделаешь особо ход, там, всегда получишь шаг к Королю неприятный, вот, и у меня такое чувство, что что-то не то делает Карлсон, позиция его, по-моему, просто хуже, вот, и как бы он не доигрался сегодня, как мы отметили, он не очень любит играть чуть худшие позиции на два результата. Ну да, да, правильно все сказано, то есть, объективно позиция немножко неприятная, вероятнее всего, черные должны цементироваться на D5, пока не поздно, пока не началось, как говорится, вот, и как-то стоять, то есть, в таком небольшом пассиве, с другой стороны, и просто ждать, как бы, что белые, как будто усиливать позицию, то есть, блок надо ставить, я думаю, и как-то терпеть. Хуже позиция, так, значит, неприятно, слон G5 везде, вот эта вот идея, тоже достаточно мерзкая, то есть, слон связку может организовать. Так, нам пишут, зачем такое показывать, для таких вариантов есть, там, другой спортсмен. Ну, вы скажите в чатике, какие у вас разряды, если вы, там, хотя бы, первые разряды крепкие, то давайте я вам покажу более сложные варианты. Например, если пойти король G7, последует слон A6, шах, король G8, слон G5, потом ладья G1, где-то F4, F5. Так будет интереснее слушать? Так, следующий вопрос. Почему вы начали играть шахматы? Значит, я начал играть шахматы поздно, в 12 лет, в это время уже не стоит в них играть. Вот, ну, занимался хоккеем, что-то там, какой-то получил травму, я помню. Типа, разбили клюшкой часть там, определенную, значит, брови, ну, и я решил, думаю, пойду в шахматы, там безопасней, так казалось. На самом деле, шутки, доля правды в этом есть, действительно. Значит, я начал заниматься шахматами, мне нравилось, я играл с дедушкой, вот, но начал, говорю еще раз, очень поздно, в 12 лет, вот, годом к 14 стал там перворазрядником, к 15 там, или к 16 к МСам, вот, потом мастер Фиде, потом международный мастер, а потом взрослые жизни, пришлось практически оставить выступление, вот, может быть, ну, несколько лет не хватило там, чтобы выполнить норму. типа выиграл гроссмейстерский турнир в Харькове в 2008 году и повесил шахматы на гвоздик, вот так это как-то называется. Шахматы на гвоздик, да, да, ну, не бутсы же повесил там, или не ракетку, доску на гвоздик, да, повесил, вот, собственно говоря, с тех пор, с тех пор мало играю, да, то есть играл потом, там, какие-то аэрофлоты, вот, турнир знаменитый, играл, последний мой классический турнир, 2011 год, вы не поверите, я играл в команды чемпионата России, премьер лига, значит, и играл за Белгород, хотя я из другого города, вот, меня приглашали, выступал за них, вот, после этого отошел от, вот, ну, практической игры, начал тренировать и играть в Блиц, вот, в Блиц у меня хорошие успехи, я выигрываю почти все Блиц-турниры, в которых участвую, на выездных турнирах, но они не очень сильные, но все равно, вот, здесь удается, вот, ну, Вова, я думаю, поинтереснее расскажет, ты во сколько начал, в два года, в три? Да нет, нет, научиться, наверное, двигать пешки, я научился, где-то, наверное, в пять, в шесть, когда я просто видел, как отец и брат там играют, ну, то есть, какие-то там, какой-то минимальный, наверное, уровень, я, наверное, играл, ну, совсем, там, какой-то минимальный, а в школу шахтную пошел, в девять с половиной, то есть, достаточно поздно, тоже, в наше время, вот, ну, и как-то, успешно получилось, и, сразу, какие-то успехи, ну, а осознанно уже, наверное, начал играть, лет, наверное, в одиннадцать, в двенадцать, пожалуй, то есть, уже, действительно, был заинтересован, то есть, где-то так, тоже, по нашим меркам, достаточно поздно. Да, так, идем дальше, значит, так, намного интересней, окей, значит, будем загружать, и сложными вариантами, пока просто нету, пока непонятно, куда Карлсону ходить, я бы, честно говоря, не видел. Кстати, мне пишут, что постоянно виснет, и нормально не могут посмотреть, насколько это соответствует, вот, кто, другие, кто смотрит, где смотрит, и, все-таки, что происходит, наверное, надо все-таки уточнить, то есть, было бы неплохо, чтобы отписались, потому что, может быть, платформа тормозит, или все-таки, что-то с интернетом, Миш, пропал, с интернетом, однозначно, все-все в порядке, но мы с тобой сейчас по скайпу разговариваем, даже никаких вообще проблем нет. В общем, как, что-то подтормаживает, что-то подтормаживает, и... я понял, здесь вариантов много, обрати внимание, про прошлые два, две трансляции прошлые не тормозили, то есть, возможно, сегодня такой день, но сейчас точно ничего исправить не смогу. Так, значит, так интереснее, тихо, тут нубы тоже сидят, я тоже нуб, офигеть, я шахматы в 15 бросил ради футбола, и как? Реал, Барсиона? В 30 бросил футбол ради шахмата. То есть, могу сказать одно хорошо, что не наоборот, не в 15 бросил ради шахмата, потому что поздновато. Значит, что касается... Проблема может быть и на Твиче, проблема может быть и на Твиче. Ну, надо просто там, кто-то же знает, смотрит параллельно трансляцию немцева, у него, наверное, нет проблем. Так, движок считает плюс 0,6, преимущество белых. Ну, тут без движка видно, что позиция стала противной. То есть, не знаю, где он что делал не так, но в итоге Корякин получил то, о чем можно мечтать, когда у тебя плюс 1. Плюс 1, в смысле, когда ты ведешь в счете. То есть, у тебя позиции вообще без риска, то есть, ну, я не знаю, и не хочу сглазить, но не может Корякин эту позицию проиграть, то есть, если что-то не подставить. Вот. Ну, в смысле, позицию можно любой проиграть, то есть, не должен. Вот. Компы бы не проиграли. Значит, позиции идеальны для игры, когда ты ведешь в счете. То есть, ты играешь на 2 результата, фактически у тебя четкий плюсик. Вот. Захочешь, всегда свернешь борьбу. Вот. Времени у тебя 1, час 0,7, у соперника 30 минут. Вот. И соперник находится в диком напряжении, потому что соперник, я так понимаю, планировал уже в этот момент где-то отдыхать, в общем, а не получилось. То есть, не довел 2 партии до победы. Вот. Не забиваешь ты, забивают тебе. То есть, здесь это сработало. Вот. Кстати, по-моему, по-моему, когда-то был матч Каспаров с Анандом, и, по-моему, Ананд после затяжной серии ничьих выиграл партию, а после этого проиграл там большое количество. Так было, да, Вов? Там уже, кстати, написали, что перебиваю конь Д5 сыгран. Ага. Так что, что-то спросил, извини. Вроде бы была затяжная ничья у Каспарова с Анандом, и, по-моему, первую как раз в матче 95-го года. Кстати, чего-то ли не в Нью-Йорке, да, тоже? Да, я, честно говоря, так сразу не скажу. Но были затяжные партии, да? В общем, по-моему, выиграл первую. Вот. Первую, по-моему, выиграл именно Ананд. А после этого проиграл несколько подряд. Вот. Но здесь очень-очень короткая дистанция, там они играли намного более длинный матч. Так, идем дальше по вопросам. Так. Движок 0-6 пишет. Я его понимаю, в принципе. Если он пишет 0-6, он прав. То есть, убил четкий плюс. Это факт. Расскажите, если возможно, какова ситуация с женскими шахматами? Почему женщины не играют на равных с мужчинами? Как считаете? Или у меня неверная информация на этот счет? Абсолютно верная. Значит, на эту тему могу посоветовать сайт вот нашего известного, значит, гроссмейстера Владислава Ткачева. Называется Влад Пресс. Вот. Прямо вбиваете там что-нибудь типа Ткачев о женских шахматах. Вот. Там огромные статья. Вот. И расписанные всякие тонкости в шутливой форме. То есть, очень интересно. Вот. А в принципе, в двух словах, значит, Керес когда-то сказал, кажется, Керес, что женщина потому играет слабее мужчины, что не может пять часов сидеть молча за доской. Вот. вот эта шутка, в которой есть доля правды, но если говорить конкретно, значит, идея в том, что мужчины, у них крайне редко бывают какие-то колоссальные срывы. То есть, вот Карлсон проиграл партию. То есть, вот, это огромная редкость, ну, то есть, такие зевки там и прочее. Вот. У женщин это случается намного чаще, нервные системы по-другому работают. Вот. Плюс, они от природы им не до шахмата. То есть, им... Полушария, во-первых. Вот. То есть, эмоциональные очень, нестабильные и так далее. Зависит от настроения очень много и так далее. Значит, я рекомендую статью на эту тему Владислава Ткачева. Почему мужчины доминируют шахматы? Владислав Ткачев, сайт Влад Пресс. Ну, любой способ поможет вам найти. Так. Ну, вот я, например, девочку тренирую на данный момент уже несколько лет там маленькую. Владимир, значит, с женщинами работает и с девочками, и с мальчиками. То есть, без боли в сердце смотреть невозможно. Вот. Я, например, просто... Притом, неважно, неважно, это гроссмейстер по шахматам или первый разряд. То есть, иногда такие ошибки, что становится очень больно. Согласен, Луф? Ну, вообще, я без комментариев, потому что, как бы, лучше выдержусь. Ничего, я никого не обидел, я надеюсь. Да, недавно мне одна из подобных девушек задала вопрос, а есть ли смысл вкладывать женские шахты деньги? Я, в общем-то, спросил, а зачем? Смысла, по-моему, абсолютно никакого. Значит, на данный момент на уровне мужчин по-хорошему играют только две. Ну, Юдит Полгер знаменитая, вот, и Хоу, и Фань. Вот они не на уровне, конечно, там, Карлсона, вот, но вот на уровне топа, топ, сколько там, топ-50, наверное, гроссмейстеров мира. Ну, я бы добавил, все-таки, сюда еще индийскую, шахматистскую, Коннеру, ну, и, наверное, все-таки, сестер Музычук вместе с нашей Сашей Костенюк. Ну, можно список... Валентина Гунина, в принципе, тоже временами очень жесткий шахмат. Список можно расширить, но я имею в виду для борьбы, там, с шахматистами уровня Кравника. Ну, да, там, конечно... Тогда, вот, я думаю, это Юдит Полгар, она это часто делала, боролась и обыгрывала Титанов. И Хоуи Фань тоже показывает сейчас китаянская чемпионка мира действующая, показывает вот, прекрасные результаты. Остальные тоже молодцы, там, и так далее, но им не хватает чего-то, чтобы вот с мужиками бороться сильнейшими на равных. Значит, действительно... Да, сегодня у нас вечер вопросов, я так понимаю, что не так плохо. Ну, так отлично... Но о позиции мы, к сожалению, не так много говорим сегодня. Ну, пока особо тут нечего говорить, значит, конь Д5 пошел Карлсон, поставил блокаду. Вот, конь неприкосновенен, он стоит великолепно, и Корякин спокойно усиливает дальше свое положение ходом ладья на Ж1, и где-то вот он просматривается всякие тактические удары, плюс где-то можно взять пешечку Ф, вот смотрите, она сейчас двойная, да? Вот сейчас это слабость, то есть якобы. Но если эта пешечка протаранит раз, потом протаранит два, то как знать, чем все закончится? Тогда уже и реально пешка станет лишней, вот, и фигуры откроются. Обратите внимание, у белых два слона, преимущество двух слонов, так называемое. Их сила в открытой позиции, здесь они сильны. Ну, надежда на черную, для черных, на мой взгляд, связаны с гениальным конем Д5, который стоит просто великолепно. Вот, но он, к сожалению, именно как защитник, он обороняется. Вот, еще проблема черных, что если бы удалось взять на Е3, и белые не могли бы брать Ф, то было бы, может быть, более-менее нормально. Но, к сожалению, на конь бьет Е3 всегда есть ход Ф, и эта уже позиция будет близка к сдаче. Потому что и атака идет, и пешка лишняя, и разные возможности захватывать инициативу. Вот, а если бы удалось вот такую позицию получить, то, в принципе, это, наверное, были бы большие шансы на спасение, да? Если, конечно, мат не получить там после захода Ферзя на А6. Вот как-то так. Вообще, тучи немножко сгущаются вокруг короля. У меня есть ощущение, что позиция Карлсона явно хуже, и если он сегодня сделает ничью, это будет для него большой успех. Так, идем дальше. Видимо, они самые лучшие варианты, он все-таки выбрал объективно, да, для достижения рыбы. Так, значит, смотри, Камин, да, это безусловно. Я, кстати, очень удивился с Корякиным, с таким теоретиком, выходить в вариант Маунюка, Анищука в Новоархангельске, то есть... Прямо форсированный, совершенно очевидно, что здесь надо знать от пупа до пупа, да? Нет, главное, ты борьбу не можешь навязать, то есть, как ты навяжешь борьбу человеку, который все здесь знает, у которого здесь колоссальный опыт за... Ну, то есть, я не понимаю этого решения, но не мне их судить, да, я просто как бы высказываю свое мнение. Вот, я на этот стрим зашел, потому что без движка. Ну, а зачем он нужен, в принципе, то есть, удар на G6 мы и так можем посчитать. Так, без движка в современных шахматах без них никуда. Ну, для подготовки к партиям, конечно. Вот, но все равно еще остались, кстати, как это называется, мастодонты или... Ну, в общем, мамонты, мамонты, да, которые пользуются в основном доской, и у них неплохо это получается. Они, конечно, готовятся с помощью компьютеров, но главное не превратить все вот в эти... в планшеты, в смартфоны, в компьютеры, то есть, доска шахматная, она нужна, но все-таки классики, они как-то справлялись. Так, не могли бы больше разбирать текущую позицию после коня D5 варианты слон F4 или слон G5, но... значит, что касается слон G5, ход, наверное, интересный, неплохой. Вот, напал на ладью, но ладья, видимо, отойдет, может быть, в этом нет ничего страшного, что касается слона F4, это однозначно... А, хотя, может быть, не однозначно. Ну, в принципе, да, наверное, такой ход тоже возможен, как это неудивительно, белые цепляются к пункту F7. Ну, наверное, на слон F4, слон C7 последует ход, скорее всего. Вот, слон C7 там после слон бьет D5 вроде не пересдаем. Ну, вроде все под контролем. Да, ну, в общем, были такие ходы, но Корекин предпочел... какая-то тупая защита после взятия ладья F8, потом всякий слон на D6 перейдет, у черных никак не... Ну, вот я и хотел этот вариант показать, что если слон F4, то, видимо, должен бить-бить, ходить ладья F8, дальше пешка D4 слабая, и что самое главное, вот это вот признак все-таки ничьей, когда мало фигур, это либо признак ничьей в Эншпиле, либо признак атаки в Метельшпиле, потому что один слон, если атакует короля, то второй часто не может помочь в защите. Вот, но здесь, скорее всего, мало материала, и пешки разрознены, скорее всего, Корекин посчитал, что этой позиции ему будет мало для борьбы за победу. Хотя определенные... Это вообще непонятно, я говорю, кто еще на победу будет бороться, слон в Чернополе здесь, мне кажется, более активный. Да, 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 то есть где-то, смотрите, слон встанет сюда, потом батарею поставим, ферзь D6, начнем на H2 заходить, и кто знает, то есть, возможно... Не, ну, понятно, что это равная позиция, да, да, абсолютно особо говорить нечем, Значит, так что, да, мы сейчас расскажем и о позиции, просто особо ничего не происходит, к сожалению. Слон C7... Не, ну, кстати, как раз-таки я бы сейчас сказал, что момент наступает, даже конь на D5 уже где-то расположен. Да, да. Владер G1, конь на D5 ставит, по-моему, Владер G1, слон C7. Да, 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 я понял, я пропустил просто ход. Я вообще думаю, что сейчас не самая приятная пара для Карлса наступает, потому как остается 10 ходов, хоть у него и 35 минут, сама по себе позиция, она немного, не то, что даже немного, может быть, даже и много неприятного. То есть у белых четкий совершенно план с надвижением пешки F, один из возможных, опять-таки, белые могут пытаться как-то раскачать позицию, значит, этого коня, то есть с какими-то идеями, даже ходом ладья H5 при случае, то есть у них ладья живые, то есть при случае они могут тоже работать, но они, может быть, не сразу, хотя такой, наверное, финт ушами и здесь присутствует, да? Да, да, да. Главное, ничего не изъявнуть. Значит, большое количество возможностей, можно ладью сюда поставить, пешка H, начать поливать вперед, можно готовить F4, F5, можно пока ферзя, потихонечку куда-нибудь там нацеливать в район поля H6. После того, как убрать флона там на H4. все понятно, да, то есть где-то, где-то, я не знаю, какие-то удары на H7 при слоне на C2, потом на G6. Матча требуется четкость, потому что фигур мало, то есть и маневров не так много, то есть можно. Корякин, сегодня молодец, ну, в общем, болеем за Сережу, вот, это, может быть, знаете, чем хорошо, Карлсон все-таки великий чемпион, вот, если он потеряет корону, он будет за нее снова сражаться. Вот у него появится мотивация вернуться там, выложиться, постараться. Вот, если он опять выиграет звание, то есть он может просто, ну, уже как бы раскиснуть, всего, всего добился, бороться больше не за что. Даже такой матч выигрывается. Вот, поэтому в любом случае болеем за хорошую игру, чтобы люди не играли в поддавки, чтобы они играли хорошо, вот, и пусть победит, кто сегодня сильнейший. Так, хорошо посмотрю. Я думаю, наверное, сломался 4, какой-то полезный ход где вы можете сейчас сделать. Сейчас, давай, у нас накопились вопросы, давай быстренько ответим. Так, хорошо посмотрю, спасибо. Быстренько не получается, потому как... Вопросы объемные были. Да, давайте позицию смотреть, почему не слон h6. Ну, там ему особо пока делать нечего, он там стреляет в пустоту. На e3 грустно. На e3 слон цементирует позицию. Вот, он стоит достаточно хорошо, он подкрепляет пешку d4, вот, а на h6, если слон уйдет, вот, то как бы пешка d4 ослабится. И непонятно, что там слон делает, то есть он собственную ладью перекрывает. Вот, то есть вход возможный, но он ничего пока особо конкретного не дает. Давай быстро дойдем. Не пора ли f5? Нет, f5, это будет страшная ошибка. Вот, тогда слон станет, ну, просто убийственно сильным по этой диагонали. И седьмой ряд ослабится крайне. Да и вообще, эти пешки, они тоже подвижны. То есть пешки назад не ходят, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя черным сдвигать пешку с f7. Вот, пока она там стоит, шансы есть. Если ее сдвинуть, это конец мгновенно просто, со стратегической точки зрения. Ну, идея, тут, кто предложил f5, понятно, то есть они хотят немножко выключить из игры ладью, с h4. Херзя выключить, да, это все логично. Такие кудесники, то есть, вот, к примеру, один из вариантов, который могу предложить сразу после хода f5, какой-нибудь ход слон g5, с иди, ладья e4, или ладья e4 даже сразу. И смотрите, то есть ладья спокойно может выйти через поле e4. Ну, образно говоря, да, то есть даже такие тактические ресурсы... Потом сломбит d5, ну там, ладно, мы не будем сейчас в это особо углубляться, смысла нету. Значит, вопрос нам задал Axelant 1, какой счет? А счет вот написан сверху, в правом углу, там, Корякин Карлсон, и в скобочках написан счет. Я для удобства вывел. Так, red c5, что такое red c5? Это невозможный ход, нужна поправка. у него какая-то, какая-то опечатка, видимо. Да, слон c7 было сыграно, все, вопросы закончились, и мы можем сейчас... Блин, эти линии убирать замучаешься? Ну, давай я схожу как-нибудь. Ладно, давай уберем эти линии, и что? Ладно, будем считать, значит, сыграно ход слон c7. Как сделать новый вариант? Ну, поменяй просто местами ходы, вместо конь d5, черный пошли слон c7, ладья g1, конь d5, ладья там, что там, вот, собственно, и все. Просто линии красивые были, и я старался. Вот. Да. Как говорят, достойно кисти Рафаэля. Так, нам там какой-то смайлик написали, что он означает, это кто это, шнуров, что ли? Не могу распознать, что за знаменитость. Нет, просто, просто пишешь все отлично. Не, я понял, я имею в виду, что... Благодарили. Это чье-то лицо какого-то известного человека, я уверен. Так, что у нас на гудгейме происходит? Иногда Висла пишет, но последние 10 минут все нормально. Конь уже пошел на d5, да. Да, на гудгейме народ любит именно увеселительный экшен. Кстати, если кому интересно, у меня тоже есть балкон, вот, я оттуда скоро тоже начну стримить. Да, желательно, чтобы он был открыт еще. Да, 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 там жутко холодно, жутко просто, да, ну, там придется, в общем, туда, в какой-то момент, в какой-то момент, туда придется переехать, да, и как бы я тоже стану этим... Безалкогольную водку. Этим, этим чуваком с балкона, да, то есть повешу за спиной хромаки, надо еще его заказать, там, видимо, с Алиэкспресса, вот, и буду там, не знаю, в игрушки играть, пока, пока шахматы какие-то... Компьютер не замерзнет. Да, да, так что готовьтесь. Мэтт и про меня напишут еще, что этот чувак с балкона. Так, ну что, какие-то давайте, может быть, вопросы, мы с тобой... Так, Слон С2 здесь, нет фигню сморозил. Ну, Слон С2, интересный ход, кстати, на самом деле, где-то появляется какая-то идея. Сейчас я попробую ее организовать, смотрите, если пойти неудачно куда-нибудь там ферзем, он не знает туда, то следует какая-то комбинация. Так, так, еще жертва одной ладьи. Может, конечно, не пройти, но суть в том, что если взять, то вот как бы мат. Вот, я поставил очередной мат Карлс, но и под это... И поэтому, слышь, критерию, я подхожу к Мэду в этот самый. Ну да, я понял. То есть, смотрите, какая красивая жертва большого количества ладей, просто учебный пример, скорее всего, вот здесь уже конец мне такой. Хотя, Ф5, да? Может быть... Хонь Б4 тут еще есть. Хонь Б4, ладья А6, как раз. Король Ж7, и еще надо поставить этот мат, непонятно. Подожди, сейчас поставим. Мы верим, верим в это самое, в комбинационное зрение. Ну давай, ладья Ж7, слон А6 потом какой-то еще. Такой-то. Как там король убегает? Блин, король убежит. Слушай, неужели мата нет? Мы можем поставить... Кстати, продемонстрируй. Слон А6, король А6, ферзь А6. король Ж5, ферзь... Подожди, ну... Ну допустим, взял на А6. Если сюда, то мат, да. Если сюда, то... То ничего. То ничего. А если сюда, то мат, значит, шах. Так. Ну пока мат тоже нет, король А4, но и ферзь А6, да. Да, красиво. Вот, король отрезан, получается, надо ходить сюда. Мата пока нету. А мата нету, да. Все-таки мата нет. Так, подожди, слон Ж6, ферзь А6. Ферзь А7. Так, ну пока можно еще одну... Еще одну съели. Король обязан идти, ну, в принципе, не имеет значения. Так, шах королю ушел. Но это мат. Мат. Должен быть мат. Так. То же можно сначала дать шах. Так, так. Внимание, ты короли на Ж5 и в 4 сначала, и потом там шах. А вот же мат тоже. А, нет. Тоже мат, да. Вот мат, да. Пуль Ж6 очистил, да. То есть в учебниках это называется прием разрушения пешечного прикрытия, да, но я боюсь, что на С2 Карл Санферд С8 может не пойти. Ну, Конь Б4 сразу, наверное. К сожалению, здесь Конь Б4 и позиция подравнивается. Если не сказать большего. Ну, большего вряд ли. Д5 сразу приходит сразу же. То есть, да, то есть одно неверное движение и можно где-то, ну, похуже, не похуже, Ферд 5, Ферз Е4, я тебя встречу. Ну, это уже не важно. Там уже гранат не будет. А Ферз 5 можно уже там сказать. Как раз Ферз Д5 и Ферз Д5 и Ферз Д7. А, Ферз Д7 и Ферз С3. Смотрите, какую ловушку заготовил. Гроссмейстер, значит, так, так, так. Ну, можно включить шаг, но ничего не дает. Я Д7 на С8 побеждал сразу, по-моему. Ну, это ладно. Да, это уже сложные варианты, да, но вот вечный шаг, но проще выиграть партии было. Вот таким ходом, да. Вот пошли какие-то варианты, кстати. Товарищи, не увлекайтесь, там партия идет. Дело в том, что ходов пока нету, если какие-то ходы были сделаны. Так, значит, Слон С2, там Конь Б4, этот чувак с балконами сейчас чуть до инфаркта не довел. Сначала начал смотреть Ниго, там уже два хода сделали, а он все болтает и болтает о чем-то своем. На матч 0, внимание, что чат пишет, не читает. Там, видимо, много народу пишет, может быть, не успевает всем ответить. А почему до инфаркта именно? Да, я тоже не совсем понял. Вот, но привет, да, то есть, можешь пока нас послушать и в крайнем случае. Так, товарищи, не увлекайтесь, там уже партия идет. Я понял, опять дропы. Ну, вопрос как бы такой. Если бы я мог бы, я бы их не допускал. Давай на шару предложу Слон Д1. Ну, можно, но а зачем? Ключевой вопрос, зачем? То есть, надо Слона, видимо, куда-то увезти, он под боем, то есть, он постоянно там под ладьей находится. Вот, может быть, куда-то его отвезти, но на Д1 есть такая возможность, вопрос, а куда дальше? Ты имеешь в виду, если Ф4, Слон Ф3, то молодец. Хороший вариант, кстати, при случае короля. Ну, мне кажется, ладья Х5, то, что я говорил по поводу позиций, скорее всего. А конь Ф4 там, подожди, а конь Ф4 что? Ну, надо там считать. Там ладья Х5, ты имеешь в виду, да? Ну, не сразу, там же на Б3 удар, по-моему, следует, нет? Ну, сейчас, давай, ладно. Мы не движки за 2 секунды что-то можем, но не все, то есть, предлагается ход ладья Х5. А конь Ф4, нельзя из-за известных тематик на G6, то, что мы и говорили, нет? Это просто мастер, по-моему, Взял, взял ладья G6, похоже. Не, ну да, я как раз и проверяю. Взял, взял. Я об этом говорил изначально, когда мне сказали, что легкий вариант, а вот он может при случае случиться. Это король F8 очень красивый, ферзь F6, похоже, заканчивая, да? В этом, наверное, идея. Ну, если жизнь будет совсем плохой, можно попробовать такую поиграть позицию. Это на, на самый худший случай белые выиграли. Может быть, даже еще, да, может быть, даже еще. Белые выиграли, потому что без, без туза, без туза остались. Вот. Ладья B5, правда, еще еле-еле ковыряешься. Что ж такое-то? Ну, что, ладья H5 усилили, ладья H6, ладья H5. Ну, ладно, я выиграю вот такую позицию, я выиграю у любого. Дайте мне кого угодно. Не, ну, давай на B5 не ебить. ферзь F5. Не, ну, я понял, понял, я, 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 я утрирую. То есть, ферзь F6, по-моему, что еще, Возможно, после этого хода мат неизбежный. Так, задумался, Сережа, надо, может, обновить, я не знаю, вряд ли от этого быстрее. То есть, обратите внимание, тихий ход ферзь F6 с неизбежным матом. Вот это, еще, то, о чем я говорил, разноцветные слоны, то есть, это такая мощь, если бы слон мог бы подключиться к защите, там, хотя бы с G8, все было бы в порядке, но он ни на что не способен, к сожалению, в этой позиции. Так, ну что же тогда на ладе H5, то есть, что черным как выдвигаться, то есть, уходить конем или держаться как-то ферзь, не знаю, ну смотри, ходы кандидаты, может быть, там, ферзь E6, ферзь C6, конь. А вот ферзь E6 под ферзь E4 где-то встает в тот же момент. Да тут все, все под все встает. То есть, мы выяснили, что конь F4 нельзя, из-за такого удара Кабанева сдался сразу же. А что делать? Потревожили коня, пока не ходит Корякин, уверен, он считает сейчас именно ход ладьи H5. Дело в том, что если конем куда-то отступить неудачно, то это снова может быть удар по голове. Конь E7, возможно, удар на F7. Да, сейчас, вот смотрите, то же самое, только мы еще коня съели. То есть, присутствие лишнего слона, оно вряд ли ухудшит позицию белых. Вот. Остается только, если конем отступать, ну, куда-то вдали это конь ушел, сбился с блокадного поля, это сразу же массовые удары какие-то намечаются в вариантах. Вот. На E7 отступить можно, но это и под слон G5 какие-то ходы неприятные. Слон М7 надо разбирать, мне кажется, тоже. Есть еще такой удар, да, ослабляющий седьмой ряд, так, так и так. Да, как-то здесь неприятно, может оказаться. На E8, что ли, убегать. Здесь можно даже какие-то комбинации продолжить при случае, но не обязательно, может быть, слон G5 еще. Слон G5 и ферз Е4. Поточнее, да, здесь и ладья Е1, и ферз Е4, и ладья, бьет Е7, что? На король Е6, ферз Е4 мат остается. Не, ну я говорю, что там любой уже ход выигрывает. Да. То есть, стопэ, ну сюда отходить, сюда отходить, это прохлада, то есть, это даже ладья бьет G6 с жуткой инициативой, то есть, грозит мат вот такой забавный, если, ну, какой-нибудь посторонний ход сделал, вот так, так и так. Ну, может, ферз D5, правда, еще какая-то защита, может, сохраняется вместо ладья Б6, ну, все это как-то. Не, но верится с трудом. Смотрится подозрительно, в любом случае. Ну, может быть, слон G5? Ну, ладья, там сейчас подумаешь, слон G5. Да не, ну пересдал, то есть. Потом еще, кстати, вот такая, а, ладья G8, ферз G8, все понял, да, слон G5, очень мощный ресурс. Вот смотрите, это очень красиво, Вот смотрите, мы без компа пока не можем найти. А слон D6, все-таки, давай попробую, защититься, ты просто на E7 бьешь, да, слонам? Ты заставляешь меня... слон E7, да, слон E7, и что дальше, правда? Ты заставляешь меня думать. Но я могу даже так ударить, банально, я не могу понять, о чем речь, старик. Так ладья B1, по-моему. Ферзь, ферзь B1, а, ферзь F3, король G1, не понял. Ферзь G4, потом какая-то ерунда начинает. Король F1, и шахи кончились. Да, это какие-то ненужные варианты, я согласен. Шахи кончились, белые выиграли. Да. В таких позициях я особенно силен. То есть, выясняется, что остается у Карлса только ходы ферзем. Но еще есть ход ферзь B5, но это очень опасно, это прохлада, как говорится. Смыслу нету, то есть, наверное, ферзь C6 все-таки ходить. А это под ладья C1. Блин, что-то я вообще ходов не вижу уже за Магнуса. Хотя, да, они должны... Ферзь E6, давай попробуем, все-таки. Ферзя как-то подтянем хоть... Наверное, единственный ход, мы сейчас, что называется... Надо F6 держать и какие-то идеи, может быть, вообще... Значит, мы сейчас, что называется... Что такое? Я понял, там, я задумался просто чуть-чуть над чатиком, надо сейчас с ним разобраться, значит, я уже потерял мысль. А, значит, мы сейчас, что называется, работали методом исключения, то есть, отбрасывали просто возможные ходы черных и пришли к выводу, что остается только ход Ферзь E6. Вот, но уверен, что Магнус его найдет, если, конечно, ладья H5 последует. Ну и позиция еще рабочая, борьба, борьба, да. Вот, значит, давай быстро ответим на вопросы в чатике, потому что мы все-таки с людьми здесь общаемся. Так, да, как оценивает комп, не знаю. Вот что я, вот я что такое смотрел, Ферзь F6 не видел, Ферзь F6, да, это так, спать идти собираюсь, какова оценка позиции, Карякин имеет хорошие шансы напрячь чемпиона мира и попытаться выиграть вторую подряд. Интересный русский комментарий, никто в 8, восьмой игра в конце игры не видел у Карлсона ход Ферзь D2, который вел к победе, Ферзь D2, который вел к победе, не знаю о чем-то, я не видел, может быть, домой на F6. Ага, чат читается, да, читается, но перео... Опа, ладья, слон G5, ладья H8 сыгран. Так, сами запустите движок, мастера на той мастера, чтобы без движка шарят. Жалко задержка в чате. Блин, ну... Все-таки, нет, это же не Варкрафт, то есть здесь прям каждую секунду не обязательно. Значит, принял решение пойти Сергей слон G5. Нормальный ход, вполне себе. Отказался он-то от ладья H5, посчитал, что это не то. Вот, и сыграл ладья на E8. Ну, мы как раз разбирались, слон G5 нам в чатике предлагали, кажется. Вот, пока гляну, что на Гудгейме, на Гудгейме ничего вообще. Извините, да. Так, ну, в общем, позиция боевая, ладья E8 сыграна. Не знаю, не нравится мне ход слон G5, который сделал Сергей. Хорошо стоял слон, зачем подгонять было. Но ему виднее, то есть, он там играет, а мы здесь сидим. А что вы придумали на ладья H5, а то трансляция залагала. Ну, на ладья H5 мы пришли к выводу, что единственный ход это ферзь E6, методом исключения отбросив все остальное из-за комбинационных ударов. Вот, и позиция такая, что черные держатся, вот так вот. Да? Да. Эх, блин. Так, ну, в партии сыграно то, что мне не особо понравилось. Не знаю, как тебе, мне не особо. Ладья H5 ставила больше проблем, на мой взгляд. По крайней мере, чемпион мог ошибиться, у чемпиона осталось 30 минут, у претендента 42 минуты. Ну, у чемпиона 32. То есть, сейчас Сергей тратит время, накопленное, на то, чтобы решать проблемы. Вот, ведь стоит сегодня выиграть партию, это будет, что называется, это будет ГГ, в принципе. Скорее всего, Карлсон выйдет без ГГ. Вот, но это будет конец. Уж точно, такой отрыв не отыграть. Поэтому верим. Как-то грустно это, черными играть после ферзи. А у тебя выбора нет, то есть, здесь, как говорится, нас не спрашивают. Мы и так сидим без спешки. Вот, непонятно, зачем пошли в этот вариант. Вот, уж не знаю, что скажут там завтра Шипов, например, там, или англоязычные комментаторы. Вот, но что-то мне, мне не нравится выбор стратегии на эту партию Магнуса. Ты что скажешь, Вов? Да, мне никак не нравится то же самое. Пскажу, в принципе, ничего умнее добавить, даже нечего. То есть, ты сидишь, корячишься на два результата, если сделаешь ничью хорошо, а выиграть никаких шансов, то есть, а если вдруг проиграешь... Ну, это очевидно, что он забыл анализ, это даже не обсуждается, то есть, этого варианта, то есть, или бы он просто был не готов, то есть, я не знаю, то есть, что здесь комментировать, потому что... Дебют разыграли оба бойца ни секунды не думая, я тебе скажу. Тебя не было, да, то есть, тайминги были таковы, что оба изображали уверенность, но белыми там, по-моему, просто проще играть белыми, вот и все. Белыми там, в принципе, ты идешь по главной ветке, то, что предлагает компьютер, при этом, ты, наверное, изучил партию 50, и еще дальше все это просмотрел, а с учетом того, что там поставлен был для подготовки к первенству мира самые лучшие компьютеры, я так понимаю, вообще в мире, за бешеные совершенно деньги, то есть, я так слышал, что дали возможность работать именно с очень крутыми компьютерами, то есть, при подготовке матча. Я думаю, что, естественно, подобные форсированные особенно ветки просто разобраны до конца партии. Вот. Естественно, о чем-то будут разговоры, но вообще, конечно, что он имел в виду, то есть, сейчас, видимо, ладья Е8, да, и что теперь? То есть, какой-то ход должны делать, сделать? ну, чуть ли не обратно при случае, я не знаю. Так, значит, у нас появился вопрос, почему Карлса не полез в Найдерфа боится? Ну, Найдерф такой дебют, что можно и проиграть, а проигрывать ему сегодня ну, никак нельзя просто. как раз выбор из Панки-то нормальный, просто... Нет, у Найдерфа было бы слишком перебором, то есть, опять-таки, в такой ситуации сломя голову лезть какие-то осложнения, тем более, неизвестно еще, что подготовила команда Корякина, то есть, это не первая, не третья партия, да, то есть, осталось уже очень мало партий, здесь огромнейший риск. То есть, поэтому... Да он, кстати... Главное запрещение Карлсона именно сегодня, я так понимаю, было именно просто отбиться и делать ставку на последние две белых. Да, ну и плюс, я не уверен, что он вообще когда-либо играл Найдерфа, это, мне кажется, не в его стиле мерится... Как играл, играл, то есть, он Е5 и С5, как бы считается сильнейшими ответами. Кстати, я буквально в понедельник наткнулся на старый журнал 64 от 2010 года, там еще совсем юный Карлсон с Крамником, они там стоят, значит, тот турнир известный, который выиграл Карлсон в Вейконзее. То есть, Карлсон там совсем еще молодой, вот, очень такая, очень симпатично было почитать все это спустя столь долгое время. Казалось бы, сколько 7 лет уже прошло, да? Ферзь Б5 сыграно, Ферзь Б5... И даже тогда, да, и даже тогда, то есть, он написал, да, то, что считает Е5 и Ц5 сильнейшими продолжениями, вот он сыграл в одной из партий, пошел во французскую защиту, то есть, причем, во французскую, он описал следующую, о французской защите, то, что он вообще считал вариант французской полукаринтой. и проблем каким образом же он сыграл французскую, вы можете спросить, но оказывается, что он проспорил одному из людей, какой-то у них был спор, и он сказал, что я буду вейконзей тогда, если проиграю, играть только французскую защиту. Он проспорил этот, значит, этот договор, но, значит, его товарищ сказал, что ладно, играю одну партию, остальное отдашься деньгами. В общем, не надо от этого ужаса. Тем не менее, он партию выиграл. Вот, я сейчас не помню, у кого он, но достаточно интересно. То есть, он сказал, что E6 это полукорректный дебют, вот, а E5 и C5 это сильнейший ответ. Так, там несколько чатик пока, к сожалению, только один пишет боец. Можно было ошарашить скандинавки сферы D6, но лучше какие-то левые варианты не играть, все-таки скандинавка ферзь D6 против Карякина это очень прохладная стратегия. То есть, можно просто не выйти из дебюта и все, и конец. Так можно просто до 12-й партии не дать себе. Да, то есть, комментировать будет нечего комментировать. Значит, ферзь C4 пошел вот в этой позиции Карякина. Кстати, вопрос, а как ходить-то? Какие-то тактические... Ну, я, на самом деле, размышлял, конечно, о ходе слон C4, тогда ладья B2 видим. Сразу же. Не, подожди, а как ходить на ферзь C4? Вот висит конь защит. Ну, я вижу, пока ходит ладья B5 какой-то кривой, но там слон A4 же. И там ферзь F5, да? Ну, вот этого я уже не видел. Но это как-то... Если такое находится, то это красиво. Не, а как ходить вообще? Смотри, конь висит, его ладью не защитить, ну, обычным путем. А, ферзь F6, вот точно. Ферзь E6 на B3 я косвенно беру под контроль. То есть, на ферзь D5 ладья B3 в этом суть, наверное. Ну, то есть, если ладья B5 не работает, то ферзь E6, наверное, да? То есть, ферзь E6 и на ферзь D5 ладья B3 все-таки, наверное, этого мало, да? Подожди, у ладья E4, подожди, я тебе сейчас вопрос задам. Ферзь F5, не понял, ладья B3, ладья B3, ладья B3, ферзь E8, ферзь D5. Да, ты мне вопрос действительно задал. Закончили. Так, секунду, ферзь E6. Поздравляем с победой. Тогда ферзь H3, ладья E4, дорогой. Там же на H2 матецкий. Наверное, такая какая-то идея. То есть, ты не успеваешь ладьюц. Подожди, а если как-нибудь слон D1 из... А, подожди, на H2 мат виси. Что-то я... А, ну так... Мат виси. Да. Перездал, что ли, получается просто? Да, кстати, как ни странно. Тем временем пошел магнус ладья B5. Смотрите, что он делает. Прям такой комбинационный мотив. Все встал по диагонали, то есть, слон A4. ферзь F5, ладья B5, ферз C7, ладья. Так хочется проткнуть слону C4. Не, ну такое ощущение, он быстро, уверенно сыграл. Такое ощущение, что Корякин ферз C4 ошибся ходом. Понадеялся, что соперник зевнет, а соперник выясняется, что на слону A4 находится сильный ход ферзь F5. Вот, оставляется ладья под боем, но ее брать нельзя просто, потому что это просто конец. Это неожиданно Матвей просто прилетает. Проблема еще в том, что мне кажется, вот белые нарушили некоторую координацию. Да, так о том и речь, что слон G5 ход кривой просто. Вот, я думаю, Сережа сейчас это понимает. Возможно, он рассчитывал на ход ферзь C4 и зевнул ладья B5, может быть. Мы, правда, не нашли, что будет на ферзь E6, но, ну блин, на ферзь E6 даже можно какие-то такие позиции катать, в принципе. Не, так, наверное, ладья B3 там не придирает. То есть, я в принципе говорю, что какие-то здесь, может быть, искать плюсик. Вот, может быть, ферзь C7 ладья B3, да, там не так круто будет выглядеть на самом деле. Ну, может быть, там, не знаю, слон A2 пока куда-нибудь отойти. В общем, куча возможностей, позиции боевая, пешка лишняя, да. Вот он у ладья B5 последовал ход и какие-то возникают неприятности. Теперь ферзь готов постоянно выскакивать на F5. Ладья там начинает поглядывать на слона. на G5. Братья B6, видимо, еще там где-то, да, действительно, какие-то еще подобные уроки. Или нет? Я пока не могу понять, просто, в чем суть. Ну, суть в том, что защитился и как бы проблему снял. Белым нужно ход делать. Какой? Белым делать ход. Чуть ли, не знаю, я бы уже рассматривал признание ошибки вернуться в F3, может быть, ничего белый не испортили этим ходом. Ну, кстати, логично. Пока думает Корякин, показаний часов 36 на 29. Напомню, значит, что претендент ведет 4,5 на 3,5 очка, вопреки мнениям, в том числе и тех, кто ставит. Вот, значит, по-моему, в первый раз за сегодня скажу, что если кому нравится, там, подписывайтесь на наш канал. Думаю, будет много интересного. Если будет спрос, будет интерес, значит, мы будем изыскивать время, там, вне турниров, вне занятий, вне подготовки, там, чтобы что-то покомментировать. Вот, так что, милости просим к нам в гости на наш сайт. Ответим, ответим на любые нормальные, адекватные вопросы, в принципе. Без проблем, Карякин сыграл Ферз С2, тем временем, что-то как-то у него все фигуры расхлебаны стоят. Вот сейчас вот видно, ладья не там стоит, слон стоит не там. Вот, Ферз тоже как-то отдалился от своих пешек, от своих дров. Что-то не то он делает, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Сейчас, что поврежденешь, расскажи. Только что говорил, 37 на 27. Ага. Плохо слышно было, или? Нет, я, видимо, просто прослушал. Конь Б4 не идет, вопрос. Ну, конь на Б4 должен стоять вечно. То есть, он не должен оттуда уходить, это его место. Вот, сейчас черным нужно решать вопросы какие-то, потому что ну, слон А4 грозит, и если говорить конкретно, вот уже создана эта угроза страшная. Вот более того, если в тупую отойти ладью и ничего не поменяется, после слона А4 сдался. Поэтому должен ходить, может быть, ладья на Б4 как-то ходить, что-ли-ть. И слон БД5. Да, ладья Б4 вроде бы есть ход, и белый вроде бы не выигрывает фигуру, потому что получают мат очередной. Вот, сколько я уже матов поставил обоим соперникам. Так, ну, что там, что было? Ферзь С2, да? Да, Ферзь С2, и теперь вот это вот называется комбинационный мотив, вот, который стоит под слоном. И черным нужно сейчас решать эту проблему, ход Карлсона, но я думаю, он должен ее решить, потому что он бы не пошел в ладья Б5, если бы он не видел, как ходить на отход Ферзя. То есть, это был бы... Ну, и ладья Б4, да. Да, вроде бы ладья Б4 есть какой-то ход, но все держится на... на очень тоненьком, что называется. Так. Так, доска ушла. Как ушла? Нет. А, вот сейчас... Ты не туда смотришь, еще раз говорю, Лов, в трансляции все в порядке. А, понял, понял. То, что я делаю на своем компьютере, не видно. Ну, что, посылание Б4, в принципе... Борьба, борьба. Скажем так, так хорошо, по-моему, Карлсон в этой партии еще не стоял. То есть, позиции у него стало... Активизировались ладьи немного, да? фигуры заиграли, да. А белые, наоборот, как-то отбросились. Да, то есть, помните, когда мы говорили о том, что, казалось бы, сгучаются некоторые тучи вокруг короля. Сейчас мы видим, что черному королю совершенно ничего не угрожает на данный момент. Да, вот здесь... Вопрос вот этих слабостей, то есть, координация немножечко... Фигуры белых рассыпались на доске. То есть, объективно, наверное, черные уже должны держать эту позицию. То есть, опять надо белым как-то собирать все это в клубок. Ну, цветнот близится, хотя не такой жесткий, как в прошлой партии. Осталось семь ходов сделать. Ну, кому-то восемь. Черным восемь, белым, по-моему, семь или шесть. Что-то я уже запутался. Уже час ночи. Вот, с учетом, что еще весь день работали. Значит, что я хотел сказать, то уже забыл. Что-то старость, не радость. Нормально, в общем, уже стоит Карлсон, ну и Карякин тоже, в принципе, вполне себе. Цейтнот не такой страшный будет, да, вот. Потому что осталось сделать семь-тире там, шесть, шесть-семь ходов до контроля, там добавится время, можно будет еще думать, играть. Вот. Сейчас все возможно в этой партии абсолютно. Даже и черные могут где-то напрягать. Вот. И белые могут пытаться консолидироваться. Борьба. Думает Магнус. А вот у меня такой еще вопрос. Нет ли здесь куда ладья А8, ладья на Е8 тоже стоит на самом деле пустой. Можете перебросить на линию А как в район поле А3. То есть слон А4 вроде как у нас есть какие-то тактические ресурсы связанные с пешкой на Е3. Сейчас, подожди. Черный слон на Д2 после ладья Б4. А, ну а там пешка же подвисает где-то. Нет, слон Д2, я понял. Тут какие-то такие, может быть, ходы начинаются. Ладья Е2, ладья начинает заходить в гости при случае. И ход Холл. Может быть, даже удар на Д4 есть, нет, после этого. И перца Штримбан. Да, есть какие-то тактические. Ну, это надо считать, да, конечно, ладья Е2 мы зеваем, конечно, ход, да, ладья Е2 на разъемную. Правда, после даже коня в 4 или слона H2, то есть становится так ладья А4, да, так ладья А4, к сожалению, по-моему, есть. Здесь? Обратный, ты ходишь по очень тонкому льду, друг мой. Не, ну ладно, это из области фантастики, да, лучше не бредить. Ну, вообще, хорошая идея, да, то есть, те, кто обратили внимание на ход Слон Д2, молодцы, то есть, в такой поздний час переплюнули полтора Гроссмейстера. Увидели, увидели нападение, да. Да, я, кстати, сейчас начинаю думать, что вот на воде Б4, ну да, Слон С4, это обычный ход, а вот если, давай разберемся все-таки, нам задали вопрос, а мы, получается, не можем ничего без этих самых, без компаний, не можем дать ответ. Не, ну, Ладья Е2 смотрится сильно, потому что на М2 же висит. Ладья Е2, вот, это то, что мне пришло первое в голову, сделать связку, но, это тоже опасно, потому что стоит Ферзюат скачать с темпом грамотно, там Ладья потеряется, а подожди, если, а, да, идея вот в чем, Ферзь Д1, Тара взял, взял и взял. И черные выиграли, потому что здесь две легких фигуры будут явно сильнее Ладьи. Да. Вот, видимо, Слон Д2 был бы очень хорошо, круто, испубила бы еще какая-нибудь пешка на Ф1 бы стояла, был бы замечательный, но так не бывает, к сожалению. Вот, тут Ладья сюда заходит, что-что, что-что? Да, пешка на Ф1 бы сказал. Значит, грозит сюда удар, грозит сюда удар, грозит сюда удар, вот, и похоже, можно не защититься уже просто, видишь, мы с тобой еще что-то можем. Итак, Слон Д2 не опасно, отмели, дальше слушаем креатив. Так, ну давай, я не знаю, попробуй еще какой-то... ты Ладья А8, да, сейчас с тобой придется разбираться еще, Ладья А8. Нет, 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 не на Слон Д2, да, я понял, сразу. Понял, то есть на Слон А4, подожди, ты хочешь какую-то тактику, дай-ка мне подумать, потому что... взять и Ф5, я думаю. Потому что я в упор не вижу никакой тактики в этой позиции. Взял на А4, пошел Ф5. Это я видел, Ф1, Ф1, Ф1 конь С3, по-моему, сдался просто, нет? Сразу. Не вижу вообще ходов. А что мне грозит, я не могу понять. Теряется на Ф3 же. На Ф3 это опасно, это беда, это потеря потерь, как говорит Кузя. Но самое противное, что я-то хотел так, так и так, но тут неожиданно, неожиданно... Ферзь Ф1 я пошел на конь С3. В чем прикол-то? Ферзь Ф3. А, Ферзь Ж2 же. Я тебе вопросы сейчас буду... Ферзь Ж2? Вопросы сейчас буду задавать тебе. Как застенчивый читатель. Сейчас, секундочку. Я просто... Секундочку. Алехин еще силен. Такого не может быть. Такого не бывает. В таких ситуациях в парке один очень хороший Блицор знакомый всегда говорил, что Алехин еще силен. Ну вот. Я тебе могу сказать то же самое. Такого не бывает. Я тоже могу сказать. Не знаю, сейчас пойду Ферзь Ф3 и выиграю партия. По-моему, Ферзь Ф3, Ферзь Ж2. Ферзь Ж2, по-моему, есть какой-то удар. И на ладе Ж2, Конь Е2. Как ты будешь играть? Вот такую феерию тебе нанесу. С идеей ладе Б1. Да ты с ума сошел. На публике. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот унижать на публике. Да, красиво. Красивую нашел идею. Смотрите, это фантастика. Эта позиция достойна. Если кто-нибудь из комментаторов ее найдет, можете пожать им руку. Без компов, естественно. Да, черные выиграли. Фантастика. Очень красиво. Да, цук-цванг полный. Да, прикольно. Ну, это какой-то кооператив мы разобрали, да, в принципе. Вот такой веселый кооператив. Почему? Почему сразу же кооператив? Нормально? Что-то красивое, да, что-то красивое. Так, ладья А8. Давай заново, значит, все-таки слон А4 хочется, ну, чисто из принципа, хочется просто напасть. получаем, получаем ферзь Ф5. Так, а ферзь Б5 это ничья, да? Ферзь Б5 просто ничья повторением. Да, вечняк. Вечняк просто. Ну, кстати, возможно, это закономерный результат партии. Вечный шаг. Так, а ферзь А8, а, подожди, а, ферзь А8 закрылся, к сожалению. Так, ферзь, ферзь А3. Тогда что? Тут надо понять, что с чернопольником. Слон Д6 есть ход неприятный. Опять то же самое. Опять 25, как говорится. То есть мы преследуем эту ферзь. У него нет полей просто. Вы просто маньяк какой-то. Кстати, народ, народ ничего. А, спасибо парню, очень крутые комментарии. Ну, так это шахматы. Здесь каждым ходом могут быть такие вещи. Мы еще не видим, я вам скажу, очень многого из того, что они сейчас рассматривают. Потому что они-то напряжены, сконцентрированы, а мы на расслабоне. Вот. Так, а вот, значит, вопрос такой. Значит, на ладья А8 хорошо, а что же надо на ладья А8? То есть белые могут... Не, ну ничего страшного нету. Ну сюда, например. Объективно-то да. Сюда, отошел. Кстати, думает до сих пор Магнус уже. Осталось у него 17 минут против 37. Ничего пока страшного нету. Но я уверен, что он обнаружил вариант с конь Е2. Я просто в этом уверен. Хотя, не факт. Не факт, не факт. Нет, уже не уверен. Это слишком гениальный вариант. Вот. Да, только избранные могут его исполнять. Так, на Гудгейме никого. На Ютубе, по-моему, вообще трансляция не идет. Я буду заливать, значит, видео с утра. Вот я так вот дыхнул в микрофон. Мне сказали, что не дышать в микрофон. Я его заменил, у меня звук сломался после этого. Пришлось комп перезагружать. Может быть, да. Да, кстати, на всякий случай, завтра я планирую трансляцию начать в 21.30 где-то рассказать все-таки про сегодняшнюю партию в двух словах. Вот заодно, так сказать, все протестить. Поэтому приходите, запасайтесь с вопросами. Вот. И Владимир, я думаю, к нам подключится обязательно. Да, завтра, думаю, что получится у нас с самого начала провести. Значит, наступает развязка, значит, приходите сами, зовите друзей, кому интересно шахматы, там, варианты и так далее. Будем стараться, насколько это возможно. Миша, очень интересно время какое-то. Давно что-то не играет Карлсон. Только что говорил, я не знаю, 37 на 17. А уже, по-моему, недавно 27 было, уже 17, да? Да, 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 я как раз об этом говорил, я тебе больше скажу, уже 15. Но это не точная информация, мне из Нью-Йорка не звонят, но трансляция так показывает. ну вот движок, который встроен в этот самый, в чест-бомб, слабый движок, пишет, что нули, 0.25, 0.75, 0.8, вот в таком духе, но ему особо доверять нельзя, он как раз сказочно далек от шахмат. Вот, это надо ставить на мощные компы, хорошие движки, которые, типа там, Stockfish, я не особо сейчас разбираюсь в движках, я помню, я, например, пользуюсь Goudini 4 вроде бы, но мне без разницы, он, главное, тактику видит какую-то элементарную, и все. Так, ну давайте поймем все-таки выбор, да? Посоветую этим самым читателям, какой сейчас самый крутой движок для анализа, чтобы находить лучшие ходы. Ну, все хвалят Stockfish 8 сейчас, как бы он, уже восьмой, что ли, блин? Да, но он сейчас играет матч, по-моему, с Komodo, по-моему, там я смотрел недавно, буквально, дня 3-4 назад, был на каком-то из сайтов, читал, что идет матч между Stockfish 8 и, по-моему, Komodo, и счет был 20-15, после 35 партий, то есть в пользу Stockfish. Угу. Ну, вообще я, честно говоря, то есть тоже, говорится, ветеран советских времен, да, то есть, когда у нас были только Genius 2, они никому не нужны были, были бы только базы, то есть мы просто анализировали очень много партий, то есть смотрели партии классиков, на них учились не только ставить фигуры правильно, но и анализировать, в том числе. Значит, смотри, тут тебя снова поправляют, с Гудини он играет, с Гудини. А, с Гудини, значит, да, ну просто как бы, какая разница, как движок называется, он должен быть, он должен быть, он должен быть помощником, он должен, как бы, помогать шахматисту, шахматист находит идеи, и проверяет их с помощью движка на тактику, в принципе, этого уже достаточно, вот. Значит, 14 минут думает уже над ходом, да, уже такое чувство, что даже может быть больше, чем 14. сейчас проблема, проблема возникла, у Карлсона, что-то он засомневался в выборе, давно такого не было, тем более, опять-таки, смотрим его время, да, то есть, время очень мало становится. Ну, потому что, если его сегодня опять оштрафуют, то он уже там может в минуса присвучивать, понимаешь? То есть, матч просто не закончится? Нет, но имеется в виду, что если его прошлый раз на 10%, сейчас на 10%, вряд ли он останется на пресс-конференции, если проиграет. Вот, кстати, еще один прикольный вариант, по-моему, у меня в голову пришел, допустим, черные здесь пойдут, допустим, конь b4, какой-нибудь кривой ход, вот нет, и какой-нибудь ферз без g6, ну, посмотрите, такого нет удара, hg-slon f6. Для телезрителей, да, hg-slon f6, красиво, по-моему, выиграл. Да, смотрите, какая ловуха есть, то есть, в принципе, давайте объективно, если конь куда-нибудь отойдет, логичный ход какой-нибудь сделает, конь b6, от слона a4 защитился, очень логичный ход, то неожиданно проробивается с ноги, так сказать, ферзь g6, и слоны f6, и закончили. да, 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 вот, может быть, что не учел еще магнус, возможно, он рассчитывал конем куда-нибудь прыгнуть, там, вперед, да, конем назад, может, он пока не верит в то, что вот это вот проходит идея с жертвой качества по диагонали, ферзь f5, может, он что-то как бы... Не, ну, есть же простой ход ладья на b4, подожди, вообще без особого риска, то есть, ну, ничего не отдаешь, по крайней мере, в один ход. Все, пошел ладья a8, нашел он вариант, который Владимир нашел, значит, еще раз покажу этот вариант, слон a4, ладья бьет a4, ферзь бьет a4, ферзь f5, подвисло на f3, там, на b1, все висит, кажется, что у белых находится ход ферзь d1, и на конь c3 находится ход ферзь f1, неожиданно следует так, закрылся, единственный ход, иначе без ферзя, взял, королем брать нельзя, потому что ладья бьет g5, вынужден брать ладьей, и получаем неожиданно конь e2, такая коробочка. Нет, видимо, придется как раз таки королем брать, чтобы... Не, ну я понял, да, да, я имею... Не проиграть. И имеется в виду, что я-то сперва хотел форточку сделать, а потом выяснил, что форточка-то форточки рознь, потому что король h2 мне запретят ходить, вот, такие варианты рассчитал Карлсон, но он боится, то есть в отличие от нас, для него эта партия очень важна, вот, поэтому он перепроверял варианты, все-таки отдавать материал, вот, возможно, почему он еще отказался от конь b... от ладья b4, возможно, все-таки ему не нравилось, что там какие-то... Может быть, просто ладья... А, ладья b4, ферзь h3, ладья b4, ферзь h3, не факт, А не сразу, правда, там, какой-то редакция, наверное... Да, может быть, какой-то слон c4, простой ход ему не понравился, и слон возвращается в защиту, там, с f1 на h3. С4, ферзь c6, ферзь c6, слон d3, по-моему, просто. А я могу уже веншклэдер перейти. Не, ну, может, возможно, его не устраивал этот энд, я черт его знаю. Я же не Карлсон. Вот, ладья b8. К сожалению. Или к лучшему, как ты считаешь? Я думаю, что каждый должен жить своей жизнью, иначе просто было бы неинтересно. Так, значит, смотрим, смотрим, что там комментируют. Ладья b8, интересно. Ну, ход логичный, вполне себе, то есть, ушла ладья из-под диагонали, которая трещала. Вот, ладья готова где-то внедряться с поля А3. В лагерь белых к пешке Ф3 прицепиться. На слон А4 заготовлена ловушка. Но ловушка такая, на самом деле. Да, 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 я хочу отметить для всех, кто сейчас нас смотрит. Если сейчас Сережа захочет, он может закончить эту партию, пойти слон А4 и после ладья b8, ферби, а4, ферзь Ф5 согласиться на ничью. То есть, сейчас этот выбор зависит от Корякина. Если он захочет, он может сделать ничью. Вопрос, захочет ли он. Боюсь, что может захотеть. Это его тактика в этом матче. Плюс все складывается к тому, что надо, может быть, сделать ничью. Но может за это Каиса и наказать в будущем. Черт его знает, короче. Ну, как ты думаешь, Миша, ладья b8 это игра на что? Ну, я думаю, он очень не хотел делать этот ход. Возможно, ему просто не нравилось, что сейчас Корякин может сделать ничью без борьбы. То есть, Карлсон, возможно, не хотел. Но я не знаю, не могу к нему в голову влезть. Скажем так, по-моему, он любит перегибать палку. Вот ладья b8 более амбициозный, чем ладья b4, по-моему, Вот очевидно. Да, но после слона 4 ничья сразу же. Да, ну, в принципе, то, что я и говорил, что он, суки, пытается обезопасить, казалось бы, по-другому. Так, ну, здесь, правда, вот и как ладья b8, с слона 4 мы не ходим. Сейчас, одну секунду, нам пишут, что на ютубе идет, а подскажи, сколько народ нас смотрит на ютубе вообще, есть ли те, кто в нашем стане тогда все, продолжай, значит, ну, слон c4 напрашивает сход, в принципе, как ты думаешь? Для борьбы на победу. Можно сказать, я позицию сейчас только смотрю, размышляю. ну, как бы, грозит у ладья a3 при случае какой-то неприятный ход. Ну, пошли слон c4, напали, слон всегда в защиту подкручится. да, логично ничего не придумаешь, то есть, проверка какая-то должна быть. есть какой-то, есть какой-то обычный ход слон c4, он ничего не проигрывает, ничего не теряет. Вот, но я думаю, сейчас Сережа, я думаю, сейчас будет думать минут пять как минимум. Вот, я успею пойти налить в водички. Значит, потому что он сейчас бьется сам собой. Не сделать ли мне ничью? Останется всего три партии, которые нужно свести в ничью. Вот, и даже если ты какую-то одну проиграешь, это всего лишь тайбрейки. То есть, чтобы проиграть матч, нужно проиграть уже две. Вот сейчас, я думаю, у него в голове вот это вот все дело крутится, он выбирает, как ему поступить правильно, грамотнее, умнее и так далее. С шахматной точки зрения, я думаю, надо играть с Вон С4 и бороться за победу. Вот, но здесь уже матч, это психология, это другой уровень абсолютно. Ну, вообще, с учетом времени, я думаю, все-таки он не пойдет в С4 все-таки. Сергей тоже четко осознает, что происходит на доске. Ну, вспомни, вспомни Эншпиль, разноцветный, со здоровой лишней пешкой. Я думаю, он будет его возить ходов в стол, он взял на ничью, согласился. Да, то есть, это вопрос матчевой стратегии. Он может быть очень-то сэкономит энергии. Я сейчас вернусь, ты пока займи, народ, в чатике вроде ничего нету, поэтому, народ, задаем вопросы гроссмейстеру Владимиру Доброву. Ну, оценка, что имеете в виду по оценке? Ну, оценки постоянно меняются, то есть, на одной глубине он показывает одну оценку, вот, и оставить компьютер на час, и оно покажет совсем другую. Поэтому, доверять полностью тому, что написано, тем более, там, в течение нескольких секунд, это неправильно. Так, Дупленыш пишет, что Слон-С4 уже сыграли. Слон-С4 сыграл, он пишет. Ну, достаточно логичный ход, то есть, теперь, ладья должна определяться с положением, то есть, здесь два варианта, то есть, либо ладья идет на Б4 с какими-то идеями, Ферзь, С6, либо она просто линьевая, становится контролировать, и, значит, пункт Д5. Наверное, очень крепко ладья опять играть в этой ситуации. Хотя, вот, ладья опять какие-то варианты централизации, то есть, после Слон-Д2, может быть, может быть, Ферз-Е4, какие-то идеи, то есть, переброски. То есть, вопросы еще перед черными предстоят некоторые решать, потому как четкого еще уравнения нет нигде, то есть, белые стоят до сих пор поприятнее, то есть, ладья с H4 еще тоже не надо про нее забывать, она вроде как и контролирует пункт H3, и в то же время присматривается к королю. То есть, пока-то достаточно занимательное положение занимает, да. Занимательное занимает, сказал, да. Да, ну, что там по времени интересно, что происходит, может, кто-то в курсе, да? Значит, а, вот здесь вот, по-моему, написано, что-то. 11 минут. 11 минут у Карлсона против 31 Горякина. Ну, в общем-то, сейчас момент истины наступает. Тихонечко. 6 ходов до контроля. Какую стойку? То есть, ладья А8, в общем-то, теперь черные именно после хода ладья А8 по сути дела принимают именно ту пассивную стойку, про которую я говорил в начале трансляции, когда я к вам присоединился, то, что такие позиции как раз-таки Карлсона не любит. То есть, можно резюмировать, что белые получили именно то, что хотели. Магнус до сих пор находится под неприятным прессом. Так, слушай, тут какие-то интересные движения. Сейчас, две секунды. Значит, давай я пройдусь по вопросам, я вернулся. Так, а если тупо на Д5 треснуть после ладья Б4? Ну, там Фердбет Д5, к сожалению, и если имелось в виду вот эта позиция. А вот, кстати, Михаил, там господин Альдикс. Я сейчас дойду до этого, я просто не совсем понял, что это такое. Значит, слон Б4 здесь, Фердбет Д5, и как бы на Ф3 висит. Белые не могут отдавать этого слона. Этот слон, он будет цементировать позицию. Если его отдать, тут можно просто хуже встать при случае. То есть, пешки, они дрова. Если одна рухнет, рухнет, потом все упадут и проиграешь партию. Потому что здесь 3, они друг дружку хорошо так, они рядышком, они компактно стоят, это как бы основа шахматной стратегии. А у белых руины. Но сейчас эти руины компенсируются двумя мощными слонами. Стоит одного из них отдать неудачно и могут быть проблемы. Так, идем дальше. Значит, так, слон С4, движок на плюс 0.83 считает. Ну, движок видит лишнюю пешку, двух слонов и проблем не видит особых. То есть, он оценивает в принципе достаточно логично, 0.33 не суть. Так, когда на шахматном стриме в чат кидают компьютерные линии или оценки, это равносильно спойлеров сериале. В цивилизованном интернете за спойлеры банят. Ну, в принципе, тогда получается, что и мы спойлерим вам, говоря, что у белых позиция лучше. Вот. Поверьте, мы можем оценить не хуже любого компа. Ну, вот такую позицию, не какую-то есть, иррациональные позиции, которые очень тяжело оценивать. Вот. Но большинство все-таки позиции вдвоем особенно, мы уж как-нибудь справимся. Так, ну, в принципе, да, вот это что означает? Донаты, 20 долларов. Ну, это все, оказывается, просто человек написал в одну строчку, это все глупости. А, понял, понял. Уже понятно, да. Значит, меня просто дико удивила оценка. Так, Слон-C4 сыграли. Да, сыграно Слон-C4. Так, сейчас Слон-C4. Да, ладья А8. Слон-C4, ладья Бена А5. Вот, думает Сережа, ну, можно на ладью напасть один раз, скажем так, Слон-D2 ходом. Ну, вот, как вариант. Так, идем дальше по чатику. Так, я прошлую партию с движками смотрел, так, разные движки давали разные оценки. Комод, стокфиш, гудок, что-то посередине. Да, ну, они по-разному, во-первых, запрограммированы, они же решают математические задачи, в них заложены алгоритмы. Во-вторых, зависит от железа, которое есть, да? Так, наверняка, Корякин решил поиграть, поиграть на победу, раз не отфиксировал ничью. Да, он продолжает борьбу и правильно делает. Так, этот ролик, так, ладно. Сори, я затупил, думал, что ладья уже на А8. Все понятно. Что, черный при случае готовит ход ладья, А1, вероятнее всего. Да, то есть, возможно, размен ладей в такой ситуации, чтобы немножко кроля там прощупать. Где-то внедряться, да, на последний ряд. Вот. Белый Король все-таки тоже, у него пешечное прикрытие разбито, он себя не очень уютно чувствует. А черный Король, кстати, спасибо слону G5, теперь и у А2-BG6 никаких ударов нету, то есть, какой-то вообще ход удивительный. Ну, вообще, такое ощущение, что белые протоптались просто на месте, а черные улучшили положение ладьи. Не кажется, Миша, смотри, если вернуть с левтой позиции, буквально, там, годов 3-4 назад. Черные ладьи перекинули с E8-B8 на линию А встали абсолютно так же А8-A5, то есть, через две клетки. То есть, если сравнивать вот эти позиции, то просто, как бы, переброс произошел. Ну, наверное, в пользу черных, я думаю, черные укрепились. Вот, конь главный, D5, обратите внимание, он теперь 10 раз укреплен. Вот, можно, наверное, напасть на ладью, но она спустится вниз на 1 куда-нибудь. Возможно. Может быть, на А4. поднапряжет там вот это дело. Все-таки, белые должны следить, у них фигуры оторваны, ладья на А4, она может войти в игру, а может и где-то. Ну, и вот, стоит ее сдвинуть неудачно. Ну, например, вот взял там и как-то вот начинаются заходы неприятные. Ну, или вот, скажем, вариант возможен такой, я не знаю, могу какой-то вариантик просто предложить. Допустим, белые сыграют как-нибудь Селон Е3, вот здесь вот. Ладья А1, ладья бьет А1, король Ж2, вот, Ну, и вот в какой-то момент черный вот эту ладью на А4 арестует ходом. Ну, в какой-то момент пытается давать. Где-то так, и если неудачно отступить, то так. Ну, такие тоже есть идеи, да, но, к сожалению... И забрал Ферзя. Не, ну, это в порядке этого. Как я люблю говорить, в порядке бреда. В общем, ходом H5 или H5, но только, естественно, в какой-то редакции. то есть ладья на А4 может оказаться. Короче, это была знаменитая партия моего тренера Туника. Вот, гроссмейстер известный, значит. Вот он умудрился в такой позиции. Я сейчас просто передвинул фигуры, не стоит на это особо обращать внимание. Он имел какую-то вот такую ладью. Вот. И вот она, типа, была... А, пешка на G3, значит, с этой он играл с... Как ее? С Ковалевской Екатериной. Это, значит, было... Сейчас скажу, это было Тольятти 2001 год, кажется. Вот. Я там играл достаточно успешно. Вот. 2400 получил оценку сходу. И он играл, значит, вот он у ладью на А4 завел пешку на G3. Я просто плакал. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я смотрю на него, но думаю, Ковалевского он должен обыгрывать. Он же мужик, он там мастер или Гроссмейстер известный. Ну вот. А он в итоге в муках, в муках сделал ничью, я не знаю как. До сих пор не представляю. То есть, вот такая ладья у него была на А4 не имела ни одного хода. Ну, про разные фигуры, да? Ходят легенды, то есть, там, ходь на А1, да, там? Да. Тем временем ладья на АА. Стоп, извиняюсь. Слон Д2 последовал ход. Его мы тоже угадали. И ладья на А4, ни секунды не думая. Вот, честно говоря, мне как-то ладья А1 больше нравился, если честно. Ну, он может быть хочет слона сбить, но, с другой стороны, слон может сейчас на Б3 заставить пойти ладья А1, да? Мне кажется, зря он дал слону лучше свое положение. То есть, слон на С4, ясно. Ну да, ферз заиграл. То есть, ферз теперь готов по этой линии работать, готов куда-то на С4 встать, на С7 давить. То есть, странное решение. Я бы все-таки, вот, в режиме Блиц я бы пошел ладья на А1. Потому что, заставляю пойти с человека слон Б3, ну, а вдруг это ему выгодно? Непонятное решение. Да, слон Б3 100% будет выиграно сейчас, потому что у меня просто хода нет у белых. Ну, 99, да. Да, и черные, видимо, пойдут ладья А1. Ну, то есть, что нас ожидает после этого? Наверное, белые короля на Ж2 поставят. Ну, и черные будут как-то ковыряться вот с этими фигурами. Ну, наверное, все-таки ближе к равенству все равно. Все это объективно. Ну, с другой стороны, вот, все равно шансы, как-то, остается. Нет, кстати, неожиданно, ни секунды не думая, ходит Ферз Д3. Да. Устают. Ну, ход неплохой, но просто странно, что он вообще не стал думать на эту тему. То есть, пошел Ферз Д3 и все. Время, хотя у него было, 26 минут, но, видимо, экономит силы. Экономит. Пошел, сделал крепкий ход. Ну, что, ничего плохого нету, в принципе. Ладья на А1 напрашивается какое-то вторжение. Ладья на А3, может быть. Может быть, где-то... централизовался с другой стороны после вот этих разменных ладей все-таки то же количество потерял. Ну да, мы можем, например, взять, взять, вывести короля в люди. Да, потом ладья на Е4 выйдет. Да, потом вернуть ладью, наконец-то, потому что король прикрывает важное поле А3. Вот, и в принципе все в порядке. Так, сейчас опять тупой ход, скажу, Ферз Е4. Ну, это просто зевок. вот, это зевок слоны, слона. Это усталость. Ну что, значит, ждем. У Магнуса осталось 8 минут, 36 ходов сделано, контроль на 40-м. Высшим на 5 ходов, да? Ну, да, я думаю, без проблем он все оформит. правда, позиция хуже. Вот, нужно сказать объективно, вот сейчас снова у Сережи стойкий плюсик. Ну, собственно говоря, угрожает ход слон Б5. Такая вот такая вот угроза. И снова остается без материала. Вот в чем сила этих слонов, они всю доску режут. Вот, потом Ферз, кстати, постепенно поглядывает. Вот, ему бы куда-то в район поля А6 бы попасть Ферзю, и черным будет беда. Вот, пока он там просто никак не может влезть, но надо следить. В общем, я считаю, подводя промежуточные итоги, мне кажется, снова у Карлсона не очень хорошая позиция. Вот. Я вот хотел сказать, что проблема черная даже в том, что, на самом деле, ладья, как ни странно, далека от защиты коня на Д5. ладья должна как раз в таких позициях где-то находиться по восьмому ряду. Вот я про это и говорил, что когда ладьи перебросились вот таким путем, не факт, что это хорошо. Ну что, думает Магнус... Остается, да. Неприятный. Да, да. Достаточно. И главное, самое главное, что белые практически ничем не рискуют. Вот. Если ничего в этой партии не зевнуть, то проиграть ее невозможно без зевка. Вот. Так что будем надеяться, что никаких зевков не будет и все будет идти к своему закономерному результату. К победе белых. А, на ютубе два человека нас смотрят. Круто. О, Спартак. Привет. С работы вернулся? Да, ну на Твиче, кстати, я смотрю, нас смотрят 15 человек, я думаю, в среднем. 19 подписались на канал. В армии растет с каждым нем. Ну да. Пацаны, можно вставить деньги на победу Сереге сейчас? Ну, ты такой вопрос задаешь, потом он не выиграет, а мы будем виноваты. Могу сказать так, что... Ну, наверное, какие-то конторы принимают, естественно. Да, то есть, скажем так, скорее всего, черные... Можно вставить, что черные не выиграют. значит... Скорее всего, будет ничья, то есть, если оба игры будут дальше играть идеально, без ошибок. Вот. Но у Сереги перевес. У него позиция лучше, шансы на победу имеются. Вот. А дальше уже решаешь сам. Так, кстати, пошли вопросы. Отлично. Прямо целая куча вопросов. Так, если АТ4, то слон на С4 без защиты. Ну, видимо, ферзь Е4, может быть, имел в суду. До хода ладья А4, я это предлагал, забили. Можно ли ставить деньги? Нет. Да, вопросы есть, но не туда все. Значит, ладья на А1 сыграл. Ну, видимо, пойдет все по нашей линии. Скорее всего, Сережа заберет на А1 и пойдет Король Ж2. Да, он взял на А1, то есть тут не надо быть Корякиным. И Король Ж2, я думаю, он тоже найдет ход. Должен найти, как ты думаешь? Ну, шансы высоки. Другие ходы сразу же проигрывают. Единственный ход Король Ж2. Да, сделано. Почти не думая, молодец, Сережа. Потом в трансляции почему-то вернули ходы обратно. И снова ладья БТ-11 стоит на доске позиции и черный думает. Да, взяли. И Король Ж2 последует все-таки второй раз в этой партии. Ну, я не знаю, может быть, Карлсон хочет слона на Ф6 переставить. Какие-то идеи. Вот я думал, может быть, слона, как раз я пытался сказать, у тебя была другая идея, да, я вот думал, слона через Д8 перебросить на Ф6, но я думал, на Ж7, но не суть, на Ф6, на Ж7, то есть, на эту диагональ, в общем, поставить слона, чтобы он давил на Д4 и прикрывал нашего короля, который пока непонятен, то ли он хороший, то ли он плохой. Вот. Ну, в общем, по прогнозам, я думаю, что здесь еще будет катки целых ходов 50, вполне возможно, что это такая позиция, что здесь игры будет еще очень, очень долго. Да. Можно сказать стандартным ответом по мнению гроссмейстера Суэтина, у белых лишняя пешка. По-моему, в одной из книг так было тоже написано. Возможно, да. Это известное выражение, да, то есть, когда комментатор не хочет давать какие-то оценки, значит, он говорит так, что по мнению гроссмейстера того-то, у белых лишняя пешка. Так. Будете ли вы играть на чемпионате мира по Рапиду и Блицу? Нет. Я играть не буду. Точно, значит, последние разы я играл все отборы к чемпионату мира по Блицу. Проходил это в Москве на Аэрофлот Оупене. Вот. Но отобраться ни разу не удалось. Там играешь девять туров, девять партий, двухкруговой турнир. В смысле, не двухкруговой турнир, в два. Две партии играешь. Короче, девять соперников по две партии с каждым, то есть, восемнадцать туров. Вот. Ну, набирал я обычно небольшой плюс, то есть, там, заканчивал в плюсе, составы там колоссальные. Вот. Звезды играют и так далее. С ними играешь тоже, там, некоторые матчи. Первый матч, я помню, я выиграл у действующего чемпиона России Александра Рязанцева, я выиграл полтора на пол очка, он мне в какой-то момент фигуру подставил. Вот. А сейчас он чемпион России, выиграл суперфинал. Ну, планировать можно, но объективно играть я не собираюсь, да, потому что далековато, по-моему, сейчас в Катару же надо ехать, по-моему, лететь. Желательно лететь, да? Да, это достаточно накладно, но и, во-вторых, все-таки, не знаю, само положение мне не очень нравится. Значит, скажите, когда сороковой ход будет? Сейчас 38-й ход, король же 2, скоро будет сороковой. Время? Три минуты, ну, 4 минуты чуть меньше у Карлсона, 26 минут у Карякина. Так, добрый вечер, как вы считаете, что важнее в шахматах проводить свои планы или препятствовать планам соперника? Вот, ну, была такая книга «Искусство войны», там пару тысяч лет ее написал, там Сунь-Дзи, или как его, вот, там одна из фраз была, что «знай своего врага лучше, чем себя». Видимо, он это имел в виду, что, ну, препятствуй, там, ему угрозам и так далее. Вот, были всякие замечательные фразы, знаменитые, классические, вот, я пытаюсь учеников, так сказать, именно им обучать, что там, хочешь мира, готовься к войне, можно сказать, да? Я считаю, что нужно именно мешать планам соперника и уже потом проводить свои планы, потому что, если ты будешь проводить просто свои планы, не глядя, что там делает соперник, скорее всего, он тебя может перехитрить. То есть, идеально, это когда ты срываешь планы соперника и проводишь свои. Это идеальный, на мой взгляд, модель игры в шахматы. Владимир? Ну да, то есть, все верно сказано. То есть, если ты не будешь проводить только свои планы, то у тебя на работе 2000 все время. что будет все время? Ну, рейтинг будет около 2000. Мне кажется, меньше, меньше. Ты будешь расти в других аспектах, но проводить все равно будет. Я вот вам сейчас расскажу одну историю. Я сейчас в августе был, значит, в замечательном городе Петергофе, вот, ездил там, тренировал, вот, и сыграл там Блиц-турнир, там проходил. Я там и Блиц-быстрый сыграл. Значит, Блиц я как-то с трудом смог выиграть, первое место занял, вот, среди участников, а вот в быстрый я играл в какой-то момент с мальчиком 2008 года рождения. Вот, когда я бросил заниматься шахматами профессионально, он только родился. Вот, и значит, и он первыми ходами со мной пошел А3, вторым, по-моему, Б4, третьим Д4. Вот, я, ну, в общем, все закончилось тем, что я перешел в лучший эншпиль, сделал один неудачный ход, после чего не смог выиграть партию. То есть, я сидел, и стояли люди вокруг, они смотрели на все это, то есть, достаточно известный мастер, вот, не может обыграть мальчика 2008 года рождения, а позиция возникла такая, что, ну, невозможно выиграть, вот, как ни крути, то есть, в итоге пришлось делать ничью еще, к тому же. Ну, видишь, после хода А3, ты не препятствовал планам противника, вот в чем закончилось. В ходу к пятому я уже получил позицию с большим перевесом, перешел в ладейник, и один неудачный ход, то есть, я думал только о себе, я залез на второй ряд, там, приковал его пешки, а нужно было просто спросить себя, а что он вообще может? Но я даже не думал, что он что-то может, он 2008 года рождения. Ему сколько получается лет? 6 и 2, там, 8 лет максимум. Вот, и я зевнул контрыгру с его стороны, а он ее нашел, для меня это было неожиданно, и партия завершилась в ничью, я в итоге рейтинг потерял, вот, и занял я в итоге там, что-то типа почетного третьего места, что ли, в итоге, а мог бы бороться за первое. Блиц-то выиграл до этого. Вот такие вот дела, значит, конь Е7 пошел, ой-ой-ой, конь Е7 пошел к Карлсон, у него минута осталась, и вот как, как я говорил, сейчас очень важный момент, развязка наступает, значит, надо сделать два хода до контроля, у Магнуса полторы минуты, и проблема в том, что позиция очень неприятная. То есть, он пошел конь Е7, я не уверен, что это хороший ход, сейчас белые могут на пункт Ф7 надавливать. Слушай, а удара на Ф7 сейчас нету? Вот я не знаю, вот просто если впрямую, сейчас вот у Сережи 25 минут, я думаю, ему сейчас нужно минут 10 думать, по-моему, он просто выигрывает партию. Народ, Народ, Корякин, Корякин, по-моему, просто сейчас может выиграть партию ударом сломбит Ф7. Во-первых, стоп, вместо сломбит Ф7 есть ход ферзь Б3. Чем защищать на Ф7? Подожди. Смотрите, вариант простой. Так, 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 и так. Теперь, если отошел, то забрал, это безнадежно. Должно быть безнадежно, все-таки без трех. Одну отобьешь, но этого мало. А если закрылся конем, то усиление связки. И, по-моему, это тоже печальная позиция для Карлсона. Что он сделал? Он пошел конь Е7, он, по-моему, просто проигрывает партию сейчас. Это фантастика. Это фантастика. Не успею я, не успею мы с тобой немцева обойти, то есть, матч закончится к тому времени. Но вот вопрос, что сильнее, то есть, все-таки слон Ф7. Смотрите, ферзь Б3 напал на Ф7. Нечем защищать на Ф7. Просто не существует защиты. Но любой отход коня следует удар на Ф7. Ну, видимо, конь Ф5, слон Ф7, король Ж7 последует. Я так понимаю. Что теперь? А, все равно на Ф7 же не висит, да? Могу пока отступить, наверное, в АДИ-Аш-3. То есть, брать нельзя, тут мертвая связка. Я не беру там мат какой-то, тут даже какая-то связка очень больно может быть. По этой диагонали больно. Е5, правда, какие-то еще есть. Ну, да, да. Либо альтернатива взять сюда. Король БТ-Ф7, и теперь интересный момент. Есть в АДИ-БТ-Аш-7, но там как-то может быть еще держишься. есть еще какой-то вот такой шаг хитрый. Стоп, это мисклик. Такой какой-то шаг есть. То есть, конем закрываться понятно, что нельзя. Это серьезно, да. Без Ферзя играть нельзя, если ты не таль. Ферзь бьет Д5, это тоже прохлада, потому что взял сюда, по-моему. И если неудачно отойти сюда так или так, то следует удар Кабани, и забрали Ферзя. А если Король Ж8, то... Не знаю, так не бывает, но... Нет, так не бывает. Взял-взял Ладид Д7, как они в 4 шаг. Стоп. А может... Ладид Д7 брать не надо, просто Ферзь бьет С7, наверное. А, да, да, да. Наверное, да. Пока Ферзь бьет С7 забрал. Все, это сдался. Это сдался 100%. Да. Так, короче, безнадежного у Карлсона, я считаю, просто безнадежно. Притом сейчас у Сережи полно времени, он все аккуратненько посчитает и так далее. То, что он посчитает, это 100%. Ему сейчас... У него не 5 минут, у него 25. Да. Сейчас нужно посидеть, сейчас Сереже нужно что сделать? Он должен сидеть, независимо от того, видит ли он выигрыш или нет. Минут 10. Все аккуратно проверить, перепроверить, убедиться и с полными силами пойти в бой. И это будет конец. Это, во-первых, еще минус 10% от приза. Вот. Если кто не в курсе, значит, я напомню, Магнуса Карлсона оштрафовали на 10% от приза за то, что он не пришел на пресс-конференцию, точнее, ушел с нее. По контракту обязан, несмотря на результат, хотя я считаю тоже, что это бредовое правило, но если ты уж подписал контракт, то будь добр следовать, ну, либо плати штраф. В принципе, он ничего такого не сделал, он просто согласился оплатить штраф, насколько я понял. И все. Вот. Но это, конечно, для него очень больно. Значит, можно ли не очень умный дебют, вопросы по дебюту, любые вопросы, которые адекватны с точки зрения политкорректности там, да, и всего остального, значит, все, что связано с шахматами, пожалуйста. Миша, такой вопрос форсированный вариант. Давай, давай, дойдем мы это самое сейчас быстренько, я пробегусь просто. Ну, люди ждут ответов, а мы как бы это сарат. После ферзь Б3, по-моему, не очень приятно, да, все верно, если ферзь Б3, есть сразу же удар на Ф7. Ферзь Б3, кони Ф5 сломбит Ф7, там удар находится. Да, труба. Поплыл на верзуц, как же сейчас негодуют Глори Хантеры. Это, видимо, Глоры, которые охотятся, что ли, да, и Смайлик, это кто это, Бонневур, что ли? Лицо. Что за шутка про Тали и Ферзя? Ну, дело в том, что Таль, есть такая книга замечательная, написал Гик, беседа о шахматах, вот, там целая статья, почитайте, кто хочет, Таль очень много в своей жизни пожертвовал ферзей, поэтому, это не шутка про Тали, а то, что Таль много провел красивых жертв ферзя, и вот он без ферзя играл виртуозно, но, конечно, там именно позиции предполагали. То есть, если кому интересно, значит, например, просто, ну, их полно книг, например, беседа о шахматах, Гика, там целая статья про жертвы ферзей в истории шахмат. Так, не в форме ли норвежец? Ну, это, это 100%, то есть, он не довел несколько позиций, которые он раньше выиграл бы вслепую, с закрытыми глазами, там, не знаю, пьяным. Вот. Он их не выиграл, после этого он немножко был расстроен, пропустил удар, а я еще во время седьмой партии, кажется, говорил, что одно поражение может в этом матче поставить просто на грань просто матч. Вот, вот, все, я устал говорить, давай, Вов. Ну, все по делу, да, все по делу сказано, в принципе, добавить особо тоже нечего. Ты уж добавь. Сейчас я хотел сказать, что может быть, черный, ну, правда, я сейчас посмотрел, подумал, тут вариант после взятия на f7, король f7, если вы сразу берете на f7 ферзь c4, по-моему, король g7 все-таки еще сохраняет какие-то шансы. Нет, сохраняет, безусловно, но... Пока не видно дальше, что только d5 у белых есть лзи. Ну, как-то слишком красиво все. Слушай, шаг пока. Подожди, стоп, 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 подожди, атак? Вот это что-то невероятное, я думаю. А это я так, я просто с воспитанницей... 1d4, наверное, все-таки я съем, и матом может все-таки не оказаться. Просто я с воспитанницей постоянно тактику решаю, и мне хочется что-то пожертвовать, иначе нафига я это делаю. Ну, у ладья а6 находится, да? Да, да. Не получается вот так вот отжертвовать сразу же, хотелось все отдать... d5, d5 какой-то ход. d5 я думал, а еще есть такая опция, слон h6, король h8, да, должен. Теперь, например, сейчас, ферсик 7, да, пересдал же? Да, это похоже на победу. Нельзя так играть, нашел, нашел выигрыш все-таки в муках. Да, неужто сейчас все может закрутиться? Не совсем корректно говорить не в форме про человека, играющего за корону, наверное. Да нет, это стандартное шахматное выражение не в форме, они и так сами себя называют. То есть, здесь нет ничего такого обидного и так далее. Так что, можно, в принципе, говорить по желанию. Да, но конь e7 я точно вам говорю. форма все-таки не сколько физическая, сколько психологическая форма достаточно слабая оказалась. То есть, вот именно он был не готов к тому, что обычно его вот эти сильные качества реализации, они превратятся неожиданно в негативное вот это вот состояние, да, его? Да, да. Спровоцировало все это. Поэтому форма, пожалуй, в первую очередь психологическая форма его оказалась неважной. Да, ну вот с точки зрения комментаторства я вам могу сказать, что я-то хотел бы, конечно, увидеть Армагеддон в конце, я уже об этом говорил, но что-то у меня такое ощущение, что если сейчас Сережа доведет партию до победы, а я в этом не сомневаюсь, вот, ну уж посчитать-то вариант там на несколько ходов вперед он элементарно сможет, вот, и как бы сейчас главное не продешевить, у него 16 минут осталось 17, то есть он все грамотно делает, он продумал 8 минут, он тратит время, которое он накопил в верном направлении, то есть абсолютно молодец, вот, просто я сейчас пытаюсь понять, то есть если он выиграет партию, то завтра там практически может оказаться уже последней партией, и это печально может быть. Да, с минус 2 за 3 тура до конца тяжело очень интеграться, только способен только Корякин, по-моему. Камбэк очень непростой, да, ну там опять же, да, 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 вообще Корякина могло бы здесь и не быть, да, в теории, но он здесь, вот, и он очень близок к тому, чтобы стать 16-м чемпионом мира, официальным, то есть было еще несколько чемпионов мира, ну, скажем так, то ли неофициальные они оказались, то ли еще что-то, вот, но по-моему, официально 16-й чемпион мира может оказаться Сергей Корякин, если сейчас найдет этот удар, но я даже не знаю, что лучше. Ну вот смотри, Миша, тут я, какие у меня мысли по поводу ферзь Б3, на что черные должны пойти, ферзь Б3, может все-таки конь Ф5, на слона все-таки все-таки все это побить, ладья Аж7, король Ж8 съесть на Д4, насколько это надежно, это понятно, что лучшего не дано, я сразу же об этом думал, но и все-таки без двух, без двух слон, ну, должны белые раскатать, должны белые раскатать эту позицию, то есть, здесь шансы построить крепость, шансы построения как некой даже крепости, конь на Ф5, пешка на Ж6, при короле на Ж8, то есть, все-таки какие-то практические шансы сохраняются. Конь идет сюда, вот, возможно, я короля неудачно двинул, не знаю. Нет, на Ж8 короля просто обратно поставим, там даже стоять, я думаю. Да, то есть, потом, не знаю, слон С3, как раз, ладья А4 у нас вроде. Коня сюда, куда-то поставить ладью и молиться, что это окажется крепость. Такое в шахматах бывает, хотя, сам же Карлсон говорил, что он не верит в крепости. Ну, вообще, наверное, все-таки должно быть плохо. Слон идет на Е5, пешка на Ф4, и король должен там проскочить. Так, нам пишут сейчас слон Ф7, король Ф7, ладья А7. Ну, там вроде бы не проходит, мы там нашли какую-то защиту сейчас. Король Ж8 был, просто посмотрели. Да, значит, если просто брать, брать и так, то здесь король Ж8, и черный держится, возможно, не держится, но, по крайней мере, прямого выигрыша не видно. Вот. Значит, что касается вопроса следующего, слон Ф7, король Ж7, может быть, ну, может быть, но это уже без этого самого же. То есть, это уже, ты был без одной, сейчас ты уже без двух. Потом присущи какой-то матом. Ну, даже отошел в тупую слоном, то есть. Вот. И проблемы-то они остались. 14 минут у Корякина, все, он делает молодец, значит, и вот следующий вопрос, хороший вопрос, мне нравится тоже. Спасибо, значит, расскажите про путь Корякина для Казуалов, почему он мог тут не быть? Ну, скажем так, во-первых, кто знает, он играл Кубок Мира, но там они уже оба отобрались, но вот он выиграл Кубок Мира, у Свидлера он выиграл матч, вот он проиграл две первых партии, в одну из них зевнул фигуру, там, совершенно безопасные позиции, просто в один ход зевнул фигуру, вот примерно как Карлсон ему проиграл, да, совершенно фантастическим образом, так же и Свидлеру он проиграл. Вот. Потом он смог отыграться и даже выиграть матч, при том ему там надо было выиграть там последних нескольких партий просто по заказу, да? Вот. Да, но там ситуация была, что он стартовал, да, матч был из четырех партий, можно сказать, первые две он проиграл, да. Да, да. То есть с 0-2 он вылез, но правда это не имело значения, в турнир претендентов он попал так и так, но вот в турнире претендентов я точно помню, что там другие люди лидировали, вот, а он аккуратненько, аккуратненько ближе к концу поднакатил и вышел, то есть в принципе там мог выйти практически любой. Да, там по заказу нужно было выигрывать, обыгрывать черными, чуть ли не топалого, я помню. Да, да, и последнюю надо было у Каруаны выигрывать там, по-моему, белыми, желательно, там. Да, какая-то фантастика, да, то и то, и другое было. И все сошлось, все срослось, да, там. Да, звезды, так можно сказать звезды, да. То есть нельзя сказать, что не заслуженно, нет, не об этом речь. Речь о том, что любой мог оказаться на его месте, но не каждый имел бы за несколько туров до конца шансы иметь плюс два без поражений. Вот, и фактически это конец матча будет. Вообще удивительный ход конь е7 от Магнуса, неужели, то есть неужели ему настолько наплевать на все эти удары? Ну, любой ход в принципе, сделай любой аккуратный ход. Хорошо, пошел я ладья 8, что я проигрываю, что ты сразу же в один ход, нет? Могу, да, ферзь е4, как-то ладья d8, слон g5. Хорошо, как-то надо покрепче, значит, не знаю, слон d8, могу пойти? Напал на ладью. Ну, это логичный самый перевод, который мы обсуждали. Ладья ушла, могу забрать на f6? Вроде пока могу. Все, я прошел контроль, 40 ходов сделано. Нет, еще один ход надо сделать. То есть, поскорее добраться до контроля, чтобы был час времени, и дальше, ну, дальше будешь сидеть, думать, работать. У тебя цейтнот, ты ходишь к е7, даешь человеку возможность взять на f7, ферзь b3 даже. Ну, не знаю, ну, если бы я так сыграл, наверное, никто бы не удивился, то есть, кроме меня. Да? Всего возможно. Так, на Кубке Мира Ильянов Карякина раньше убирать должен был. Было там что-то и такое. На претендентах Карякина с Круаной ничья устраивала. Нет, там при ничье им пришлось бы дальше играть. Что-то еще там, какие-то перебои, по-моему, нет? Там, по-моему, дополнительные показатели, на самом деле, не все так просто было. Я сейчас не могу сказать. А может быть, может быть, на самом деле, Круана должен был по заказу выигрывать черными. и он пошел в демильный вариант, перегнул. Круанец нужна была победа. Значит, мясоглот, сразу же скажу, профессионал все знает о шахматах. Да, мясоглот знает больше, чем мы. Вместе, при том взятые такое ощущение. Мясоглота, да. Значит, будет комментировать. Эксперт по истории будет. Современной истории шахмата. Да, эрудиции мы не блещем, надо признать. Ну как, отчасти, отчасти. Да, да, значит, думает Сергей, 10 минут у него осталось, все в порядке. Сейчас еще минут 5 продумает и окончательно выберет. Сейчас просто очень важный для него момент, я уверен, он волнуется. Вот, там ничья вроде в пользу Ананда была. Так, в пользу Ананда. какого Ананда? А, понял, в том плане, что Анант мог выйти, ну, по-моему, нет, я сейчас просто на 100% не помню. Да, там Анант тоже имел шансы на выход при случае. Ну все, это можно найти, в принципе, да, как бы вот восстановить. Очень, очень много просто турниров проходит, даже несмотря на претендентов, то есть каждый день смотришь. Ну хорошо, давай, значит, они нас с тобой за это самое поймали, что мы не все помним. Кто первым за 5 секунд напишет седьмой чемпион мира по шахматам? По-моему, время вышло. Ну там, по-моему, задержка. Задержка, да, да, да. Итак, седьмой чемпион мира по шахматам. Кто назовет? Викторина. Дилу Стапп на Месоглуд. Гугл, Гугл будет использоваться. Так, там был вариант, если бы Анант черными сфильдером бы обыграл, то Анант выходил бы. Все верно. И это в случае ничьи. Да, да, все правильно, так и было. Седьмой чемпион мира назвали Таль. Да уж, Месоглот оказался не так силен. Или смыслов, логично. Еще есть вариант Ботвинник Петросян Спасский. Да, 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 лень считать. Вот, а я, кстати, я помню лет, наверное, 15 назад смотрел передачу, как-то на Золотая Лихорадка, что ли, называлось, и там, в общем, какая-то там крутая передача была, какие-то бабки были на кону, огромные в конце. И вопрос был такой, что я просто начал жутко переживать, почему я не оказался в этом суперфинале, там какой-то, назовите всех чемпионов мира по шахматам. Был такой вопрос, представляете? Там народ пыжился, пыжился, не мог, но я понимаю, да, что, а я в свое время выучил. Даже некоторых успел застать и лично там познакомиться. тем временем, что там? Значит, Сергей, как думаешь, уже выбрал народ, да, продолжение? Ну, Сергей решил флаг уронить, я так понимаю. Он решил, что некрасиво, ну, конь Е7, типа, не по понятиям, вот, поэтому думает, лучше я уроню флаг. 7 минут у Сергея, думает он, в принципе, все правильно делает, уже почти 20 минут Сергей думает, вот, но сейчас такой момент, что если он все, все четко просчитает, то он выигрывает просто. Ну, я думаю, что он сейчас считает слон Ф7, все-таки более фарсированным вариантом, чем Ферз Б3. То есть, Ферз Б3, это как про запас, он имеет этот вариант перехода в этот Эншпиль и разбираться, то есть, выигран он там или не выигран технически, да? То есть, сейчас, наверное, идет расчет от этого сложного варианта. Слон Ф7, король Ф7 и Ферз 24 шага. Ну, да, да, безусловно, там вариант такой, что, ну, в принципе, черные, белые особо не рискуют. В крайнем случае, ну, уж как-нибудь отбрыкнуться, там одна пешка осталась. В принципе, надо бить на Ф7 и не париться. Ну, да, легко сказать. на самом деле, вот, объективно, я бы пошел Ферз Б3 и катал бы с двумя лишними. Оно так надежнее, приятнее, вот, и не верит. Проверяем, он не выигрывает ли сразу, вот в чем суть. Если он выигрывает сразу, я вот тоже об этом и говорил, что Сергей как раз таки будет считать, и вот любую позицию он будет считать до конца, пока есть возможность. Это, это его, как бы, конек, то есть, это 100% его плюс. Поэтому, здесь он просто досчитывает. Он уже определился, что Ферз Б3 ведет к тяжелой позиции. Ну, я понял, уж если мы с тобой определились за несколько секунд, то он за 20 минут, наверное, может при случае все просчитать. Читает дальше, просто, да, глубже. Кстати, нас с тобой смотрят 30 человек уже, представляешься? Ну, почти там, 29, и еще на Ютубе, наверное, человека 2. Оп, на АГГ пишут, что чатик отвалился, что там. На АГГ сейчас смотрим немножко. А, да, кстати, я просто совершенно пропустил, народ писал на Гудгейме, извиняюсь. Ох, 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 сейчас мы ответим на все вопросы, даже трое, привет, будет ли Корякин играть до последнего или довольствуется ничьей? Будет играть до последнего, выигрыш сегодняшней партии Корякинам ставит Карлс на практически безвыходное положение. Не верится, что таким качеством игры он сумеет отыграться. Он может все сделать, это, все в его руках в том числе. Гроссмейстер Петр Свиллер назвал текущее положение доски скрытым матчпоинтом белых, выражаясь теннисной терминологией. Я согласен с Петром с Петром Вениаминовичем. Прокомментируйте, недавно присоединился. По мнению нас, у белых будет две лишних пешки. Ботвинник, смыслов. Так, народ разделился, Спартак считает, что смыслов, Антон считает, что Ботвинник. Антону два. Чатик на ГГ отвалился, у них похоже, ну, блин, я, к сожалению, не владею ГГ, это к майкеру вопрос. Вот. Да нет, вроде бы работает чатик. Слушай, нас с тобой уже человек 40 смотрит в сумме. Вот, если все ресурсы подключить, так вот, когда-нибудь, может быть, дойдем и до высот. Спрашивают по поводу ответки с Ботвинника, да, сколько матчей выиграл Ботвинник, но тоже надо вспомнить. Будучи чемпионом мира, нет, подожди, будучи чемпионом мира, имеется в виду, но это странный вопрос, будучи чемпионом мира, он выиграл один матч у Бронштейна, потому что дальше он... Нет, нет, подожди, вопрос конкретно звучит, будучи чемпионом мира, то есть он выиграл матч... А, он выиграл матч у... Он уже не был чемпионом мира, Он выиграл матч у Бронштейна Потом он проиграл Смыслова Перестал быть чемпионом мира Выиграл матч у Смыслова Отыгрался в матч реванш Потом став чемпионом мира Значит проиграл Талю Потом выиграл матч у Таля Отыгрался Потом значит проиграл матч Петросяну И отыгрываться уже не стал Потому что возраст, все дела Ну да, это времена там Ответ один 60-х годов И так Значит чатик на ГГ работает И более того народ на ГГ тоже Видишь как активно писал Я просто разочаровался в ГГ Я могу ГГ немножко смотреть Как бы могу зачитывать от ЛО Что пишут тогда А смотри на это самое Нас тобой поймали с Бронштейном ничья Ну вполне возможно Да, 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 да Вот пишет, что каскад Никки Каскад пишет на ГГ Значит, гроссмистер Петр Свиллер Назвал текущее положение Я уже прочитал это, да Уже читал, да Прокомментируйте Ну, что сказать Ну если комментировать тут нечего То есть плюс два То есть это уже Плюс два смысле То, что два очка отыграть за три партии Это я даже не помню, что такая ситуация в матчевых В матчах, наверное, была То есть из двенадцати партий Короткий контроль По-моему, в двенадцати партий не было особо еще Ну, например, матч там Анант Хорошо, Анант проигрывал этому Карлс, ну там минус много И не смог отыграться Ну да То есть огромный перевес уже все-таки Да Но теперь шанс все равно есть Значит, мясоглота возьмем вместо тебя Комментировать в следующий раз Потому что Надо не только сильно играть в шахматы Надо еще и историю изучать Так ты же отвечал, а не я Блин, точно Ну ты не поправил даже коллегу В тем смысле Ты сказал не перебивать Я тебя не перебиваю Это просто если, что все это Вопрос Что все Люди узнают, что я не помню Что оказывается Ботвинник же в ничью сыграл с Бронштейном Господи Последнюю партию Два слона Преимущество двух слонов Реализовал Ботвинник И имел на пешку меньше Но преимущество двух слонов Там у соперника было преимущество двух коней Партию помню Вот тут помню, там не помню Да Так, а как же крамник топа Крамник топа А что там было? Там Там по очереди нет Там по очереди вырывались? Ну 0-2 ты имеешь ввиду Когда Тот получил плюс за То, что не пришел на партию Но это все ерунда же Но это немножко другое, да Да, другая ситуация все-таки Сделайте его модератором чата Если бы я так, как вы, играть умел То уже бы давно комментировал Блин, а если бы я умел бы так играть То я бы играл бы в Нью-Йорке, да? Да Ну на самом деле Комментировать тоже такое интересное дело Итак, эксперты считают Самым удачным ходом для белых ферзь Б3 Но я не согласен с этими экспертами Мне нравится ход слона Ф7, например Кстати, так и пошел Корякин Вот Ну интересно, интересно Ферзь Б3, наверное, с точки зрения Его стратегии было Поточнее Ну что, понеслась Король БТФ7 последовала Ферзь С4 шах последовала Естественно Ну Король Ж7, безусловно, последует Другого не дано И, видимо, Д5 пойдет То есть, скорее всего, будет какая-то вот такая игра Так а что мы решили на слон А6? Это твой вариант К чему он приводит? Что черный Король Ф6, что ли, играет? Или как? Так мы ничего не решили Там Король Ф6, что ли, есть ход? В чем суть? Сейчас, пока Суть в том, что думает Подожди Король Ж7, да Я предложил дать шах королю И на отход я предложил ферзь Ф7 И вроде тут все срастается Вроде бы Ну тут конец, а что? Да, здесь не видно вообще ходов Ход не в 5 Даже Ферзь Ф8 мат Есть банальный ход Поэтому сюда остается только Во все тяжкие Как в знаменитом сериале Во все тяжкие И те остается только Здесь, может, правда Ничего идет Как раз Да, может быть, неожиданно Король-то выдвинут Да, король выдвинут Так, слон Ф7 Да, грозит конь Ф5, да Ну Так, а что там Ну да, то есть Оставится ход Д5 И вот после Д5 Что происходит? Происходит Да, значит Пока Пока ты думаешь Что там происходит Значит Напоминаю, что народ Подписывайтесь на канал Вот Завтра трансляция будет В 21.30 Скорее всего Будет разобрана Сегодняшняя партия Вот Может быть еще Кто Может быть Кого-то приглашу Из чатика По скайпу к нам Там Ну хотя бы полчасика Часик Послушать вопросы Там какие-то интересные вещи Есть у меня там И один историк Очень известный Не только шахматы Но и шахматные В том числе Вот Он скорее всего Нас сейчас слышит Поэтому ему привет Передаю Здравствуйте Георгий Константинович Есть у нас социолог Знаменитый Лучший социолог В мире Так сказать Он тоже любит шахматы Может нам много чего Поведать Поэтому Будет весело Король G7 Естественно Пошел И думает Сергей Ну вот сейчас Главное Чтобы какой-нибудь Заскок не случился Там слон А6 Король Ф6 И какая-то борьба Да Ну кстати И здесь борьба Неожиданно Что-то не нравится Мне решение Согласен Я на самом деле Сейчас Смотри Все-таки было Что считать Согласен Я с экспертами Вот Эксперт Имеется ввиду Видимо Петр Вениаминович Но он бы тут В этом матче Я думаю Сыграл бы не хуже Любого Из спортсменов Очень сильный Гроссмейстер Вот В бильярд Кстати Очень сильно играет Значит Д5 сыграл Корякин Но это Говорят На бильярде Да Извиняюсь Но я просто Это самое Мы сыграли Сталим 10 партий В преферансе В очко И на бильярде Да Был так В этой песне Высоцкого Италий сказал Такое не подведет Ферзя не сбросим Задешево Задешево Не получится ГГ как обычно Залагал Перебираемся На твич Потом твич Как обычно Залагал Значит Залагал Переходим На ютуб А последняя стадия Значит Идите вы все Мы к этому Мы к мэду А Мэтт Нас отправляет К немцеву На балкон Выгоняет Мэтт Да парни Давайте движ У вас самый нормальный Русский стрим Ну Спасибо конечно За Добрые слова Значит Аудитория Будет большая Будет вообще Безостановочно Видимо Разговоры о шахматах Вот Просто пока Народу не так много Часто сидишь И не знаешь Что еще сказать Нужно же просто Задать Грамотные вопросы И будут Интересные ответы На самом деле А движ Да Ну мы вот Решили опробовать Как мы Сможем комментировать Сможем ли мы Превзойти Известных Вот Уру немцев Ну нет Немцев Ну ладно Я о нем Узнал Несколько дней назад Как раз А вот Шипов Еще там есть ребята Янчик непомнящий Вот Сергей Юрьевич Шипов Вот сможем ли мы С ними конкурировать Но это уже будет Будем решать Не мы А будет решать Аудитория Поэтому говорю Подписывайтесь На канал Аудитория будет Если часто стримить А не раз в год Ну А так Первый стрим Был мой Именно нормальный Стрим Сейчас скажу Когда Двадцатого Нет Двадцать первого Нет Подожди Да Двадцатого Я седьмую партию Мы комментировали Потом восьмую Потом выходной В общем не помню Несколько дней назад Будут аудитория Будет тролли Надоест от них отбиваться Но удалим просто И все Какие проблемы Уже двое заходили Писали матом в чат Вот Пришлось Карать баном Стримы будут Почаще Если будет аудитория Кстати Это взаимосвязано Сколько еще Примерно будет матч Продолжаться Сориентируйте пожалуйста Если сегодня Корякин выиграет То как минимум Будет еще одна партия Нет Как минимум Будет Ну в смысле Завтра тогда будет Еще один тур Если его не проиграет Магнус То будет еще партия Вот Если завтра Магнус проиграет То партии не будет В общем Четыре партии Сегодняшней Но от сегодняшней Многое зависит Так я сейчас Через пару минут Вернусь Да Да Хорошо Значит Записи будут На ютубе Первые два тура Ну Седьмой Восьмой Тур Были в очень Плохом Качестве Там Без микрофона Вот Сейчас С микрофоном Вот Вроде говорят Лучше стало Но если кто захочет Может посмотреть На ютубе Там На канал Я залил Две трансляции Значит И еще Я там Заливал Минут Двадцать Двадцать Пять То как я Сам играю В блиц Там Не помню То ли по одной Минутке То ли по две Минутки Вот Есть такой сайт Чесвегас Я там играю За друзей Меня попросили Там известные Игросмейстера Чтобы я играл За команду Вот И я все это дело Транслировал Записывал Там без комментариев Ну просто Может посмотреть Если будет интересно Вот То как я сам Играю Вот Если кому Интересен Мой рейтинг То в классику 2434 Вот У Владимира 2500 С небольшим Вот А в блиц Ну это более Такой актуальный Рейтинг Потому что В блиц я играю А в классику Я сейчас не играю В блиц 2475 Вот Так Значит Так Пошли Вопросы Матом Да 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 Ну Народ заходил То есть Писал матом Ничего в этом удивительного Нет Дело в том Что нас смотрят Ученики Там Дети смотрят В том числе Есть Среди вас Там И в общем Им это как бы Ну совсем Ни к чему Иначе я поставил бы 18 плюс И говорили бы Что угодно Так Включил И тут и там Трансляцию Будет накручивать Зрителей Ну Тут как бы Дело же не в накрутке Именно Конкретно Если контент Будет качественный Народ Я уверен Появится Не тайград Чтобы аудитория Большая была Народ хочет Деградировать А не шахматы Смотреть Ну а сколько я знаю Того же Сергея Юрьевича Шипова Смотрят там Может и 6 человек Чуть ли не Там Притом Платные трансляции По-моему Вот Еще ребята есть Там Их смотрят Потом Мастера есть Фиде Их смотрят Достаточно прилично Людей Смотря что Понимать Под большой аудиторией Как у Мэда Мы конечно Не наберем Это понятно Если бы хотя бы В 10 раз меньше Уже было бы неплохо Если вы знаете Что такое Мэд Мэд То должны понимать Насколько аудитория В Рунете Отбитая Ну знаю Прикольный чувак Кстати Мне нравится Вот я даже Пост писал На Гудгейме На эту тему На тему Приходу Мэда И так далее Нормальный Человек Позитивный Правда Что в интернете В шахматы Перестали на деньги Играть Из-за сильных Ботов Ну В принципе Какой смысл Допустим Мне даже сейчас Садиться играть В Блиц Любым На ставку Ведь Ну Подключил Компьютера Там Или хорошие Советчики То есть Это уже будет Не совсем Честная игра Смысл потерян Да Потому что Во-первых Может сидеть рядом Достаточно приличный Шахматист Вот Если например Обычных Живых людей Я не боюсь То с компьютерами Играть бесполезно Так же как Наверное В преферанс На деньги Перестали Особно Играют Наверное Но уже Без такого Фанатизма Потому что И на пару Могут играть И еще какие-то Есть варианты Ну В шахматы Играть на деньги В интернете Это Очень рискованное Мероприятие На мой взгляд Вот В общем Задумался Магнус Он сделал 40 ходов Контроль пройден Добавлено Время Я к тому Спросил Что еще Недавно Так Так Если что Здесь Вот А что Если что Я Так Значит Хорошо Отлично Что здесь В общем Думает Магнус Пишут Тебе Чтобы Не слишком Приближался К микрофону Ну Значит Я сейчас Дойду до этого Вопроса Давай по порядку Так Я к тому Спросил Что еще Недавно Только суперкомпьютер Человека Обыгрывал Ну Да Да Сейчас Даже Телефон Карманный Может В грамотных Руках Помогать Вот Технологии Растут Развиваются И Конечно Скоро Калькулятор Наверное Будет Играть Сильнее Человека Вот Тут Ничего В этом Такого Нет В платной Трансляции Шипова 400 Зрителей У топовых Шахматных Англоязычных Стримеров 400 500 Кстати А кто Эти топовые Англоязычные Стримеры Можно Фамилии Я их точно знаю Просто интересно Кто Комментирует На Иностранном Так Кто такой Мэтт Мэтт Ну вбей в гугле Мэдисон Вот Сразу же найдешь Очень такой Известной Личности На микрофон Надо Прилепить Срочно Ветрозащиту А что Можно прилепить С точки зрения Ветрозащиты Или стараться Не приближаться К нему сильно Ну я просто 4 часа Сижу В одной Позиции Примерно Вот Иногда Не контролирую Количество Сантиметров До микрофона Вов Там тебя Спрашивают Хай И так далее Это к тебе Вопрос Так Значит Пошутил Мэтт Знаменитость Рунета Кумир Молодежи Есть такое Так Что-то там Про Россию Владимир Владимирович Тоже А что Владимир Владимирович Тоже Я не понял Уже Туплю Время Таль А Таль А Таль А Точно Ё-моё Владимир Владимирович Я и забыл Блин Я думал Путин Уже Пришёл К нам Так Ну Таль Барон Комментирует На инглише Неплохо А Понял Понял Знаю я Таль Барон Кстати По поводу Хэмблтона У меня отдельная История С ним Произошла Не буду Пока Выкладывать В народ Но Хансен В Мексике Я с ним Играл И Очень Большие Сомнения Были О Силе Его Игры Ну Как Говорит История Уже Давно Минувших Дней Да Значит Хансен Хансенов Наверное Как Минум Человек Десять Нет Хансен Канадец Про Канадца Говорят Я понял Значит Хамблтон Их Короче Не элитные Шахматисты Тоже Топовые Шахматные Стримеры Возможно Хамблтон 8590 Где-то имеет Хэмблтон Это Шахматист 250 И Мечер 400 Хансен Хансен Да Хороший Гроссмейстер Известный Я имею ввиду Что Хэмблтон Я первый раз Слышу Чез Брах Топовые Ну Стримеры Да Возможно Хорошие Стримеры Вопросов Сейчас там Развязка Кстати будет У Корякина Я А Просто Слоновые Будут катать Что с ума Сошел Что он Сделал Я вообще Не понимаю Сейчас Мы к этому Так Ветрозащита Параоновая Насадка На микрофон Ну я понял О чем речь Но где ее Взять То у меня Микрофон К сожалению Был Без насадок Сразу же Владимир А партию Можешь скинуть Сами оценим Наверное Кто Кто Чезбейзом Пользуется Наверное Может вбить Просто Вот этого А этой партии Нет в базе Хэмблбота Она Она у меня Отдельно Как говорится Для истории Сохранена Вот Так Значит Смотри Сейчас Прямо Вернемся К партии Ненадолго Значит Удивительное Удивительное Решение На самом деле От Корякина Ферзь Б3 Пойди Вариант Гуаны Очень легко Считается То есть Никаких проблем То есть Катаешь Своё удовольствие У тебя Две лишних Ну ничья Значит ничья Притом У тебя Две лишних Шансы на победу Слоняра Сладьёй Могут Козни строить Крутиться И так далее Притом Ну может быть Король Ж8 Но суть От этого не меняется Вот Вместо этого Он переходит С слоновой С одной лишней То есть Ну слоновой Ферзь И похоже Упускает Шансы на победу Я не верю Что Что Магнус Проиграет Такую позицию Ну так просто Не может быть А он просто Стоит ничья На доске Честно говоря То есть Он зевнул Видимо Ход Кони в 5 Но мы его тоже Не видели Если честно Ход Кони Я по крайней мере Про себя говорю Я уже подустал Вот Я его тоже Не видел Но я его и не искал Да Ферзь в 3 Конечно Было гораздо Более жестким Решением Да Это ужас Просто Вот здесь Я могу сказать Что Карлсону Повезло Как никому В этом мире Уж не знаю Что зевнул Сережа Может он думал Такое слоновое катать Но даже Даже Ну я Не беру Что здесь просто Вечный шаг Вот Или вечный мат Даже Не поймешь Ну как бы Почему не играть Позицию ту С двумя лишними Шикарную позицию А непоследовательные Личные соглашения Вообще Как ты считаешь Ну я бы согласился А что здесь играть Не ну в смысле Надо дать проверочный шаг Может за короля возьмется Вот Он закроется ферзем И Ну как то шахнуть Может быть Короля выгнать Там слона подтянуть Куда-то Ну походить еще надо Нет безусловно Походить надо Несколько ходов Но Скорее всего Это ничья Извините Сейчас все интернет-эксперты Негодуют Как корякин упустил победу Я не знаю С каким движком Мы как-то справились С Владимиром Это очень логичный Вот ферзь Б3 То есть Ну Ты нападаешь на пешку Вот человек ослабил Пешку Ф7 Напал Ее защищать Нечем Дальнейшие варианты Не очень сложные Там Ну как бы Ты просто не обязан Слона отдавать Даже за пешку Но если ты не хочешь Ничего делать Ну пойди Я не знаю Любой ход Сделай Там Слон Ж5 Конь Ф5 Ладья Е4 Ну катай Такую позицию Ну условно Я говорю условно То есть Полно возможностей Но ферзь Б3 Самый напрашивающийся Напал на Ф7 Мы как бы Сразу же его заметили Другое дело Что вот Когда у вас есть Обилие возможностей Несколько вариантов Вы можете не угадать С выбранным И скорее всего Сергей не угадал В этой партии Да Повезло Сегодня Карлсону Безусловно Матч Мог закончиться Да Вот прям на этой трансляции Этот ход и нашли Без движков Слушал в этот момент Свиллера Ход можно найти Но до самого конца Времени Не хватит У него было 27 минут времени Не ну Как бы Спор Спор ни о чем Кто как хочет Так и думает Мы После 20 минут Раздумий Вместе с Корякиным Пришли К выводу Что ферзь Б3 Лучше Я даже вариант записывал Кстати он есть сверху Вот он вариант Да Вот он Я два раза записывал Одно и то же Вот ферзь Б3 И вот ферзь Б3 Это как бы новый ферзь Б3 А вот старый Это вот наши Анализы То что мы тут Изучали Вот И мы Поставили диагноз Что с шансами На Спасение Большими Тут только Непонятно Где короля держать На Е6 Или на Ж8 Вот Тут уже Надо думать Видимо На Ж8 Чтобы крепость Строить Безопаснее Чем на Е6 Вот Но этого не последовало В конце концов Он же не может В одной партии Пойти Сломбит Ф7 Ферзь Б3 Но вот Было обилие возможностей Он не угадал И явно Он 100% Зевнул Этот ход Конь Ф5 Он видимо Рассматривал Слон Е5 Какой нибудь Ход Слон С3 Неприятно Да Может быть Еще какие то Ходы рассматривал Думал Сейчас Слон станет На диагональ Будет бить Соперника Потом Ферзь А у Как-то Конь Ф5 Возможно Выпал из поля зрения И как-то У Магнуса Все как всегда Срослось И пешку Нельзя взять Там Ферзь Ж5 Шах Да Фантастика Звезды Звезды Говорят Сошлись Они сегодня Для Магнуса Но он был Так близок К провалу Да Ну я думаю Это биток Вот такую позицию Даже если вот Структуру исправить Пешку на Ж3 Поставить И скорее Это ничья Видимо Вот Единственная надежда Белых Что угол Того цвета Вот Кто понимает Я думаю Знает О чем я говорю Кто не понимает Можете спросить Я Поясню Что имеется ввиду Так Где комментирует Свиллер На ЧС-24 На английском Ходы пошли Но у меня нет К сожалению Вот у меня Ферзбюд Д5 Стоит Ну у нас Новый подписчик На Гудгейме Это вообще Большая редкость Гудгейм Жив Вов Нас смотрят 5 человек Помимо Стримера Стримера И помощника Его Который Карать Будет Всех Так А что Происходит На Твиче 22 Ну что же Интересно Вопросы Ферзь Х4 Ферзь Д5 А уже Давно Стоит Ну думает Сережа Может Сейчас Пойти Слон Б2 Например Ну просто Здесь уже Материала Мало Вот Пешки Обесценены Чтобы выиграть Такую позицию Нужно устроить Атаку На короля Отъесть Пешки А это Сделать Непросто Будет Ну вот Ну можно Ловушку Пристроить Так пойти Вдруг он Король Ж8 И мы Ему Ферр Ж7 Мат Я снова Поставил Мат Корякину Ой Коросну Ты видел Лов Ты уже Тоже Подустал Да Я говорю Подустал Уже Тоже Да Я Ну Целый день Стоит Работа Ну как Немножко Конечно Есть Но в целом Пока Интересно То есть К сожалению Все Заканчивается Да Сможет ли Он поставить Еще Какие То Проблемы Или Упустил Он Выигрыш Нет Уже Упустил Конечно Сход Ферр Батрид Мог Да 27 Минут Времени Так Там Пишет Человек Которому Лень Учить Дебюты Вот вопрос По дебютам Мне лень Учить Теорию Поэтому Белыми Белыми Играют Д4 Коин Ц3 Вторым Ходом Как Там Меня Можно Быстро Прибить Черными Ну как Нибудь Прибью Значит На этой На планете Ты хочешь Чтобы я Все Черными Обычно Играют Кони В 6 В этой Позиции Можно Пойти Ц5 Как ты пойдешь На Ц5 Вот сразу же Играю Д4 Ты Д4 Я Д5 Ты Конь Ц3 Я тебе пошел Ц5 Ходи А давай Сейчас Прямо Сыграем Ходи Я без доски Буду Так Следующий вопрос На доске Стало значительно Просторнее Ферзи Слоны Две пешки Остались у черных А у белых Лишняя пешка Компьютер оценивает Шансы Корякина Как 65 на 35 Компьютер оценивает Что по мнению Компьютера У белых Лишняя пешка Все Вот все Что он оценивает Я прав Владимир Ну в общем Это да Здесь Партирного выигрыша Мы не наблюдаем То есть никаких Тут Чудес Эквилибристики Точно не Не наблюдается Поэтому Вероятнее всего Сейчас все быстро Очень закончится Должно К сожалению Я отмечу К сожалению Хотя с другой стороны С точки зрения Интриги матча Вот Если бы сегодня Ну вопрос сейчас Вот в чем заключается Вот Корякин Сейчас думает Над чем Мучить Карлсон Или не мучить Или идти домой Просто Восстанавливать Либо он Сейчас думает Что блин Что я сделал Почему не Ферз Б3 Где же я так Нагрешил Я мог стать Чемпионом мира Сегодня Вот может быть Какие-то такие мысли И ведь их очень тяжело Гнать прочь Ведь он всю жизнь К этому шел Корякин Чтобы стать Чемпионом мира Второго шанса Может и не предоставиться В плане Что там такие Конкуренты Там и Карлана Растет и растет Вот И старая гвардия Может еще Показать себя Вот И еще молодые Появляются Гири Томашевский В конце концов Мой Так сказать Из одного города Мой друг с детства Еще может всем Показать Я думаю Что он еще будет Играть Нет Я не говорю Что он не будет Играть Я говорю Что пройти Такой отбор И стать Тем самым Единственным На фоне остальных Может уже не Получиться Очередной раз Но такое раньше Удавалось только Спасскому По-моему Вот Спаский Когда шел на матч С Петросяном Он Да Сейчас я отвечу На этот вопрос Колдунар Значит я Говорю Спаский Когда шел на матч С Петросяном Он сперва К нему отобрался Там вообще Чтобы отобраться Какие-то неимоверные Нужны были движения Вот То есть сперва Выиграть там Полуфинал РСФСР Потом там Видимо финал Потом СССР Чемпионат Потом Межзональный Ну я утрирую Там То есть надо было пройти Огромное количество отборов Потом выиграть Турнер претендентов Потом выиграть матч У Петросяна Вот он не смог С первого раза А со второго захода Он сделал все то же самое Вышел на матч с Петросяном И стал чемпионом мира Но это Как бы спаски Это уникальный результат В истории шахмата Это очень тяжело Вопрос такой Такие позиции защищать легче С ферзями Или без ферзей Без ферзей Они бы точно не играли бы Уже пожали руки И ушли Задача Сергея Корякина В этой позиции Сохранить ферзей на доске И пытаться как-то Вот по этой диагонали А1-H8 Сыграно Ферзь F6 Ферзь F7 Ферзь D4 Его задача По этой диагонали Вот Крутиться Вот То есть где-то Создавать какие-то Матовые угрозы Сопернику Пытаться Пешку Аш Отгрызть Вот Ну такие идеи Так я отойду А вот мне вопрос Ты тоже из Саратова В каком институте учился СГСУ я закончил Белый пытается Практически Шансы искать Сейчас черные Черных они ограничили Централизую Собственно ферзя То есть сейчас Ферзь Черных прикован К седьмому ряду То есть именно К полю F7 Так как на любое Движение ферзя Сразу же последует Ферзь G7 Или ферзь H8 С отъемом Пешки H7 Вот Ну в общем Мы можем наблюдать Здесь В эту партию Еще ходов 50 Совершенно спокойно Да Да Тяжелое дыхание Да Абсолютно верно Слон Кстати Сейчас тоже Не ходит Обратим Внимание Слон Слон опять Например Ферзь C5 Шах Последует То есть Какие-то еще Мини Вопросы Черные Должны решить Ну я думаю Что у вас Объективно Это совершенно Не критично Тут Вплоть-то даже Короля Можно вообще На ферзь Фланг Отправить Е8 Вот так Может закончиться Партия При желании Черных Как как Ну вот так Ну если черные Захотят Но они Не обязаны Ну да Я уже Сообщил Да В общем Чуть хуже У черных Позиции Но Не критично Должно быть Проблемы с ходами То есть Сейчас нужно Какие-то Грамотные ходы Делать То есть На самом деле Все равно Сейчас придется С ходом Определяться Потому что Если даже Стоять на месте Там H5 Например То белые Могут пока Пропустить ход Например Передать его Вот если Задвинуть пешку На H4 Даже в будущем Не важно Подбой Ну не подбой Я имею ввиду Это будет Слабость Которые могут При случае Отъесть То есть Черным нужно Грамотно держать Структуру В такой позиции Нужно держать Пешки Как Как училка Побланка То есть На цвете Противоположном От своего слона Вот Ну надежды белых Связаны Вероятно Где-то с прорывом F4 F5 В будущем Какие-то Иншпиля Может быть Удастся выиграть За счет того Что угол Того цвета То есть Если бы сейчас Слоны были Белопольные То это была бы Наверное Совсем Ничья битая А здесь Какие-то надежды Угол того цвета Если удастся Съесть Пешку То некоторые позиции Могут оказаться Выигранными Но все это Очень мало Не должно так быть То есть Ну Карлсон Если он такие позиции Будет проигрывать То в принципе И нечего ждать Нам следующих Партий А если без ферзей Со слоном Белых на H6 Две слабости Есть Еще раз Если без ферзей Со слоном Белых на H6 Две слабости Есть Да нет Там не имеет значения Слон на H6 Он стоит Ничего не делает Черным достаточно Держать короля Просто там На F7 Ты вообще никак Не можешь пробить Позицию Физически Это невозможно Я уж не говорю На F5 Например Более агрессивно Да Так Что у нас там С Goodgame Происходит Хорошая игра Goodgame Молчит Хотя в чатике Есть Люди Какие-то вопросы Может быть Задавайте Надо Какой-то Action В трансляцию Потому что Ребята думают И могут Еще думать Долго У них Примерно По 40 минут У Карлсон 35 Осталось Да Вопросы Надо Конечно Нам нужны Вопросы В ожидании Каждого Кода Нужны Вопросы Так Время Быстрее Проходит И заодно Какие-то Интересные Ответы Можете Получить При Случии А можете И не Получить Вопросов Нету Так Ну что Может Мне тебе Какой-нибудь Вопрос Задать Как погода В Москве Погода Прохладная Значит Что Значит Наверное Минус Какой-то Маленький Есть Объективно Ничего Не происходит В общем Ну вообще Под вечер Очень холодает Ночью Конечно Минус Пять Может Даже Больше По ощущениям Саратов Я так понимаю Чуть Чуть Получше Да нет Холодина На улице Я сегодня Прошелся Пешком Там На занятии Потом Занятия Прогулялся Где-то Часа полтора Получил сумме На свежем воздухе Так Не думали сыграть Титул Турнижды На Чес Дот Ком Это Ежемесячный Блиц Турнир Для титулованных Игроков С денежными Призами Ну я о нем Просто не особо Даже знаю Ты что не знаешь Про этот турнир Ну я вот Планировал Самое смешное Сыграть в этом Месяце Но почему-то У меня отложилось В голове Что это Второй Вторник Месяца Но я пришел Значит В ожидании Этого турнира Там даже Убежал с работы Тихо-тихо Ты не Полит Контору Первый Второй Такие сразу же Откровения Убежал с работы Я просто Даже не знаю Что это за турнир Мне вот Например На ICC Все время Шлют Куда-то Приглашают Сыграть И просто Не особо Не особо Интересно Турнир Месяца Там собираются Исключительно Мастера Мироса По амфиде Мастера Ну и И Замечательно То есть Имеется ввиду Что значит Там не так много Читеров Будет Все-таки Люди Со званием Они должны Как бы В таких турнирах Не использовать Подсказки Так У экспертов В чате Пока нет вопросов Коу-стори Как говорится Ага Вот раньше Все без движков Смотрели И восхищались бы Такой игрой А теперь Разочарованы Ну дело в том Что сейчас Любой безразрядник Вооружився Движком Может просто Каждым ходом Говорить Что Ой Это Карлсон Да он играть Не умеет Ну да Да С движком Можно А теперь Давайте Уберем движки И попробуем Своей головой Показывать пальцы Чихохотать Да Да Есть такой Тип людей Это не очень хорошо Потому что На самом деле Это очень сложная Профессия Люди Изучают Игру Там 10-20 лет Чтобы научиться Играть Адский труд Ну как и любой Профессиональный спорт Вот А вот В этом и проблема Что Любой смартфон Уже Может показывать Практически Лучшие ходы Потому что Он все считает Все видит И так далее Вот И получается Что Кажется Что люди Много ошибок Совершают На самом деле Это не совсем так Потому что Играют люди С людьми Так Интересно будет Послушать Пресс-конференцию Если будет Ничья Вот Кстати А там На русский язык Переводят Вов Я просто Ни разу Не смотрел Честно говоря Я не знаю Тоже Там Настя Корович Я не знаю Она как Она на русский Переводит Или что Нет На русский А при чем Русский язык Нет Русский язык Он дает Как я знаю Значит Интервью Каналам Норвегии Я так понимаю Американскому И российскому Как бы С ним На английском Он общается С русским Естественно Там могут быть Могут быть Какие-то вопросы На русском Кто-то переводит Наверное Я говорю Может быть Настя Коровича Коровича Для этого Или там Буртасова Они там Что-то Работают И переводят Но Вообще Не должно Быть По идее Русского Так как Кроме Как Спонсоров То есть Фосагра Да Допустим Ты бы Захотел Встать И вопрос Задать Ну Я понял Ты бы На английском Задал Ну Там Должны же Быть Какие-то Кто Не силен В Инглише Ну Нет На самом деле Сам понимаешь Кто В Нью-Йорк Там Просто Сам Поедет Согласен Я бы поехал Я бы поехал Но Надо Лететь Очень далеко То есть Это Надо В Дьюти Фри Заходить За безалкогольным Так Значит Так Там все По-английски Нет русского Вообще Там Ну В теории Может какой-то Человек Встать И на русском Языке Спросить Что Сергей Как ты Сегодня Так Сыграл Например Возможно Такой вопрос Ну В стиле Карлсона Вчера Так же Скинуть руками Да И сказать Что Все Я ушел Качить И побежать Я что-то Читал Что По-моему Какой-то Человек Там Пытался Задать Какой-то Вопрос Но С кем-то Даже Плакатом Ходил Но Его там Думали Там Человек По-моему Допускают К вопросам И По-то И столпы В смысле И все Понял Понял Значит Достаточно Скудно Но Это По-моему Прочитал В одном Из интервью Дальше Читаем Там На Инглише Но Лучше Бы Переводили Надо Учить Английский Там Так Инглиш Что Перевода Не Надо Очень Простой Инглиш Там Планируете Или Стримить После Этого Матча Да Есть В планах Сейчас Не будем Озвучивать Кстати Я не понял Что сейчас Сделал Этот Самый Но Я понимаю Что там Ничья Но Он Дает Слон f6 Пойти Ты Не Удивлен Нет Последовал Король e8 Ферзь e4 Закрылся Ферзем И Теперь Белые Могут Раздвоить Пешки Таким Ходом Наверное Этого Будет Мало Для Победы Но По крайней Мере Структура Исправляется Это Конечно Нам Это Выгодно Белым Я Не Совсем Понял Ничья Битая Потому Что Король b6 Встает Ничего Не Поделать Да То есть Белые Ничего Не Могут Тиснуться Ниги Ну Сам Факт Есть Идеи Через g5 Попытаться На h6 Пролезть Но Он Содержит Ф4 Везде В В В В В Есть Сейчас В В Есть В В В Структуру Но На 99% Там Будет Ничья И На 1% Где То Удастся Пролезть Вот Сейчас Он Будет Думать Стоит Лим Это Делать Вот Пусть Думает Он За Это Он Для Этого Туда И Поехал Я Пока Отвечу Значит Насчет Стримов После Матча Есть В Планах Интересные Планы Есть Пока Озвучивать Не Буду Вот Буквально Уже Там Со Второго Где-то Числа Декабря Если Все Удастся Значит Будут Стримы Такие Достаточно Интересные На мой Взгляд Тоже Они Будут Связаны С Турнирами Но Немножко Другого Плана Вот А так Может Если Соберем Аудиторию То Может Крупные Турниры Вот В ближайшем Турнире Будет Играть Владимир Владимир Владимирович Будет Играть Вейконзе Турнир Середина Января Вот Это Будет Турнир Значит Он Естественно С нами В этот момент Не будет Но Мы Будем За него Болеть Вот Он Будет Играть В турнире Б В турнире А Будет Играть Карлсон Корякин И так Далее Вот А Владимир Отобрался Из турнира С Выиграл Турнир С То есть Попал В турнир Б Всеми Последними Словами Там Вот Угорать Над ним И так Далее Поэтому Значит Какие Такие Планы Вот Потом Мы будем У него Брать Прямое Интервью Там Прямой Эфир Как тебе Идея Ну Идея На бумаге Все красиво Да На бумаге Все красиво Но Посмотрим Значит Вроде бы В декабре Лондон Классик Ну В принципе Можно будет Да Без проблем Вот Можно Сказать Что Из Планируемых Крупных Турниров Безусловно Гибралтар Если Говорить Об Опенах И Аэрофлот Может Частично Моск Опен Да Миш Посмотрим Моск Опен Я сам Там Буду В этот Момент Я Не Уверен То есть На Моск Опен Я Буду Ну Если Там Интернет Вроде Нормальный В принципе Можно С Но Будет Видно Да То есть Было Было Если Увидим Какие Так сказать Плоды Нашей работы Там Что И Контент Создаем И так Далее Вот А так Я смотрю Стримеров Много Вот И так Далее Значит Сейчас Ну Да Лондон Чест Классика Конечно Мощная Можно Можно Покомментировать Без Проблем То есть Нам Надо Понять Время И так Далее Просто Сами Понимаете Работать Весь День Там Потом Комментировать До Ночи Вот Миссоглот Вопрос Задает По поводу Чемпионата Мира Парапида Иврис Вот Это Кстати Было Бы Интересно Но Вопрос Встречный По поводу Вот этих Авторских Прав Не имеем Либо Возможность Транслировать С официальных Сайтов Все Потому Как Кто-то Говорит Что Можно То есть Таких Видео Просто Полным Полно Кто-то Говорит Что Просто Запрещено Законом То есть Какая Ситуация На самом День Кто знает Да Не хотелось Бо Трансляции Вести Из мест Не столь Отдаленных Ни за Что Так Значит Как О стримах Можно будет Узнать И Какая Вам Нужна Аудитория Ну Для Начала Хотя бы Там Жмем Подписаться Там И Соответственно Будут Приходить Там Притом Можно Настраивать Чтобы Не приходило В принципе Кому Это Не надо Вот Аудитория Ну Нужна Аудитория Много Людей Чтобы Не Сидеть Молча Там По 10 Минут И Думать Что Сказать Вот Можно На Твиче Настроить Чтобы На Пусть Да Это Турнир Б Вейки Очень Крутно Можно Его Отобраться Но Будем Его Настраивать Готовить Его Будем Дебют Будем Советовать Сегодня Разыграешь С кем Нибудь Там Состав Кстати Есть Можете Найти В гугле Вот Турнир Б Вейканзе Уже Есть Состав Уже Можно Начинать Готовиться Вот Мы Сейчас Как Раз Готовимся Изучаем Можно В турнире Отобраться Да Можно Потом Обыграть Карлос Наскорякиным А дальше В Нью-Йорк В Нью-Йорк Снова Так На Твиче Можно Подписаться Да Чемпионат мира По Рапиду И Блицу Да Можно Ходы Вы имеете Право Показывать Картинку Нет Ну Мы так И поняли Но Представь себе Если Там Это Быстрый Рапид Как Показывать То есть Я должен Буду Одновременно Там На На Компе Держать Еще Там Десять Открытых Досок И как То Их Вытаскивать В теории Можно На практике Пока Выглядит Достаточно Непросто Можно Написать Организаторам И спросить Самый Надежный Способ Это Самый Сложный Способ Кому То Писать Что То Просить Они Должны Писать Нам И просить Чтобы Мы Покомментировали То Вот Так Должно На Деле Тем Время Ферз Д5 Играл Сергей То Есте Он Продолжает Бороться Продолжает Ставить Проблемы Проблемы Не очень Большие Но Они Определенные Все равно Есть Сейчас Где-то Надо Готовить Может быть Ферз Д6 В ближайшем Будущем Но Не зевай Там Шах С Отбором Если Сейчас В нагу Играть Вот так То Это Сдача Ну По крайней Близко К ней Потерял Пешку С Шах Вот А если Закрылся То Тоже Потерял То Есть Это Это ГГ Как Говорится Вот Он Не обязан Так Зевать Он Сейчас Будет Думать Не знаю Может быть Король Ф8 Какой То есть Ход Хотя Опасно Так Ставить Что Не дай Бог Слон Попадет На Эту Диагональ И Без Ферзя Вот Ну Будет Думать Будет Думать Вопрос Владимиру Где В Москве Можно Любителям Поиграть Я Играл В парке Сокольники Вот Меня Там Пытались Обыграть Но После Первой Партии Мужчина Сказал Что Нет Я С вами Играть Не Буду Вот Там Сидят Профессионалы Ищут Так Сказать Любителей Любителей Поиграть На Деньги Вот Значит Я Сыграл Ровно Одну Партию Выиграл Правда Не без Труда То есть Очень Прилично Там Человек Играл Вот Но Это Была Первая Последняя Наша Партия Значит Еще раз По поводу Сейчас Секундочку Тебя Тебя Там Спрашивают Где Можно Поиграть В Москве Поиграть Ну У нас Какие клубы Работают Бывший Октябрьский Клуб Ну Как Он Называется Еще Октябрьский Но Объектив Немножко По-другому Но Он На Метро Полянка Значит Там По-моему Один Выход И Буквально От Метро Две Минуты Подвал Ну И В общем Там Идут Катки Четвергам Пятницам И Субботам По-моему Потом Центральный Шахматный Клуб Периодически Играет Турниры По Пятницам И Субботам Не Ошибаюсь Рапиды И Блицы Это На Вогольском Бульваре Метро Кропоткинская Арбатская Ну Пожалуй Эти два клуба Как бы Они Еще Остались Если Процесс Как Он Всегда Был Вот Октябрьский Как Было Былые Битвы Конечно Уже Прошли То есть Сейчас Уже Не Встретить Такие Жуткие Составы Когда Вот Было Все Именно На Экеманке Сейчас Они На Паранку Перебрались Тем Не Менее Люди Любители Постоянно Охотятся Играют Тоже Наслаждаются Игрой Так ГГ Это из какой Игры Слэнкс Виллер Вот Хэрдстоун Цитировал В эфире Ну ГГ Гудгейм Вот Есть Такой Сайт Даже Гудгейм Это Пишут Киберспортсмены Там Когда Сдался Вместо Того Что Там Я Сдаюсь Пишешь ГГ Я Думаю В шахматах Ближайшее Время Надо Это Тоже Вести Вот То есть Не нажимать Ни на какие Кнопки Там А просто Говоришь Это Пиш ГГ И выходишь Вот Любимая Опция Будет Писать ГГ То есть Вместо Резая То есть Такая У тебя Кнопочка Будет ГГ Да Да Нет Или Ручками Просто Пишешь ГГ Ну Можно Г Написать Г Вот И Компьютер Автоматически Подхватывает Что Ты Сдался Вообще В Варкрафте Часто Пишут ГГ Наверное Еще Где То Я Просто Смотрю Только Те Игры Которые Мне Интересны С точки Зрения Стратегии Тут Полно Народу Которые Наверное ГГ Знают Не по Насвышке Выражения Поэтому К ним Можно Вопрос Адресовать Так Слон Д8 Пошел Этот Самый Магнус Ну Вроде Б Неплохой Ход Так Накамура Можно Смело Закрывать Значит Слон Д8 Сыграно Так Ну нам Надо что Сделать Вов Нам Надо Коакта Ф4 Провести Ф5 Может быть Или Ф4 Слон Е5 Поставить Да То есть Ну Других Планов Вообще Нет Усиления В этой Позиции Физически Как-нибудь Может быть Так Поставить Потом Слоняру На Е5 Выбросить Может быть Ф5 Если Дадут Где-то Провести Ну Позиции Как говорится Мучиться Как бы Пытаясь То есть Цукарякин Решил Пересиживать Сидеть Пытаться Выковыривать Но объективно То есть Выигрывать Просто Нечем Нет Правильно Делает Надо Давить Изо Всех Сил На Викарь Да Абсолютно Вера Что Надо Наслаждаться Лучшей Позиции С лишней Пешкой То есть Это Дополнительное Наверняка Негатива Пришлет Магнус Да То есть Ему Приходится Защищаться Да Как На Сковородке Ужа Да Он Начинает Он Может Сейчас Делать Недовольные Морду лица Что Мол Что Происходит Ну Накамура Свою Обезьяну Подключил Очередной Раз Это Понятно Если бы Накамура Играл Так что Борьба Значит ГГ Я говорю Борьба Борьба Есть шансы Определенные Можно еще Понапрягать Походить Понапрягать Можно Да Можно ГГ уже Давно В шахматах Вели Жалко Вы на Ли Чесси Не играли Ну Блин Не знаю Что такое Ли Ли Чесси Кстати Там есть Замечательная Совершенная Игра Я не знаю Миш Ты пробовал Или нет Называется Она Хорды Нет Нет Там Смысл Такой Что По-моему В одной Стороны Очень много Каких-то Фигур Тяжелые В том Числе Там Без пешек Черного Находится А у белых Там Пешек Тридц Что ли Такого Формата Нет Короче Не моя Игра Я не готов Сразу Достаточно Забавно То есть Именно Попробовать Уборота Против Ты пешка По-моему Ты против Компа Что ли Играешь Или Я уже Не помню Очень-очень Прикольно Понял Понял Надо будет Поизучать Как с тобой Как с тобой Мне понравилось Лично Куда-нибудь Полетим И Напишешь Что это Такой Более Конкретно Наверняка Знаю Так Дальше Комментарий Но Нет Ж Гуд Гейм Это Не Обязательно Когда Сдался Просто Говоришь Сопернику Что Игра Была Хорошая Ну Вот Позавчера Карлсон Мог сказать Карякину Что Это Было ГГ Вот А Если бы Карякин Сказал Карлсон ГГ То Это Было Оскорбление Представляете Карякин После Протягивает Руку И ГГ То Какой Это Был 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 Удар Просто Так За Фогича Болеть Будете На ВЦа Да Буду За Фогича Хотел Еще Болеть За Хавка Но Он Бросил Играть За Хэппи Но Он Почему То Не Испугался Он Был Не Уверен В Своих Силах Там Что Мутная История Вот А так Да За Всех Русскоязычных Варкрафтеров Я Болею Смотрю Их Трансляции Кстати Регулярно Хэппи Но Это Тут Другая Тема Пошла Валанта Так Что Передохни Чуть Там Спрашивали Да Так Что Фогич Вперед Там За Украину Разрывай ВЦа Так Слон Д8 С незаметной Идеей А Ну Да Кстати Важно Отметить Что Ходом Слон Д8 Черные Хотят Разменять Тузов Тогда Сразу Будет Ничья Вот Поэтому Мне вот Интересно Может быть Пойти Ф4 Сейчас Белыми Во-первых Слона Куда-то На Е5 Установить Возможно Он здесь Будет Морочить Голову Вот Не обязательно Слона В принципе Но К примеру И где-то Может быть Короля Подтянуть Вот И где-то Пихать Ф5 Готовить То есть Так Может быть Мы Где-то Пропихнем Ф5 Потом Ну Ничья Конечно Блин Как можно Ее выиграть Непонятно Но По крайней мере Голову Морочить Можно Вот Как-то Так Так Идем Дальше Вопросов Много Так Ссылка Какая-то На Сайбер Спорт Откроем Посмотрим Крутая Отсылка К Хэрдстоун От Русского Шахматного Гроссмейстера Свидлер Сказал Про Хэрдстоун Что-то Кстати Аскимон А Это Густавсон Понял Нетипично Ты видел Да Что Что Сказал Этот Самый Петр Вов Видел Что-что Открой Вот ссылка Есть Там В общем Я так понял Что Свиллер Играет В Хэрдстоун Такое Ощущение Есть Такая Игра Есть В Свиллер Вроде Во Многие Играет Я Просто Не знаю Что это Такое Вот Ну Я Тоже Нет Но Я Как бы Видел Я знаю Что Народ Показывает Стримит Эту Игру Интересно Мне правда Не особо Интересно Но Свиллер Использовал Данное Выражение По ссылке Можешь Увидеть Вот Переведи Для народа Что это Означает Для Для меня Соответственно Так Пока Идем Дальше Расскажите Про обезьяну Накамуры Ну Блин Это лучше Все К Янчику Не помню Чему Он вам Такое Расскажет Ну Сейчас Что нибудь Придумаем Про Накамуру Сейчас Мы По очереди Решим Не знаю Я фразу ГГ Использую С намеком Что пора сдаваться Ну Это Наверное Не очень Культурно Когда Или Если Корякин Станет Чемпионом Его В супертурнире Чаще Будут Приглашать Или Огромицаторы Просто Переждут Его Чемпионство Конечно Его И так Скажем Так Не игнорируют Мягко говоря Вот Когда он Станет Чемпионом Мира Если Он Станет Чемпионом Мира То Безусловно Это Будет Для него В огромный Плюс Это Не только Приглашение Это Возможно Какие-то Рекламные Контракты Это Возможно И Другие Условия Другие Деньги Другое Отношение Вот Потом В самой России Возможно Правительство Как-то Отреагирует Если Он Станет Чемпионом Мира Вот Так Что Для него Это Ну Украине Будет Чему Порадоваться Все Таки Он Изначально Из Украины И Воспитанник Ее Шахматной Школы Вот Потом Он Перешел В Россию Там Это Уже Другие Дела Но В принципе То есть Тут Многие Внесли Свой Вклад А вот Нам Пишут Антон А ты Где Живешь В Москве Ну Хотя Просто Это Сам Я имею Станция Метро Может Вы Соседи С Владимиром Кто Из Современной Десятки Мировых Шахматистов По Человеческим Качествам Вызывает У вас Восхищение Грещук Александр Для Меня Это Номер Один Десятки Из Русских Крамник Крамник Безусловно Я просто Не знаю Лично Даже Не видел Никогда Крамник Каспаров Карпов Видел Отличный Отличный Чемпион Мира Человек И так далее Многие Но Накамуру Например Я бы Не отнес Его Человеческие Качества Не вызывают У меня Восхищение Так А что Там С Янчиком И Накой По-моему Янчик Там Неправ Был Нет Там Конечно Был Неправ Накамура И В будущем Были Истории То есть Скажем так Янчик Никогда В подобном Замешан Не был А вот У Накамуры Почему-то Постоянно Какие-то Прохладные Истории Случаются Что за история О чем Речь Ну там Спросили Про Обезьяну Накамуры Вот Я сказал Что это Лучше К Янчику Вопрос Вот Мне написали Что Янчик С Накой Янчик Там был Неправ Вот Я высказал Мнение Что там Был Неправ Именно Накамура И вообще Вот У Янчика В принципе Такое По-моему Кристальное Кристальное Как это Называется Имидж Что ли То есть Не замешан Он особо В таких Всяких Вещах А вот Тот же Накамура То за фигуру Схватится Потом пытается Перейти Вот Если кому Интересно Найдите Видео Где он С Ароняном Играет Все Он там Схватился За фигуру Потом Чего-то Пытался Изобразить Что он Ей Пытался Ее вернуть Обратно На что Аронян Ему Показал Мол Камеры То есть По-моему Он То ли Сказал Камеры То ли Показал Что Мол Тут Камеры Вот И тому Пришлось Ходить И пришлось Проиграть Партию Ну то есть Это Такие Уже Хитрости Которые На АСС Проходят Где-то В интернете Там Вот Но Никак Не Ну В матчах С сильными Игроками Это не очень Красиво Вот Поэтому Да Если бы Меня спросили Кто Не вызывает У меня Восхищение Из Двадцатки Я бы Первым делом Назвал бы Именно Хикару Накамуру Нет у меня К нему Никакого Восхищения Может Ты Расскажешь Чем Ты Восхищаешься В Накамуре Я Да Может быть Есть В Накамуре У меня Лично Негативное Отношение В смысле Как Его Повещение Да Просто У нас Проблема В том Что Большинство Шахматистов Боятся Сказать Что-то Вслух Поэтому Чересчур Много Уважения И Объективное То есть Надо То что Тебе не нравится Мне кажется Говорить Вот Подытожив Насчет Накамуры Скажем так Один из самых Скандальных Шахматистов В общем Что можно сказать Это парковый Шахматист В Сокольниках В Сокольниках Восхищаются И многие То есть Его игра Безусловно Талантлива Но Игрок Блестящий Да С напором Все дела Там Настроенный На победу Здесь Вопросов Нету То есть Вот Ну Свидлер Например Кстати Мне очень Импонирует Как человек Вот Из первой Двадцатки Если брать Да все Практически Русскоязычные Подавляющее Большинство То есть Не хочу Никого Обидеть Поэтому Не буду Называть Фамилии Но вот Грещук Свиллер Томашевский Яковенко Там И так далее Вот С ними С ними Но У него Менеджер Возможно Там Еще С этим Какие-то Завязки То есть Так Миссагод Так Надо было Останавливать Время А он Начал Возмущаться Только После Партии Ну Там Сложное Да Ну В любом Случше Это не Отменяет Того Что Накамура Играл Партию Ту С Янчиком Грязно А то Что Янчик Неправильно Возможно Правило Применил Но Это не Отменяет Того Что Он Играл Нормально А соперник Играл В парковом Стиле То есть Это не Очень Хорошо На таком Высоком Уровне Там Когда На тебя Смотрят Телекамеры Зачем Это Надо Вот Это Говорит О Порядочности Так Что Накамура В той Ситуации Для Меня Неправ И Я Кстати Поддержал Тогда Яна В Вконтакте Что Там Не Помню Уже Деталей Но Помню Что Мне Было Обидно Я Хотел Чтобы Он Выиграл Так Неправильно Мы Используем Гл Хэф Пишут Вначале Гуд Лак Хэф Ну И В конце А Независимо от Исхода Принято Писать ГГ Ну Все Отлично Просто Мы Не Про Геймеры Я Я Смотрю На Варкрафт Но В нем Участвую Чисто Там Компании Не могу Какие-то Поиграть Для Расслабления Вот С Фогичем Играть Не буду Пока Что Так Все равно Ребята Пишут Правильно То Что После Драки Кулаками Димаш Все равно Не понимаю Истерику Яна Проигрывать Надо Уметь Значит В общем Сложная Ситуация Была Еще раз Скажу Если бы Накамура Не играл Бо Грязно Этого Бо Ничего Не Случилось Бо И Все И Не Бо Потом Нако Каспару Переходить Разрешил Ну История Шахматы Не такое Знает Партии Это Парни То Что Накамура Очень Может Неправил Имхо Так Два Хода Было Уже Сделано Нам Как бы Намекают Что Мол Хорош Работать Надо На Галеры Значит Король Фадин Сыграл Сергей Ферси Ф7 Ответил Магнус Это К вопросу Нас спрашивали Насчет Размена Ферзей Видите Черные Ищут Размена Ферзей Белые Избегают Ферзь Е4 Сыграл Сергей И Ферзь Е7 Сыграл Магнус Магнус Встал В стойку Прижался К бортику Вот Ну Пока Позиция Не Меняется Ничья Ничья Должна Быть Ничья Ну Тут Тут Уже Тяжело Ошибиться Продолжается Да То есть Если Ничего Не Происходит Просто Идет Именно Борьба Такая Именно На Выматывание Ну Все Правильно Нужно Сейчас Сергей Особо Здесь Ничем Ничем Не Париться То есть Ему Походить Просто Поизмотать Еще Немножко Нервную Систему Карлсона Вот Показать Что я Буду С тобой Ходить До Посинения Не знаю Правильно Или нет То есть Главное Себя Еще Не Измотать Ну Да Я Вот Об этом Как раз Говорил Потом В какой-то Момент Они Все Таки Скорее Сего Согласятся На Ничью То есть Интриги Здесь Мало Вот Надеюсь Карлсона Не будет Эта позиция На победу Играть На самом деле Я скажу Другое То есть Я думаю Что Карякин Почему Он сидит Он Во-первых Понимает Что даже Полчаса Может При подготовке К белому цвету Дать Какие-то Дополнительные Плоды То есть Мы Должны Учить Что он Поменьше Поспит Поменьше Посмотрит Если бы Он отпустил Час назад То есть Кто Уже Чувствовал Себа Более Комфортно Что не стали Его здесь Раз Второе Что у него Есть больше Времени На подготовку На восстановление Перед важной Партией Только Карякин Подготовлен По дебюту Вопросов Нету Ну Вопрос Наверное В этом заключается Поэтому Он его сидит Выматывает Да Возможно Вот Кстати Правильно В принципе Ну Отчасти Правильно Слон Е5 Пошел Сергей Ферзь Е6 Черные Играют По белым Полям Ну Тут Вообще Трудно Что-либо Комментировать Позиции Позицию Не просто Выиграть Кстати Если пешку На АЖ3 Переставить Шансы Большие На победу Вов Как думаешь Сф2 На АЖ3 Ну Нет Давай Сф3 На АЖ3 Переставим Я думаю Особо Ничего Не изменилось По хорошему Слишком Мало Материал На доске Это Не Кони Если бы Кони Были Заиграли Соперники Быстро Король Ж2 Слон Е7 Вот Кстати Интересный Момент А не может Ли сейчас Сергей Залезть В душу В душу Залезть К этому К магнусу Сыграть Ферзь А8 Шаг Например Вот Но слоном Закрываться Вот это Одна из Тех Ловушек Которые Скорее всего Скорее всего Этот пешечный Безнадежен Король Рвется Вперед И здесь Ну Огромные шансы На победу Вот Несмотря на Испорченную Структуру Смотреть Конечно Да Ну Такое Есть Это Это мечта Белых То есть Они об этом мечтают Независимо от того Выигран это или ничья Я думаю Выигран Кстати Вот Она За крышку В смысле На король Ф7 Может быть Вот сюда Пролезть Вот Как-то Попытаться Напасть на Пехотинца Единственный ход Аш5 По виду Вот Чего мы добились Мы сдвинули пешку На Аш5 Теперь пешка Ж6 Где-то может Оказаться Слабой Не Ну Проиграть Такое невозможно Слон стоит По этой диагонали Король ходит По белым Ферзь Стоит на месте То есть Ничего не надо Делать То есть Просто ходить Королем По полям Аш7 Е8 Пешку На Аш5 Все Это полная Стойка Что же Человека Вот Только Какие-то Надежды Появляются Он сразу Все Испортил Не Ну Надо быть Объективным Если что Просто Тягомоченный Так Пошел Ферзь Да Сыгранные Эти ходы Сделаны На доске Так Сережа Давай Опровергни Этого Скептика Покажи Что все еще Возможно 25 на 25 Ну Примерно Так Что идет Дальше Возможно Что это Какое-то Из просчитанных Теоретические Окончания Из баз На данный Момент Просчитаны Семифигурные Иншпиля Вот Чтобы Просчитать Восьмифигурные По-моему Не хватит Всех компов Этого мира Ну На сегодняшний день Скажем так Это очень Проблематично Вроде бы В Москве Стоят Какие-то Сервера Да Там Которые Высчитывали Там Семифигурные Иншпиля Где-то Я не помню Вот Не знаю Детали этого Знаю Что на Шахматной Планете Есть Ссылка На Семифигурные Иншпиля То есть Сколько Здесь фигур Давайте Посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Ну Все Что Шесть Фигур Просчитано Сто Процентов Давно Уже Вот Семифигурные Вроде бы Просчитали Тут сложно Проиграть Несерьезно Чем на пешку Ж6 Нападать Во-первых Это хоть какой-то Шанс А во-вторых Ну вот Была Например Позиция Сейчас Покажу Вот Была бы Здесь Например Пешка На Аш 5 Мы Дали Ферзи 8 Шаг Забрали На Ж6 Вот Например Пошел Почему-то Не пошел В этой Позиции Почему-то Магнус Так Вот Уже Без Двух То есть Пешка Оказалась Ослабленной Ну Конкретно В этой Партии Наверное Это Ничего Не даст Но Какая-то Надежда Так Гудгейм Молчит Как всегда Привет Гудгейм Есть Кто-нибудь Кто еще Полон сил И энергии Так Твич Кстати Народ Подписывается Потихонечку Но Подписывается Задумался Сергей Даже Непонятно Что О чем Особо Говорить Так Три ночи Рабочий день Тут Хочешь Не хочешь Уже Спать Надо Да Рабочий день Не Ну Это Понятно Сейчас Продвинет Пешку Даш Три И мат Поставит Боюсь Может Не Получиться Значит Да У Астра У Да Да У Шах Король Ушел Слон Ф4 На Что Мужик Надеется Вот Какой Вопрос Нам Нужно Понять Ну Крутится Кстати Крутится Вертится Заставляет Думать Стоит Стоит На Секунду Расслабиться И Можно Проиграть В принципе Любую Позицию Че у тебя там Шумит Вов Что 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 Шумит Че У тебя Там Это Самое Звуки Какие Тебе Микрофон Нормальный Я считаю Хорошо Пока Отключу Тогда Сейчас На чей случай Да нет Я шучу Все нормально Вот сейчас Все нормально Ты просто Что-то делал И Все Было Слышно Ферзь Ф7 На самом деле Ну Давайте уже Заканчивайте Партию Ничья И ничья Ферзь Х8 Ферзь Ф8 Вот Магнус Заиграл Не думая Ну че Ферзя Надо уводить Куда нибудь Ферзь Е5 Или Ферзь Д4 Из подбоя Не менять Жа Других Ходов Нет Ферзь Д4 Ферзь Д4 Соиграл Как по вашему Книжка Лисицына По Эншпри Безнадежно Устарела В плане Подачи Материала Или лучше Все равно Не написать Ну Блестящая Книжка А Эншпри Тяжело Ему Устареть Вот Важно Понимать Методы Которые Описывают Великие Вот По Эншпилю Великолепная Книга Ну Лисицын Да Это классика Там Она хоть и старенькая Все равно В ней Должно быть Что-то полезное Это все Культуру Поднимает Шахматную Скажем так Чтение Книг Вот А так Если по Эншпилю Почитать Именно Что-то Очень Такого Прям Современно Крутого То Например Книга Стратегии Эншпиля Шерешевского Она так и не устарела Вот Я ее Советую всем Вот А с точки зрения Изучения Теории Эншпиля Наверное Книга Марка Израилевича Дворецкого Замечательный Учебник Эншпиля Там Книга Александра Панченко Теория Практика Шахмата Окончания Великолепная Там Ну В общем Книги По дебютам Устаревают В основном Вот Монографии Потому что Все меняется А Эншпиль Это как бы Такая стадия Которая Которая Дополняют В ней находят Постоянные ошибки Потому что Раньше Люди Компами Не были Вооружены Приходилось Все делать Своей головой Вот Поэтому Изучать надо Очень интересно Познавательно Раньше Кстати Кто Кто Не знает Раньше Партии Откладывали То есть Сейчас бы Что бы Сделал Этот Самый Вот После хода Ферзь Ф5 Например Сергей Возможно Записал бы Ход В конверт Отдал бы Судьи И отложили бы Партию И ушли бы На следующий день Доигрывать Или когда Но в наше время Это отпало Потому что Пришел Включил Компы И как бы Все в порядке Вот Ну проходил Кстати Не так давно Турнир Там По моему Эмиль Сутовский Президент Ассоциации Шахматных Профессионалов Проводил Вот С откладыванием Они играли В современном мире То есть Вот Ну идея была Интересная По моему То есть По крайней мере Что то новое Веселое Вот Но не приживется Она Потому что Компы Компы Еще раз Компы Владимир Да Ты играл Компы С откладыванием Нет Не играл Не застал И я не застал Видишь На самом деле Нет Наверное Было у нас На занятиях На тренировках Было Да Что то было Было Так же Вот у Дворецкого Я помню Царство Имени Весное На сессиях Дворецкого Такое тоже было Давали Позиции Для Анализа Совместного То есть Не пользуясь Компами То есть И давали Честное Слово Ну Было Такое Да Очень Очень Продуктивно Было Достаточно Интересно Вот это Я очень Хорошо Запомнил Ну вот Кому Интересно Сейчас Уже Не откладывают А присуждают Не видел Чтобы Что то Присуждали Это Уж Это Же Не Сыровские Времена Когда Решение Некоторых Людей Было Законом Там Ботвинник Скажет Здесь Выигрыш Все Все Разбежались По-моему Так Было Примерно Значит Кому Интересно Значит Могу Рассказать Самый Страшный Бич Так Сказать Детских Шахмат Современных Вот Я Только Недавно Догадался Что происходит Просто Значит Смартфоны Телефоны Вот это Самое Страшное На мой Взгляд Что Сейчас Происходит С детьми Вот Если Мы Раньше От Безделья Там Бегали Во дворе Потом Приходишь Там Опять же Делать Нечего Не будешь Круглые Сутки Бегать Ну Бегаешь Ну В смысле Ну Там Откроешь Книгу Какую Почитаешь То Теперь Я понял Почему Люди Перестали Читать Книги Это Особенно Дети Вот Поэтому Сейчас Даже Была Такая Мода Я читал Статью Михаила Кабали Тренера Сборной России По-моему Не помню Короче Ну Короче Гроссмейстер Да Он там Писал Что Они там На сессиях Даже Забирали Телефоны У детей Там Что-то Давали На час Вот Но Это Не только В шахматах На мой взгляд Это Везде То есть Смартфоны Телефоны Сейчас Заменяют Людям Книги И прочее И Взрослому В том числе Но Взрослые Это Уже Развились Вроде Как Поговорить Не о чем Видишь Уже Про Смартфоны Пошли Ну Ничего Не происходит На доске Ферз С4 Сыграл Как-то Пошел Соперник А он Король Д7 Что-ли Пошел Да Слон Д2 Ферз Е6 Ну Должен Уже Сейчас Сергей Наверное В какой-то Момент Вот Они сделали Еще 20 ходов То есть Еще Время Добавилось Наверное Сергей Сейчас В какой-то Из моментов Все-таки Скажет Что Ладно Все Хорош Да Ну Слушай Сколько Еще Стойких Ребята Осталось Вместе С нами Сейчас Скажу Сколько Еще Людей С нами Еще Так На Гудгейме Ну Получается Видимо 5 Сколько Это На Ютубе Не знаю Сколько Потому что У меня Там Что-то Не Видно Ничего И Твич Твич Там Немцев У него Там Пару Тысяч Человек Бойцов Еще А1 А1 Ферз А7 Вот Ну Непонятно Что Он Хочет То есть Действительно Стоишь Просто И Стоишь Ну Ты Как Был Вроде Б Проверил Стойки Да То есть Ничего Не получается Ничья Ну Да Народ Уже Наверное Заснул Я так Думаю То есть Они Остались Они Остались На Трансляции Одним Глазом Я так понимаю Смотрят Вопрос Интересный Не знаете Медицинский Тайм-аут Есть В регламенте Матча Должен Быть Я не особо В этом Разбираюсь Ну Обычно По-человечески По-человечески Обычно Относится Шаг Дал В смысле Имеется Ввиду Что ты можешь В любой момент Попросить Перерыв Да Там И Типа Вов Я тебя Спрашиваю Да Похоже На то Так Ферзь С7 За Крышка Кстати Вопрос К зрителям Падала Ли Трансляция Были Лаги С тех Пор Или Более Менее Идет Все По Накатанной Как Звук Нет Ли Шумов Дополнительных Может Что-то Надо Настроить Подстроить Еще Более-менее Идет Звук Хороший Нам пишет Антон Спасибо Антон Че не спишь Как Как же Студенты Или Корякин Важнее Любых Студентов Да Вот Сейчас Уже Пойду Ну Блин Студентам Привет Передавай Пусть Шахматы Играют Так Нет Отлично Все Работает Сейчас Почему-то Мерцания Какие-то Появились До этого Нормально Было Все Ну вот Я об этом Вспомнил И сразу Началось Так Ну че Не пора ли Соглашаться Экран Экран Мерцает Но это Не критично А может Потому что Я что-то Щелкаю И появляются Какие-то Мерцания Может Из-за Этого Так Ферз А2 Крутится Но непонятно Что он хочет Но вернулся Обратно Ферз С6 Например Так Так еще Не сыграно Ферз С6 Но подозреваю Что пошел Допустим Обратно Самое Простое Вот И как бы Думаешь А что Дальше Добавилось Обоим Время Ну Пора уже Соглашаться Нет смысла Наверное Особо Дальше Мучиться Пресс-конференция Что говорит Петр Вениаминович Что говорит На эту тему Кто смотрит Английскую Трансляцию Время Трансляция Все Соглаши Время Звучит Время Так, Ферзь Д6 сыграл. И так, ладно, спасибо за трансляцию, все равно тут нищая, до завтра, да. До завтра, да, спасибо. Я бы даже сказал, до сегодня, до сегодня уже. Вот, значит, пока все не ушли, если кто-то еще не подписался, подписывайтесь на канал, YouTube, Twitch. Вот, досматривайте трансляцию на работе. Да уж. Вот. Ну что, как ты думаешь, все-таки, я думаю, ничья уже в ближайшее время будет заключена? Да нет, ну конечно, конечно. Кому сегодня, я не проеду. Месяца назад. Да. Ну, знаешь, можно немножко подвести пока итоги. Да, да. Пока они все равно там будут ковыряться, чтобы так народ тоже уже изрядно подустал. В общем, что, Сергей сегодня из ничего получил очень все перспективно, да? Да, где-то в дебюте Карлсон то ли напутал, то ли опять сыграл беспечно. Ну вот о чем и говорилось. Вот о дебютной подготовке здесь просто казалось. Ну, выбор дебюта, на мой взгляд, ужасный. Вот, у него, конечно, есть команда, они все обсудили, они все решили. Но, как минимум, себя не оправдало, потому что мог он сегодня и проиграть эту партию, и матч бы закончился. Да. Я не думаю, что все настолько плохо у него в шахматах, что он не может выбрать себе другой вариант. Вот, кроме как играть на два результата. Вот, но с точки зрения... Матч Карлсон, что-то творится не то, я думаю, что ты так прям... Ну, я говорил же перед матчем, меня спрашивали там люди, вот. Вот, я как бы говорил, что Карлсон выиграет легко и так далее, но я говорил, что его самый главный враг это он сам. То есть, у него нет мотивации, он выиграл все, что можно. Вот, он стал самым выдающим шахматистом в истории шахмана, ну, в плане рейтинга там. Вот, у него, наверное, только одна осталась, может быть, мечта 2 900 набрать. Вот, возможно, неосуществимая. И как бы мотивации-то нету, то есть, это вот единственное, почему он может... Этот матч не выиграть. И в какой-то момент, когда я смотрел там третью партию матча, четвертую партию, ну, мне казалось, что, ну, все идет по накатанной, да? То есть, вот он уже перехватывает, вот он уже давит и так далее. А нет, неожиданно, все пошло по другому сценарию. Вот, и сейчас ему придется продемонстрировать именно, что он истинный чемпион. Найти все силы отыграться. Вот сегодня партия не войдет в этот сборник его лучших партий, это точно. А какой там номер холла уже, кстати? 64-й. Дау, шах королю. Нет. Подожди. Короче, у меня полтрансляции закрыта. Какие последние ходы были? Вов, какие были последние ходы, назови мне, потому что у меня какая-то... Последние ходы были, значит, 64-й слон e3, ферзь e6, ферзь a7, король e8, слон c5, слон d8. То есть, ферзь... Карлсон просто даже не стал на c5 бить, то есть, он просто пошел слон d8. Интересно. Ну, правильно сделал, я думаю. Интересное кино. Так. Все, Twitch. Все уснули. Good Game. Все уснули. Давай, я тебе расскажу. Значит... Да. Сергей сегодня был колоссально близок, да, к победе. Имел он огромный перевес, мог тот Эншпель катать. С таким удовольствием он его катал бы, я думаю. Где он этот Эншпель товаровал? Может быть, и здесь устоял бы, конечно, Магнус. Кто его знает. Но здесь шансов больше на победу, безусловно. На пешку больше. Вот. Но что-то вот... Что-то не пошло. Так, что, надо как-то документировать до конца, потому что... А то потом скажут, что мы с тобой не можем комментировать. На пятом часу борьбы? Ну, вообще, по-хорошему надо народ отпускать, я считаю, и самим уже тоже отдыхать. Потому что это... В принципе, если вопросов больше нет, я думаю, надо прекращать на сегодняшний день. Блин, а вдруг какое-то чудо? Да нет, я не верю. Не верю в это такое. Ну, в принципе, нечем пробивать. Ну, если только лбом, может быть, тогда да. Как он будет ему предлагать ничью? Дро? Давайте обсудим вообще завтрашний сценарий. Да. Что завтра может произойти. Значит, сегодня давайте все-таки предплясать от того, что будет ничья. Да. И просто прикинем завтрашние варианты. То есть завтра... Первый ход. По сути дела остается два... Две партии белыми. То есть, в смысле вообще матч. Естественно, завтра уже Магнус должен играть на победу, как ни крути. Обязан просто использовать свой один из самых последних шансов. Правильно? Да, интересно. Первый ход. Как ты думаешь? Д, С, Е, конь. Значит, я предполагаю, что завтра первым ходом Магнус Хенрикович пойдет С2 на С4. Пора секретное оружие расчехлять. Вот. Мой прогноз таков. Ну, это может быть слишком мелко с другой стороны для него. Я думаю, что опять будет Д4 и какие-то мысли. Но, видишь, те времена, когда играл Каспаров, прошлись. То есть, когда был такой подход дебютный, системный, да? Можно сказать. Кстати, у нас вопрос про Каспарова неожиданно. Вот ты вспомнил Каспарова, и тут вопрос. У Каспарова в свое время максимальный рейтинг меньше был, чем у Карлсона. Да, у него, значит, рейтинг, по-моему, был 2.851 максимальный. Вот. Или 59. Сейчас не помню на 100%. Нет, 52 или 51. Это одно из двух. Значит, по-моему, 51 у него было. 2.851. Вот. А у Магнус, по-моему, 2.875, что ли, если не больше, выпрыгивал. 79, по-моему. 7, может быть. То есть, я прям на 100% не уверен. Но это все легко гуглится. Или 82, что ли. Ну, в общем, какая-то просто дикость. Вот. И, кстати, по-моему, именно Карякин сказал, хотя я был уверен в обратном, по-моему, именно Карякин сказал, что Карлсон не сможет пробить 2.900. Хотя в тот момент он именно шел к этому. И слова Карлсона оказались, ну, на тот момент пророческими, потому что, я думаю, сейчас рейтинг Карлсона будет, ну, наверное, в районе 840 после этого матча. Если какого-то чуда не случится, а то и 830. То есть, он впервые может даже так получиться, потеряет первую строчку, если там кто-то блеснет сейчас на лондонском классике. Вот. Какой-нибудь Карлсона там или ваш Евограф. Кто там сейчас наверху в топе? Кто там будет играть? Я просто даже не знаю. Ну, то есть... Смотри, кстати. Мисоглот не может успокоиться. То есть, он вроде написал «До завтра», все-таки продолжает. Боец, боец. Я же предлагаю принимать ставки. Давайте ставь. Я на коня ставлю. На какого коня? Ну, на коня, видимо. Просто то, что конь выйдет на Ф3. А, понял, понял. Ты имеешь в виду, что завтра конь Ф3 будет первый ход. Ну, ладно, давай, ладно. Посмотрим, кто из нас самый умный. Я за Ц4. Я думаю, что будет Д4, честно говоря. Так, значит, Вова, Д4. Я за Ц4, ты за конь Ф3. Так, слова Карлсона. Нет, я, наверное, оговорился. Значит, Корякин, кажется. Я на 100% не уверен. Но вроде бы... Я где-то читал, что, по-моему, именно Корякин в интервью говорил, что 2 900 он не пробьет. А для меня тогда было очевидно, что пробьет. Вот. Да-да-да-да-да. Все правильно. В 99-м году Каспаров достиг 851. Видишь, хоть что-то, но помню. В январе 13-го норвежец превысил максимальный 889. Да, и вот в этот момент мне казалось, что пробьет 2 900, но он не смог. И сейчас, по-моему, у него рейтинг в районе 850 болтается. Вот. И в этом матче он явно не прибавляет. Вот. По-моему, можно посмотреть на сайте Чес... Чес-24, что ли? Подожди, или где там? А, или 2700.com, что ли? Чес-2700, по-моему. Да, в общем, есть там рейтинги с текущими изменениями. Скорее всего, Карякин там приближается к 2 800, а Магнус приближается к Карякину. Вот, я думаю, как-то так-то. Вот, а на втором месте, по-моему, шоу Каруана, может быть, или, ну, вот где-то так. 853 у него сейчас, да. Ну, и в этом матче он теряет, ну, наверное, очков 10, как минимум. Как минимум очков 10 теряет. Аж 3 сходил. Непонятно зачем. Так, ну ладно, значит, итак, сегодняшняя ничья, кому она на пользу, как ты думаешь, Вов? Нет, ну, понятно, что Карякин не ожидал, не ждал сегодня, что он прям возьмет и вторую подряд нанесет, да? Я не понимаю. Поэтому и отпущил, да? Получил он, пробовал, но не получилось до конца, да? То есть, Выбор, к сожалению, неправильно сделал, продумал в полчаса. Действительно. Не угадал, да, не угадал. Вот. Непонятно, что то ли не досчитал, то ли не угадал, то ли в шаге вот от этого, от огромного перевеса, нервы. Все-таки стать чемпионом мира, это мечта, это удавалось за всю историю не такому большому количеству людей. Ну, вот, тем более, тут напротив тебя Карлсон, который, ну, кажется непобедимым. Вот. И люди там говорят, там все эксперты, что пока есть Карлсон, там никаких шансов ни у кого и так далее. Вот. Пока он не постареет, видимо. А нет, вот он сейчас в очень опасном положении. Вот. Норвежцы будут недовольны, я думаю. Ну, то есть, ничья, ты считаешь, все-таки сегодня идет в копилку Карякин? Карякина, да? Ну, в принципе, да. То есть, он приближается к своей заветной цели, ему сейчас нужно сделать просто три ничьих. Вообще, все идет более чем здорово. Ну, да, да. Спас две очень плохих. Выиграл там, где выиграть, но было практически нереально. И вот сегодня только голевой момент очень важный упускает. А, где ты еще перевес имел, по-моему, партии в пятый, что ли, да? Ну, грех жаловаться ему на то, что происходит. То есть, это фантастическое, опять-таки, везение идет, да? По-хорошему. Сегодня, в принципе, то, что осуществил Карлсон на ровном месте, опять-таки, да? То есть, позиции после дебюта ничего не предвещало. Нет, он просто хуже подготовился в дебюте, вот, и за это был наказан терпеть всю партию. То есть, команда Корякина сыграла лучше сегодня, вот и все. Конечно, конечно. Сколько у них сейчас время? Ну, время минус 8, убирает, и все. Получается, где-то полвосьмого, да, где-то, ползевятого. То есть, они еще на ужин успевают, да, то есть? Полвосьмого. Мне-то уже завтракать пора, походу, или не знаю? Хотя нет, подожди, если полвосьмого, да, как раз и получается, сейчас 8 разница. Так, ферзь, ферзь Б8. Пока идут просто бесполезные передвижения, наверное, сейчас пойдет Король Ф7, рискну предположить. Вот, и, да, пошел Король Ф7, то есть, ну, вот. Эту позицию уже, мне кажется, можно сажать меня с Мясоглотом. Вот, и боюсь, что шансов на победу 0,0. А? Как тебе идея? Ха-ха, ты неплохо сказал, да? Я не думаю, что Мясоглот обидится у нас. Не, а за что тут обижаться? Я говорю, что никаких шансов у меня на победу. Ну, может быть, у него будут. Да, а, ну у него, да, но он черный, он будет черный. Ты же не знаешь, кто это. Да, значит, получается, Магнуса два раза из трех белыми играть осталось. Да, у него две партии из трех белыми, и именно ими надо пытаться выигрывать, потому что, если Корякин захочет сделать ничью черными, ой, в смысле, ничью белыми, он ее сделает. Вот. Не даст никаких шансов, если ему будет надо. Ну, совершенно очевидно, то, что Корякин будет еще играть эту позицию максимально, то есть, долго, потому, как я уже сказал, чтобы меньше времени на сон, то есть, измотать его перед белой партией. А там уже выходной день, понимаете, да, то есть, уже останется две партии. Да, если, если Магнус его завтра не сможет пробить, то, по сути дела, у него только один голевой шанс останется. Пока по-хорошему, Магнус за последние несколько партий даже не может поставить ни одной проблемы. Вот. Он в итоге сам себе их создает, вот, ну, не проигрывает и белыми партию, ну, не бей ты БЦ, какой бы то ни был крутой ход, то есть, зачем тебе это надо? Это же риск, колоссальный риск проиграть, то есть, найди лучший шанс, он будет, он был. Ну, может, поэтому мы с тобой и не чемпионы мира, что мы вот так вот рассуждаем по-дедовски, не знаю, по-ветерански. Или думаешь, не только из-за этого? Да, много чего можно сказать на этот счет, но пока воздержусь просто. Так, Гудгейм спит. Спокойной ночи, Гудгейм. Твич еще есть несколько бойцов, которые... А вот, кстати, народ, сидящий у господина немца, как там, не расходится, он все зажигает. Надо спросить его людей, кто в теме. Ну, видимо, можно посмотреть, это на главной в Гудгейме. Ты сейчас просто обнаружишь спящего немца на балконе. Нет. Грапящего. 419 человек написано. Ну, ништяк, да, здорово. Здорово. Из них на Гудгейме 313, видимо, еще где-то, не знаю. Вот. Ну, ничего, он комментирует, что-то там народ. Не, ну, молодец. На самом деле, я послушал, как он комментирует. То есть, он достаточно быстро пытается ориентироваться. Молодец. Несмотря на рейтинг, да, то есть? Да, они, ну, активные, да, то есть, молодец, то есть, обвитие. Так, значит, то есть, фанаты шахматы еще живы, на самом деле. У него на балконе комфут и помидоры, пишет нам обо Бонго. Ну, видишь, у него много времени, он может сосредоточиться на шахматах, на комментировании. Так, что там нам пишут? Ну, Гавитак написал два белых из трех, да, все верно. Да, Карлсон пошел узнавать, как послать матом по-русски цитата с трансляции Немцева. Ну, какой у него рейтинг, он КМС? Ну, я не знаю, я про такого шахматиста не слышал, но говорят, 2-100 с чем-то, то есть. Так, у него на балконе компот и помидоры, он может до утра сидеть. А, в этом плане что там? Компот, помидоры, еще огурчики, скажи. Вот. И под огурчики. Так, ну, что-то они ходят, бесполезно ходят, я не знаю, что они хотят. А кто-нибудь смотрит трансляцию с лицом? С лицом, что у них на лицах написано, скажите нам. Свидлер же с лицом комментирует, нет? Ну, да. Ну. Может, уже пора пожать руки и расходиться? Так я сказал, почему он его мучает. Чтобы его терзали кошмары ночные. Нет, это я все понял. То есть, так, так. А Сережа, может, по-русски сейчас придет, ему там, жена-борщик украинский там. А жена там, ты думаешь? Ну да, вроде там, вся братва в сборе. Блин, смотри, какой вопрос шикарный, жаль, не угадали. Как, как, думаете, шахматисты могут быть сильными покеристами? Особенно Доброва спрашиваю. Это либо какой-то подкол, либо реальный вопрос. Говорят, у немцев было 2400, как говорят, и Шипов о нем хорошо отзывался. Блин, почему я еще не сплю? Ну, покеристы разные бывают, да. Естественно, Грищук, у Александра, один из сильнейших покеристов, наверное, среди шахматистов. Но кто занимается покером, это, да. Покер очень интересные что-то. Так что могут, да, естественно. Естественно, могут, наверное. Даже вот читал, что и Карлсон, страсть его о покерах. Вполне возможно, кстати, одна из причин его невнятной игры в последнее время. Грищук играет очень высоко, очень здорово. Причем не только в покер. Значит, Грищук, наверное, единственный среди шахматистов, который играет и там, и там в топе. Вот. Я, кстати, его как-то выбивал. Мы играли небольшие турниры среди шахматистов на турнирах. Сейчас не помню где. То ли в Дагомысе, то ли на Аэрофлоте. Что-то подзабыл, если честно. Но идея в том, что да, там в конце несколько раз мы с ним оставались один на один. И один раз я выиграл, по-моему, один раз я проиграл. Я забрал там Куш, там Янчик играл, там кого только не было. Вот. И Куш забирал я. И было такое. Так, ну вроде мне прислали информацию. Саша прислал информацию, что согласились на ничью. Да, все, ничья появилась. Значит, отвечаю на последние вопросы. Значит, про рейтинги я понял. Круто. Так, Грищук, насколько знаю, хорошо играет в покер. Да, Свиллер играет много в ХС и в Амаху. Так, готов вызвать Свиллера. Карлсону пора в Хэрдстоун переходить. Нет, рановато. Во что играли? Играли в Холдом. Чисто шахматные баталии. Легу брал хоть Свиллер. Лигу, видимо, имеется в виду. Я не разбираюсь в Хэрдстоуне. Я заходил там посмотреть пару раз. Не моя игра. То есть, знаю, что есть там какие-то лиги, есть прочие и так далее. Значит, подводим итоги сегодняшней партии. Значит, для... Видимо, как-то так закончилась партия. Ну, ладно, не суть. Значит, ничья. Все, значит... Всем, кто нас сегодня смотрел, спасибо вам, что были с нами. С вами интереснее. Без вас мы вряд ли бы что-то там комментировали бы. Вот, значит, подписывайтесь. Счастливые пять часов. Думаю, не прошли зря. Какие пять часов? Я с полдевятого пытался, с полдесятого пытался. То есть, за компом. Кого-то шесть часов получается. Вот, да. Значит, спасибо всем, кто подписался. Значит, подписывайтесь на канал. Завтра приходите в 21.30. Скорее всего, пару слов скажу о прошедшей партии. Вот, не знаю. Может, сыграю пару разогревочных партий в Блиц. Вот, и потом начнем комментировать завтрашнюю партию. И Карлсону спасибо, да, что он есть. Продолжение следует...